Здравствуйте! Еще раз, дорогие друзья, кого не видел, еще раз приветствую. Как вас песня вдохновила? Я уже вижу, тут люди пишут, что прекрасно, хорошо, да? Потому что действительно была музыка, которая искренне писалась, однозначно, искренне вдохновляла целые поколения, как великий композитор Тихон Хренников, да, когда ему еще 97 лет, у Караулова, последний год прямо его показали, он очень хорошие, конечно, слова сказал, и, вы знаете, вот пока люди еще подходят, все-таки у нас сегодня такая более небольшая, но более тесная компания, самые интересующиеся, самые люди, скажем так, стойкие, продвинутые, вот, я вам хочу пару слов сказать, у меня, а кто-то из вас, наверное, видел уже и в приглашении к самому низу, и в блоге у меня уже увешено, будет такой, может быть, достаточно оригинальный, да, но очень, я считаю, важный, да и кто будет на нем присутствовать, все поймут, что он крайне важный вебинар, посвященный, ну, различным возможным ситуациям, так сказать, вот, такого порядка катастрофических, так сказать, климатических, разных, ну, в общем, выживания экстремальных ситуаций. И вот там я обязательно коснусь, то есть, истории этого вопроса, как так оказалось, что когда-то все народы, люди прекрасно жили, передавая свои знания из поколения в поколение, прекрасно жили в гармонии с природой, с собой, понимали, для чего они живут, воспитывали детей правильно, и так далее, и так далее, то есть, неукоснительно, причем во всех народах. И почему же так произошло, что буквально, там, пару тысяч лет назад стало все сильно-сильно меняться. Ну, и вот буквально вплоть до банковской сферы, вплоть до, так сказать, что происходит и так далее, я рассказываю, я думаю, будет это интересно, кому будет интересно, обязательно приходите, подписывайтесь на этот, я бы сказал, действительно первый в России такой вебинар, который я проведу. Вот, но это будет на следующей неделе. А пока у нас сегодня с вами не менее, наверное, важная, ну, для здоровья эта тема, пожалуй, наверное, одна из самых важных, это, конечно, основа снов, печень, желчный пузырь, ну, и все, что с этим связано, сейчас мы скоро с вами начнем. Люди потихонечку подходят. Вот, и что я хотел сказать еще, я надеюсь, вы, я очень постараюсь сейчас говорить, как всегда, четко, складно и так далее, но уж извините, если немножко буду тормозить, почему, скажу, чтобы никто не подумал, что это не то, тем более, наверняка, нас и меня будут смотреть, там люди первый раз, которые войдут, а то скажут, вот, тормозит. Просто я двое суток не спал, ну, вообще ни минуты, я сегодня в 4 утра уже писал, там много чего делал, так получилось, друг ко мне вчера приехал, а он, друг, приезжает все время до вебинара, бывает раз там в 2 месяца, ну, 100% до вебинара и привозит всегда с Тайваня такой уникальный чай, он там фанат этого дела, любитель, а чай этот такой, ну, он очень дорогой чай, он приезжает попробовать, я, конечно, этот чай пью, мы там специально там 65 градусов, 70 завариваем, делаем, это не черный, это родный красный, там очень дорогие чаи. И его это никак не, а я все спать не могу после этого, и вот поэтому два дня этих последних подготовки я вообще неделю к этому вебинару готовился, очень серьезная тема, поэтому, ну, если будет, уж извините. Так, давайте тогда вот что сделаем, значит, небольшой регламент, то есть я сейчас расскажу, что и как планирую я сделать, и начнем, собственно, с сам вебинара, я переключусь на презентацию, по ней пойдем логически, ну, и в конце вопросы. Вы их пока себе куда-нибудь пометите, а потом поставьте. Да, еще такая просьба, если придут люди, ведь все-таки эта вебинарная комната немного не то, как обычно проводят вебинары, то есть тут какая система. Вот вы сейчас все посмотрите, но люди, которые зайдут, когда вебинар у нас кончится, они уже не смогут посмотреть, но наш программист сделает так, чтобы к утру, может быть, даже ночью, ролик уже будет этот, то есть наша встреча сегодняшняя лежать у меня в блоге. Вот. Так, и вы поэтому скажите людям, напишите, я-то не смогу реагировать, что если что, то вот не волнуйтесь, так сказать, кто в начале вебинара не поспел, скажите, что вот с утра этот вебинар будет лежать у меня в блоге. Хорошо? Вот. Ну, тогда, а вопросы уже на потом. Вы их по мере того, как я буду говорить, пишите, фиксируйте и... Так, пожалуй, что? Пожалуй, начнем. Пожалуй, начнем. Ну, в прошлый раз, кто присутствовал на моем вебинаре о воде, ну, на самом деле, там была вода как начало темы, очень важный вебинар, безусловно, для понимания того, что вода – это, конечно, ну, это просто жидкость уникальная, это основа жизни, все биохимические процессы в ней происходят. Мы, безусловно, эту тему разобрали достаточно широко, ну, крепко. Потом была у нас тема почки, болезни связанные, с различной болезнью, связанной с почками, и лимфатической системой, даже немного кровеносной коснулись. Конечно, кровеносные, пищеварительные и прочие системы я буду разбирать в следующий вебинар. И, кстати, следующий планирую по желудочно-кишечному тракту. Это будет логическое продолжение сегодняшней темы. Ну, и сегодня про желудочно-кишечный тракт мы немного коснемся в том аспекте, насколько это связано с печенью. А вы прекрасно понимаете, что в организме связано все, но я поэтому и стараюсь проводить вебинары как. Я объясняю так, чтобы одна тема пересекалась, ну, в общем-то, со всеми. И тогда, прослушав одну, потом другую, третью, вы ассоциативно будете понимать, вернее, даже сопоставлять и сами просто уже вот анализировать. То есть это очень хорошее закрепление, когда дается неразрывно одно от другого. Ну, значит, теперь, собственно, давайте начнем про саму печень. Ну, во-первых, надо сказать, что печень, конечно, это самый крупный орган. И это самые крупные железа нашего организма. Вес печени, там, среднего человека взросло полтора килограмма до двух. Печень выполняет огромное количество функций. Ну, это около 500 функций различных. Это синтез гормонов, ферментов, разбор клеток вплоть до ДНК, РНК. Это, так сказать, разбор эритроцитов и прочее, и прочее. Значит, это мощнейшая, действительно, лаборатория. Это и анализатор, и, как бы, перераспределитель веществ в организме. Фактически она осуществляет несколько круговоротов определенных веществ у нас в организме. В том числе медный обмен, обмен железа. Печень – это, конечно, главный фильтр крови нашего организма, потому что к нему именно подходит из кишечника по воротной вене кровь, которая, собственно, и все, что в нее всосалось в кишечнике. Но об этом позже. Значит, она, конечно, управляет печень и белковым, и жировым, и углеводными обменами. И синтезирует, как я уже сказал, очень многие вещества. И витамины в том числе. И запасает витамины. И запасает, так сказать, уникальный такой, ну, скажем, полисахарид, животный крахмал, так называемый, гликоген. Так сказать, это запас энергии. У новорожденных детей нет такой возможности, и поэтому, когда ребенок, ну, я напоминаю, пьет молоко своей матери, как природой предусмотрено, то в составе молока есть молочный сахар, лактоза, это дисахарид, и он распадается на глюкозу, который сразу кормит, на энергетические запасы ребенка идет. Ну, на потребности имеется, не на запас, а на потребности в данный момент. А вот, как бы, галактоза, она выполняет роль гликогена, пока его еще нет в печени. То есть, вот как раз идет обкатка систем. Вот как предусмотрено природой, как должно быть. Но, соответственно, люди, конечно, делают то, что не знают, что творят, собственно. Не ведают. Хорошо. Значит, печень, конечно, обладает очень мощными регенеративными способностями, потому что даже если у человека остается функционировать всего лишь 10% клеток печени, человек еще жив при определенных равных прочих. 10-20% он еще жив. И, более того, печень не болит, потому что в ней нет нервных окончаний. Как и почки, помните, как и суставы, опять-таки, аналогии провожу, нет нервных окончаний. А вот уже, соответственно, желчные протоки, это другой вопрос. Там огромное количество нервных окончаний, поэтому так и болят. Так же, как и мочевыделительная система, если аналогию провести, соответственно, мочеточники, и так, как камень идет, и там, и там боль адская. Именно потому что там гигантское количество нервных окончаний. Ну, значит, конечно, печень участвует в детоксикации, в детоксикационных процессах. Это значит, что она расщепляет яды, токсины, которые попадают в кровь. То есть, соответственно, откуда они могут попасть? Ну, откуда? Помните, мы говорили про почки, что если человек дышит, вот токсикомания, да, дышит, допустим, какими-то, ну, неважно, случайно, там, жгут пластик, он дышит. Куда эти страшные яды, фенолы, диоксиды, куда идут? Они идут в кровь, они идут, соответственно, с кровью. Куда? В печени, в почке. Страдают, в данном случае, больше в почке. Ну, а печень больше страдает, и сейчас объясню, почему именно из-за того, что идет из кишечника, попадает в кровь. Так вот, все погибшие вирусы, бактерии, все, которые погибли в кишечнике, они выделяют яды, яды всасывают, соответственно, куда? В кровь, через тонкий кишечник, толстый кишечник, идет все это непосредственно сразу, прямиком к печени. И печень должна связать это огромное количество ядов. А если человек, помимо этого, выпивает алкоголь или, допустим, принимает какие-то другие яды, курит, а ведь алкоголь, как известно, является жирорастворителем универсальным, и те яды, которые не могли раствориться еще, были вода, ну, скажем, нерастворимые, они бы еще и вышли из кишечника. Но если человек по глупости, невежеству, идиотским, так сказать, каким-то привычкам и так далее, по наркотической своей зависимости уже в более позднее время, да, так сказать, все-таки принимает, а плюс к тому ест все подряд, ну, кто пьет, ясно, что и мясо ест и так далее. Так вот, соответственно, то эти многие яды, плюс к тому, что он подышал с магистралей улиц, там, многие соединения тяжелых металлов, то, что раньше еще бы не растворилось, и часть бы вышла из прямой кишки, да, с калом, но это уже растворяется. Очень многие соединения уже растворяются, в том числе дегуть, прочее, даже когда человек курит, там, какие-то соединения бы еще не всосались, а они теперь всасываются через кишечник, и печень травится еще в большей степени. Ну, я уже не говорю о вирусах, это когда мы дойдем до гепатита, то как раз про вирусы будем говорить. Про паразитов и их гибель, их токсикация, которая вселится и в кишечнике, все идет в печень. Ну, и печень является приемником, инкубатором огромного количества паразитов, но об этом мы поговорим ниже. Хотя у меня была, вы помните, даже две темы, два выступления про паразитов. Очень сильные 13 мая, рекомендую, кто не смотрел, обязательно потом посмотреть. Есть и инфопродукты 5 и 6. Вот, теперь дальше, что еще нужно обязательно сказать про печень. Значит, конечно, для нее особо опасны цитостатики. Вообще, вот антибиотики, конечно, но цитостатики – это, как и следует само название, такие вещества, которые часто врачи выписывают при определенных, конечно, болезнях, которые останавливают рост клетки. Фактически, ну, цитостатики – это и приводят, в том числе и они приводят к раку. Вот, гормональные препараты очень опасны, и, конечно, желательно без них обойтись. Обойтись почти всегда, можно уверяю вас. Ну, и, естественно, лабораторного происхождения, и то, что случайно мы вдохнули или приняли, сами того не подразумевая. Значит, ну, соответственно, все эти яды печень старается переработать. И с помощью определенных ферментов, липидов перерабатывается в химические соединения, которые могут быть беспрепятственно выведены из организма. Но всегда и всему есть предел. И поэтому, так сказать, человек может так, что, собственно, и есть, другаться над своей печенью, что она-то не болит, и подсказок до определенного момента нет. А если и болит область какая-то, то есть тянет, тянет, это, значит, печень увеличена в размерах, и она уже просто давит на соседние органы, на сосуды, где уже где-то и рядом располагающиеся ткани есть рецепторы, и то, соответственно, боль уже такая, она тягучая, неострая. Так, хорошо. Итак, печень расположена за ребрами, в верхней правой части брюшной полости. И занимает она всю ее ширину, чуть выступает. Значит, состоит она из 80% клеток гепатоцитов. Ну и есть другие специфические клетки, которые, например, там синтезируют витамины, разрушают определенные клетки. Это уже мы позже разберем. И формируются в почках 4 дольки. Всего вообще, вот в каждой большой доле долек много. И всего их, вот этих участков, около 50 тысяч. Ну и, конечно, неотъемлемая часть этого комплекса сложного – это желчный пузырь, который расположен под печенью, прямо под печенью. Печень может даже запасать, кстати, кровь, как и селезенка, являться дополнительным носителем определенного объема резерва крови. Человек вообще, вот я говорю, может выжить просто в исключительно сложных условиях, когда действительно реально 10-20% осталось живых клеток. А так часто, кстати, и есть. Ну и, соответственно, если вдруг темп регенерации клеток не поспевает за разрушением их, то такое разрушение и, соответственно, преобразование вот этих пустот, которые образуются внутри погибших на месте бывших клеток, это переобразуется в фиброзную ткань. Ну, как бы, будем считать, что это как будто цементом замазали дырку. То есть, вот эта фиброзная ткань – это и есть цирроз фактически той или иной степени, а цирроз – это вещь серьезная, потому что перерожденная фиброзная ткань, которая называется циррозом, превращается потом постепенно в онкологию, если ничего не делать, не изменить. Так вот. Так, значит, теперь давайте дальше. Сейчас я вам включу еще кадр. Ну и, кстати, я вообще хочу сразу сказать вперед, вот просто вперед, что вообще люди даже не представляют, насколько огромное количество, какое заболевание связано с непосредственно плохой работой печени. Это ведь, ну, скажем, это даже остеохондроз позвоночника. То есть, казалось бы, как? А вот связано с заболеванием суставов, кожи. Ну, кожа суставов мы еще с вами проходили, понятно. Тем более, когда клетки печени начинают, как бы это сказать, забиваться, разрушаться, мембраны засариваются, как в почках, то это питательное, это даже не питательное, это субстрат уже. И вообще погибшая любая клетка – это субстрат для бактерий, вирусов. Ну, вирус поселяется в клетку непосредственно. А вот грибковые инфекции, они часто в лимфе в основном. Вирусы только по лимфе могут идти. Все равно их цель – клетка, чтобы там изменить программу, чтобы, используя чужеродный строительный материал, реплицировать свои из РНК и, соответственно, печатать свои клетки, передавая с огромной скоростью, размножаясь, мутируя. Почему бесполезны прививки вообще от вирусов? Идиотизм. Просто от научного никакого понимания – это просто бесполезно. Скорость мутаций выше, чем скорость любых вакцин. Тем более, вообще вакцинация современная – это контролирование численности населения планеты. Меня волнует наша страна в первую очередь. Поэтому это я со знанием дела говорю абсолютно точно. Так, хорошо. Поскольку печень – это действительно накопитель, распределитель энергии, то если человек чувствует слабость, вялость, постоянную такую вяло-текучую, то это очень прямой показатель зашлакованности печени. То есть даже после сна, когда человек хочет, все равно разбитый встает, и так завтра, после сна – это точно. 100% печень в той или иной степени забита, зашлакована. Что там – это надо выяснять. Но это мы уже будем позже говорить дальше. Значит, конечно, одну из самых, ну и больших опасностей, объясню почему. И самое привычное дело, конечно, это желчные камни. Почему, как они образуются, какие бывают, это все мы с вами чуть ниже, в общем-то, рассмотрим. Я вам потом еще, потом в инфопродукте, который подготовил для вас с большим трудом, скажем так, там есть и маленький ролик, ну, профессиональный такой, по печени, опять-таки, функции, ну, чтобы вот это вот еще раз за там несколько минут прям увидеть на видео, а не на фото. Хотя сегодня будут очень хорошие фотографии, очень интересные схемы, но все сейчас увидите по порядку. Значит, вот вы видите, здесь на картинке показана функция печени, то есть вот можно посмотреть. И, кстати, и вот, кстати, синтез B12, ну, он больше B12 там накапливается, на самом деле синтез идет все-таки, и он должен идти в тонком и толстом кишечнике нашей микрофлорой, но это, так сказать, так, сейчас я еще, вот мне подсказывают, мышки не видно, вот, сейчас, секундочку, задать, это я что-то не то нажал, мышка, мышка, а, сейчас, 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 секундочку, я вот мышку, а, вот она, вот так вот, видно теперь? Теперь видно, отлично, теперь, ну, теперь будет видно мышку. Так, хорошо, ну, и вы видите, что в Белково, в общем, я, вы просматриваете, потому что понятно, что между тем, что я говорю, что-то можно успеть и прочитать, ну, я вам сразу хочу сказать, я учел то, что меня просили, и я теперь в инфопродукте, вот, там есть все те слайды, что есть в презентации, причем они также хронологически выстроены, логично, только там гораздо больше, безусловно, информации, и слайдов больше, но эти все будут, поэтому, значит, если я даже перелистну что-то быстрее, как бы, ничего страшного. Давайте дальше пойдем, мы не будем на этом слайде долго заострять внимание, и вот тут уже, смотрите, тут вы увидите, во-первых, что мы здесь видим, печень в разрезе, видно артерии, вены и прочее, видно лимфатическую систему, видно, ну, а второй кадр, где 1, 2, 18, это кровеносная система, малый и большой круг кровообращения, малый, напомню, это легочный, и, соответственно, большой круг, это уже вот доставка в ткани всего нашего организма, кислорода и газообмен, и обмен веществ. Вот тут подписано, вы видите, 1, 2, все хорошо видно, а я пока вам расскажу, что. Значит, печень вообще получает кровь действительно из двух источников, и это обусловлено ее особой важностью, безусловно. Так вот, 80% крови поступают, да, из тонкой кишки, как я уже выше сказал, вместе с питательными веществами. Кислорода там не очень много, это происходит через печеночную воротную вену, и, конечно, кислорода, понятно, мало, но, ну, как вообще в венах, это в артериях их много, но действительно много питательных веществ, понятно, потому что откуда? Из кишечника. А вот 20% крови поступает от сердца, и вот это как раз насыщенная кислородом кровь, которая от артериол, то есть это малюсеньких капилляров артерий, они называются артериолами, а в легких самые маленькие капилляры называются альвеолами, и я вам даже вот покажу, они вот легкое одно, и вот второе, и вот синеньким вот здесь, конечно, так тонко здесь не увидим, но точечки представим, это альвеолы, и между капиллярами малюсенькими крови и альвеолами легких происходит диффузия, то самое, что происходит в обратном осмосе, про который мы говорим, про воду, потому что обратный осмос – это проникновение растворителя через полупроницаемые мембраны, мембраны липидные, жировые, а их выстраивать должна, то есть тут тоже печень играет самую прямую роль, а вот эта диффузия между капиллярами крови и альвеолами легких происходит путем газообмена, понятно, из-за разницы в давлении. Так, ну а в этом подробно, когда будем эти системы разбирать. Дальше. Так вот, после обмена кислорода и питательных веществ, кровь собирается действительно в печёночную вену, и далее в нижнюю полую вену, мы потом подробнее на другом слайде это увидим, и эта кровь поступает уже куда? В правое предсердие. И в правое предсердие, значит, это, конечно, является частью большого круговорота. Значит, синусоиды идут внутри, если посмотреть печень, параллельно ардиальным пластинкам рядов клеток печени, это как раз отводы печёночной артерии воротной вены. И схемку вы видите, а я переключу вам дальше. Здесь тезисно изложено примерно то, что я говорил, поэтому долго на этом останавливаться не будем. Это у вас тем более, что будет потом информация. Вот пару слов про воротную вену. Так. Но мы сейчас рассмотрим на более подробной схеме, на более подробной. Вот на этой. И смотрите. Значит, действительно, скорость оборота крови через печень колоссальная. Вот до двух литров крови протекает в печень. Только подождите сейчас. В минуту, тут ошибка. Не в час, в минуту. Две с половиной тысячи литров в сутки протекает через печень. Это колоссальная скорость кровотока. Она вот таким образом фильтруется. Представляете, с какой скоростью. И если фильтр засоряется, то давление с той стороны большое. К чему приводит, это мы поговорим. Ну и безусловно, если человек принимает какие-то лекарства химические, яды, алкоголь, то они, эти яды, растворяясь в воде, поступают в печень. И, как говорится, печень вынуждена включать все свои возможные резервы. В результате в печени что происходит? Часть клеток отмирает, образуется фиброзная ткань, замедляется кровоток и, соответственно, замедляется сама скорость фильтрации. Если действительно в печень может зайти, условно, литр-полтора, выйти, допустим, литр, то часть крови, так же, как все аналогии с почками, потому что там фильтр, тут фильтр, остается где? В нижней части, соответственно, организма. Потому что подвод идет снизу. И, кстати, вот вы посмотрите, видите, от кишечника, от всего, вот эти синие, это вены, и вот в нижнюю полую вену, извините, в воротную вену это все собирается и идет, и желудок, все опоясано. То есть это, вот, поэтому до печени очень быстрое расстояние, короткое, от сердца, буквально до печени, так сказать, там, сколько, буквально там, 30 сантиметров, 40, поэтому все происходит очень быстро. Поскольку кровь вообще поступает в печень снизу именно, да, вот вы видите, печень снизу, вот как бы, то что происходит? Происходит застой крови в нижней части тела и происходит, избыточное давление нарастает, где в сосудах, разумеется, вот здесь, вот здесь и ниже, вплоть до конечностей. А и чем ниже, тем выше давление, а чем ближе к пальцам ног, тем вены мельче-мельче, капиллярчики, соответственно, скорость еще замедляется. И что наступает, начинается? Варикозное расширение вен, нижних конечностей. А у, соответственно, ну еще очень часто, особенно у мужчин, ну потому что мужчины, как правило, больше пьют алкоголь, чем женщины, все-таки пока еще, очень, ну и другие причины есть, очень часто еще геморрой. А геморрой это варикозное расширение вен, именно вот, так сказать, прямой кишки. Так, очистить печень и восстановить ее, задача непростая, но возможная. И вот только в этом случае может все пройти. Ну, если клетки уже фиброзной тканью замещены, это сделать еще сложнее. Хотя, опять-таки говорю, печень уникальный орган, и у нее мощнейшие регенеративные способности, это возможно. Значит, так вот, прямое следствие всех этих нарушений, о чем мы говорили, это вообще, это общая группа заболеваний, ну, скажем, это даже такое явление, состояние печени, называется печеночная недостаточность. То есть, когда вот ей не хватает, чего? Кислорода, кровь не проходит в должном количестве и так далее. То есть, и недостаточно, она функционирует и выделяет, перерабатывает определенные вещества соединений. То есть, неэффективная работа. Конечно, это все через питание. Это именно через питание. Так, ну, и, соответственно, вот давайте посмотрим, что там у нас дальше идет. Ну, а дальше как раз к слову, как раз вот к тому, о чем я говорю. Вот посмотрите, что мы тут видим. Мы видим вот такую смешную картиночку, где висят, ну, это безусловно не продукты питания, это извращенные суррогаты, что придумал человек и почему-то назвал продуктом питания. Видите, все кругленькое, все пенистое. Ну, и вот здесь у нее в животике тоже все кругленькое, пенистое, и вот этот вот кругляшок перейдет вот в эти кругляшки. Это если так я утрированно и смешно, умилительно, да? И вот эта прелесть приведет к тому, что будет внизу, другие слайды. А нам надо вот что. Нам нужно, вот, вот наш рацион. Вот это вот, понимаете, фрукты, овощи, зелень. Ну, особенно для информации для тех, кто вот первый раз будет смотреть, да? Но это концентрат минералов, это концентрат энергии в виде углеводов, причем даже крахмал, в отличие от вареного, который мы поварим, крахмал, который содержится как концентрат углеводов, как полисахарид, который обязательно, спокойно, в нашем организме, если он в сыром виде, в естественном, превратится в глюкозу, все организм будет сделать гораздо проще. Если структура не разрушена, если минералы целые, и вот это вот живое питание для живых людей, чтобы вот такой, как идеальный контур, идеальный цвет, вот такой, причем он хорошо передает, вот именно, хоть эта картинка, однако цвет печени, вот, какой должна быть. Так, ну, пока пусть картинка, ну, давайте, давайте вот эту сейчас включим. Тут показана метаболическая функция печени, а вообще вот таких картинок будет несколько, но уже, там, дополнительно, скажем так. Так, и вот давайте посмотрим, какие функции, вы пока смотрите табличку, я вам расскажу. Во-первых, это запас витаминов. Каких? Жирорастворимых. А, Е, Д, К. Это все основная функция печени. Запас. Значит, потом, ну, запас вода уже растворимого, не жирорастворимого, а водорастворимого, и витамина В12, допустим, других групп В. Это обмен железа, меди, как я уже говорил, накопление многих минералов, очень важный минерал селен, без которого, ну, это мощный антиоксидант, без него, так сказать, иммунная система ослабевает сильно, цинк тот же, да? значит, синтез белков, в том числе, ну, например, печень разбирает эритроциты, печень синтезирует, в том числе, гемоглобин. Помните, я подробно рассказывал про гемоглобин и хлорофилл, и отличие, что один ион всего лишь разница, атом, вернее, в одном железо, в другом магния, а В12, там, соответственно, кобальт, да? Атом кобальта, кстати, интереснейшая была, ну, я так считаю, я надеюсь, вы тоже между собой перепишетесь, скажете, кто не смотрел, лекция по, все-таки, вот, прошлое по воде и печени, потому что я там дал очень сильные, вот эти вот, причинно-следственные связи и аналитику. Так, значит, дальше, это синтез, конечно, фибрина, это белок, который превращает в фибриноген, то есть, ну, скажем, участвует в восстановлении структуры поврежденных сосудов, да, это альбумин, это белки, плазмы крови, все, это ферменты, в общем, дальше, печень, конечно, фильтр, это, ну, который нейтрализует и выводит опасные яды, и фенолы, и этанолы, и ацетоны, и так далее, поэтому есть ацетоны много, что печень не справляется, это уже запах, это уже и почки не справляются, это выходит все, то есть, так сказать, соответственно, у кого-то вот, когда пахнет смочой ацетоном, это, или изо рта, это вот признак очень серьезной интоксикации, вот, ну, и токсины, например, кстати, аммиак тот же, продукт, кстати, распада белков, аммонии, азот, вот, это превращается в мочевину именно в печени, и уже в почки, передается, и почки с мочой это выводят наружу, да, вот, значит, печень нейтрализует избытки гормонов, витаминов, ну, и так далее, и так далее, значит, печень участвует, и она образует желчь, которая потом стекает, и концентрируется в желчном пузыре, но об этом мы поговорим позже, и не правы все-таки те, которые говорят, что, даже уважаемые люди, что желчный пузырь, это всего лишь хранилище желчи, нет, не только, не только петь желчи, которая находится в желчном пузыре, у кого он, слава богу, есть, и желчи, которая выходит из печени, она немножко разная, и я в этом, и дело не в том, что она сама по себе имеет другие концентрации, об этом я скажу, а в другом, и вот это очень важный момент, я, конечно, не забуду, но если вдруг, что предупреждал, что я сегодня могу подтормаживать, то вы тогда, так сказать, мне напомните, и это очень важный момент, так, но это будет уже ближе к концу вебинара, дальше, значит, итак, необходимое, да, желчек, это просто необходимое вещество для, во всей системы, вообще для пищеварения, и для активации многих ферментов, других, во-первых, печень запасает все жирорастворимые витамины, это А, Е, Д, К, и водорастворимые некоторые, В1, В12, там, печень участвует в обмене железа, меди, как я уже говорил, в накоплении минералов многих, и цинк, и селен, и так далее, синтез белков, безусловно, в том числе гемоглобин, и фибрины, вот эти фибрины, белки, которые сворачивают кровь, которые участвуют в склейке, как пластыри при повреждении сосудов, это иммунные белки крови, плазменные белки, альбумин, прочие, это множество ферментов, конечно, печень является мощным, и главным фильтром, который нейтрализует, и выводит опасные яды, которые как-то могли в организм попасть, в виде там, любых там, этанолов, фенолов, ацетона, да, и различных токсинов, в том числе аммиака, это очень сильный токсин, а что такое аммиак, это азот, это продукт распада белков, который белки, в процессе своего утилизации, печень превращает в мочевину, и передает как бы почкам, и почки уже выводят мочевину, значит, с мочой, соответственно, наружу, то есть, вот это такая тесная прямая связь почек, с печенью, безусловно, и опять-таки, это нам говорит о чем, но почему у многих ацетон повышен, почему много мочевины, да потому что, ну чрезмерно белков много едим, не нужно, еще будет одна очень важная функция печени, но я сейчас нарочно не скажу, позже скажу, но про эти белки, вот вы заметили, да, будь то лекции о почках, о воде, о любых темах, там, паразитов, мы всегда с вами возвращаемся к белкам, потому что каждый тонкий фактор, каждый очередной намек нам говорит сама природа в своем естестве, в каждой структуре органа функции, что, ну, не нужно их столько, что вообще не белки, нужны аминокислоты, ну, вы все знаете, кто нет и слушает эту лекцию почему-то в первый раз, но другие мои не смотрели, обязательно посмотрите от 18 июня, лекцию, чтобы вы просто поняли азы, так, значит, печень, это образование желчи, безусловно, желчь образуется в самих клетках печени, истекая по протокам в проток общий, который делится и отделяется через клапан, идет на желчный пузырь, где, собственно, и концентрируется, хранится желчь, но я потом расскажу, поясню, что ведь не только желчь, она не совсем одна и та же, там другая в желчном пузыре концентрация, нежели чем в печени, и действительно некоторые даже очень умные, нормальные люди, врачи говорят, что ну ничего страшного, это всего лишь хранилище, это не совсем так, и я потом объясню на функциях, почему это не совсем так, но это позже, когда мы будем желчный пузырь разбирать. Так, ну хорошо, у любого, понятно, органа есть запас прочности, и, конечно, этот запас прочности имеет и печень, и, безусловно, нам нужно ее беречь, потому что без нее здоровья не будет вовсе. Потом, конечно, энергообмен, это очень важная функция печени, и запас гликогена, о чем я говорил, животного крахмала, то есть, если в растительном царстве крахмал, вот, например, корнеплод, допустим, картофель, для чего нужно, а чтобы потом, посмотрите, даже при неблагоприятных условиях, воды нет, там практически, питательных веществ, а какие огромные ростки идут, и вот, потому что он распадается на глюкозу, на простые сахара, которые уже непосредственно участвуют в проценте роста, а дальше фотосинтеза и так далее. Так, липидный обмен, жировой, это, это, это синтез эфиров, это синтез холестерина, и, собственно говоря, фосфолипидов, липидов, липопротеидов, комплексов с белками липидов, да, это весь контроль липидного обмена, это печень, значит, это синтез пигментов, в том числе билирубина, да, значит, это синтез желчных солей, кстати, PH желчи в норме 8,6-8,8, это сверхщелочная среда, это секреция и продукция, собственно, самой желчи, да, ну и, кстати, у плода, например, то есть, когда матери беременны, у нее ребенок в чреве, как говорится, то у плода еще кроветворные функции печень на себя берет, значит, какие симптомы, какие главные симптомы проблемы с печенью, это, конечно, слабость, слабость, вялость, вот постоянная слабость, проснулся, опять не выспался, слаб, это гарантированно уже есть проблема с печенью, значит, всегда при гепатитах, при циррозе, всегда слабость, ну и даже при общей печеночной недостаточности тоже, потому что сразу энергобин страдает, энергии не хватает, разумеется, значит, какие симптомы, теперь давайте поподробнее немножко, это тошнота, это различная, значит, это всегда с печенью связанная тошнота, это слабость, постоянная утомляемость, да, укачивание мигрени, сухость, там может быть, рвоты, ну, рвота, это всегда с печенью проблема, то есть, или отравление, или что, но всегда с печенью, приступы злости, агрессии, или постоянные раздражительности и прочее, но косвенный признак тоже, значит, запах во рту, ну, это может быть лимфа, значит, с желудком, но вообще это, как правило, печень тоже, значит, если плохой загар, плохой, вот ты загораешь, а, так сказать, все равно не загор, не получается, это точно показатель, что проблема с печенью, если сосудистые звездочки какие-то есть, однозначно, значит, если очистить печень, вот если ее восстановить, вернее, структуру, дать возможность печени восстановиться, дать возможность, а мы поговорим, как это сделать, то пройдут все эти болезни и пройдут вот эти, те внешние проявления, которые говорят именно о проблемах с печенью, в том числе пройдут и пигментные пятна, и сосудистые звездочки, и так далее, и так далее, значит, если тяжесть в правом подреберье, при растяжении, как раз бывает, это капсулы печени часто, если потемнение мочи, если обесцвечивание калы, ну, это одно из проявлений желтухи, например, вот, значит, если увеличен размер живота, при том, что нет паразитов, прочее, прочее, тоже, это так называемые осыды, значит, повышенное давление в системе воротной вены, по которой, собственно, венозная кровь поступает в печень, это вот, из-за этого происходит, вот, если зуд кожи, постоянный такой, тотальный, и это как раз, и, кстати, если этот зуд увеличивается на ночь, к ночи, вечером и ночью, вот, это очень четкий фактор, который из-за этого живет, ну, и, конечно, желтизна склер, то есть, это белки глаз, они становятся желтоватые, то есть, что говорит о том, что желчь, по какой-то причине, идет не в систему пищеварения, а просачивается в кровь, в лимфу, и разносится, и, собственно, вот, это происходит, да, это бывает часто, при определенных заболеваниях, которые мы потом с вами разберем. Ну, конечно, вообще проблема какая? Проблема огромная в переедании, в лишнем весе, в ожирении вообще нации, в том числе и наши, сейчас уже, мы все над американцами шутим, уже у нас уже, что в этом плане происходит. И, конечно, здесь на первом плане, на первом месте стоит убежден, ну, как бы психологические проблемы, что мы есть, надо, есть хотим, бабушки все время заставляют, так сказать, внучек и внучков, чтобы еле росли, и наседают, и порой человек не хочет, а вынужден, а потом просто уже и хочет, и привычка, и потом уже зависимость, ведь у нас как, действительно, любые праздники, хоть ты там устал, нет, но съешь, сядь и это сказать, вот и так далее. Но уж если на столе алкоголь и прочее, то тут, как говорится, я говорил в начале, в самом, да, вот, ведь ни в коем случае, человек не хочет, не надо заставлять, может он попить хочет, может он ничего не хочет с вами за компанией, вот это очень важный момент. В общем, надо понимать, что жир, это вообще любой жир, в наших тканях, вот в человеке, это концентрат тоже энергии. Первый, это гликоген, дальше идет, концентрируется там, жировой ткани, энергия. Если человек ест много сладкого, углеводов, крахмалистых, то это, оно не потребляется столько, он не двигается, современный человек, да и вообще это невозможно. Какие там 3-4 тысячи килокалл, это просто, и полутора много, порой, кто сидит за компьютером, или, так сказать, малоподвижный образ жизни, куда уходит эта энергия? Она откладывается в жир, безусловно. Мало воды человек пьет, в жир тоже запасается, потому что это еще запас воды, к тому же. Вот так. Так что, вот, есть надо, короче говоря, подытожив этот, как бы, маленький подраздел, только тогда надо есть, когда действительно в этом есть потребность. Из-за стола надо выходить чуть-чуть голодным, как еще Федор Григорьевич Углов, его в свое время мама приучила, да вообще раньше в народе русском всегда это вот было, так сказать, чревоугодие же никогда не поощрялось, и чуть-чуть, чуть-чуть надо выйти, не доесть, скажем так, это всегда лучше, чем переесть. Вообще, я не буду сейчас говорить о теме холестерина, вы посмотрите потом в инфопродукте, кто приобретет, я, единственное скажу, что вообще холестерин, он не так страшен, как вот говорят, как на него все кидались, и тут права и огонян, и многие другие, но опасен его переизбыток. Вообще холестерин, ну давайте вкратце, он нужен для чего? Он для встроения клеточной мембраны, для производства гормонов холестерин нужен, именно холестерин – это животный жир. Но другой вопрос, что мы его можем синтезировать сами, и из углеводов, и из белков, и из жиров, других или там, то есть это не незаменимый продукт, компонент. Более того, организм его при неправильной работе может столько синтезировать, вот из углеводов тех же, что он будет уже отравлять наш организм. Так что не буду я сейчас говорить, что есть какой полезный и вредный холестерин, мы об этом обязательно поговорим в другом нашем вебинаре, когда я буду разбирать кровеносную систему. Вот тогда мы с вами о холестерине подробно все поговорим. Значит, давайте не буду. Тут есть еще интересная информация о холестерине, но поскольку мы очень много времени потеряли, не будем сейчас. И я сейчас не буду говорить об очень разных интересных фактах, но, например, таких как, что, представьте, вот что печень, скажу один, что потребляет в 10 раз, в 12 раз больше кислорода, чем любая мышца нашего организма той же массы. А ведь, как известно, мышца, это вообще поперечно-полосатая мускулатура, которая разгибается, которая потратит больше всего энергии, в том числе сердце. Это, там больше всего митохондрий, но, конечно, не сравнить с печенью. Так вот, печень как раз потребляет в 10 раз, потому что окислительные процессы в ней идут с колоссальной скоростью, ведь вы помните, какое количество крови проходит за единицу времени через печень, на это требуется очень много кислорода на процессы окисления. Ну и, соответственно, печень, она, конечно, одна из важнейших функций, это она ответственна за производство жирных кислот, которые необходимы для переваривания жиров. Вот так. Ну, и остальные интересные факты вы потом прочтете. У меня, я специально их подготовил, отдельно выделил. Значит, болезни печени. Давайте с вами будем в следующий переходить слайд. Значит, болезни печени. Вот вы видите перед собой табличку, и, ну, здесь в данном случае вот в середине стоит как бы цирроз, как конечная, ну, почти конечная стадия перерождения клетки, да, то есть это та самая фиброзная ткань, которая замещается когда-то живая клетка, да, потому что она погибает, не справляется, образуются пустоты, потому что печень быстро выносит мёртвые клетки, по крайней мере, на первых порах, пустота, пустота не должна быть, зарастает белком, зарастает соединительной тканью. Теперь, значит, смотрите, так, сейчас я вам цирроз, ну, давайте сразу, значит, перейдём в печёночный, вот посмотрите на эти фотографии, вы видите здесь классический цирроз слева, справа это просто картинка в разрезе, ну, как бы, а вот это вот реальная фотография, ну, и, соответственно, вот здесь сидит тоже круглый, почему-то такой мужчина, с тоже круглой, огромной бутылкой, вернее, извините, я не знаю, как это, чашкой, да, пивной кружкой, вот, и, ну, естественно, пульт, то есть классика, классика жанра, то есть энергии тратит ноль, ну, так, условно, мягко говоря, да, и зато, вот, так сказать, в себя вхлебывает, ну, а справа это ноги, ноги, эффект уже тут уже, и гангрена, тут уже, может быть, и страшные желтуха, и вирукозное расширение, и там уже все, непроходимость кровообращения нарушена, и лимфоотток страшен. Так, значит, вот есть еще такие купферовские клетки, да, которые, я вот помните, говорил, что есть несколько типов, я про них не рассказывал, но вот у них функция, вот у этой группы клеток печени, это захват нейтрализация старых клеток крови, но, к сожалению, когда проблема с фильтрацией нарушена, с утилизацией нарушена, то на себя берет функцию по утилизации, например, тех же эритроцитов, всю селезенка, она часто увеличивается, и, собственно, не справляется. Если увеличена селезенка, гарантия, что с печенью там просто катастрофа. Так, значит, так вот, давайте так, значит, чуть-чуть я пропущу, что хотел сказать, не все скажу, но чтобы сказать главное, потому что самая интересная и важная информация впереди. Что происходит, когда фильтрация печени снижается? И организм просто травится, во-первых, продуктами распада своих же клеток, разрушающихся, травятся ядами, поступаемыми из кишечника в процессе пищеварения. Возрастает нагрузка, безусловно, на почки. Ну и, соответственно, что может происходить? Вот лопаются микрососуды, капилляры, в конечностях в первую очередь, появляются даже кровотечения, могут быть сосудистые вот эти звездочки, из прямой кишки, может быть, естественно, давление это высокое, давление там, а стенки сосудов истончаются, хрупкие становятся. Двойная и тройная нагрузка фактически идет. И в итоге, может быть, и тромбофлебит, ну, вот, собственно говоря, и много чего прочего. Значит, труднее с фиброзной тканью. Вот это проблема, потому что кровоток сильно нарушен, и вот, собственно, печень просто так, ну, в общем, не прочистить сразу. Это шаг за шагом, это работа. Хорошо, что клетки печени могут регенерироваться, и у них очень высокий темп этой возможности, потенциальный. Но правильная методика заключается в том, что сначала нужно всегда обследоваться. И, конечно, обследоваться на паразитов, вирусов. Что еще? На что? На простейших могут жить лямблии, например, в печени, и это очень большая проблема. Я, хоть и касался, когда мы говорили о паразитах, но сегодня я коснусь отдельно и пару слов скажу о лямблиях, о пистрахах, о некоторых нюансах. Ну, ближе к концу. Вот. Так. Ну, вот мы видим, собственно, проявление какое? Здесь это гепатит всех. Ну, есть еще D, E. Вот D, тут указано E, нет, но не будем такие сложности. Вот посмотрите, справа верхнее правое фото вот как раз желтой кожи, желтый белок глаза, желтое тело. В середине вы видите на фоне руки доктора видно, что, так сказать, просто желтый человек стал. Вот это вирус слева верхний и снизу левая картинка это вот вирус в разрезе и теперь мы видим посерединке в нижнем ряду причины основные, но тут B, C в основном и сейчас я вам расскажу по порядку. Гепатит А. Ну, это вообще болезнь Боткина. Гепатит А это чисто инфекционное заболевание печени, которое, конечно, вызвано безусловно вирусом А, который, кстати, присутствует в воде. Помните, я говорил, что вот вода на природе там, ну, кажется, неизвестно где, не пейте и не дай бог зачерпнуть, можно, знаете, когда ребенок купается в каком-нибудь там водохранилище или пруду грязном, жарко, там не только лямблии, гарантированно, там еще и вирус гепатит А передается через воду бытовым способом, через рукопожатие, то есть это как раз это нарушение правил гигиены, это бытовой гепатит, его так и называют. Если человек болел когда-то гепатитом А, вылечили, допустим, в стремной латентной форме остался, но такой человек уже будет переносчиком, он сам может в активную форму не проявляться этой болезни, но если, запомните, кровь человека, который перенес гепатит А, попадет в организм другого человека, то этот другой человек заразится, но уже не А, а Б, либо С. Вот этот момент мало кто об этом вообще говорит, имейте это в виду. Значит, еще раз, гепатит А это грязные руки, грязные поверхности, это не кипяченая вода, неизвестно откуда, если она неизвестна откуда, да, это нарушение вообще санитарии, гигиены, как правило, у детей часто, это может быть, это детские сады, это дети берут в рот, не думая, а родители не учат, не объясняют, я, например, над этим бьюсь, я объясняю, тут у меня, чтобы пришли руки, помыли, руки, потом это входит в норму, в туалет сходили, до туалета помыли руки и после туалета помыли руки, игрушки откуда-то кто-то подарил, неси отдельно, там, ну, значит, там, дети маленькие могут дарить, я говорю, мыть, дезинфицировать, потом можно играть, ну, а как иначе, ведь это все серьезно, ну, лучше, знаете, здесь нельзя перестраховаться, здесь всегда будет мало, хорошо, дальше, значит, я в продукте еще, в инфопродукте очень, ну, подробно говорю, как медики диагноз ставят, то есть, по каким признакам, сейчас не буду, значит, как врач оценивает состояние органов систем, да, какие методики, на что направляют, я сейчас вам вот здесь вот, наверное, как раз по, да, вот посмотрите пока внимательно по гепатиту так, секундочку, вот по гепатиту А, пока почитайте, и тут, значит, я вам сейчас начну про гепатит В, вот, гепатит В, это, конечно, серьезное, уже более серьезное заболевание, С, тем более, еще опаснее, подробно, очень подробно, я описываю в своем инфопродукте, но, скажу вам общие вещи сейчас, значит, вот они, ВС, передаются через кровь, через, то есть, вообще вирусы, понимаете, что такое за группа организма вирусы, есть у нас все живые существа, а они живые, делятся на прокариоты и эукариоты, то есть, доядерные и ядерные, это у нас доядерные существа, они вообще жить вне клетки не могут, поэтому они всегда ищут клетку, и проникая в наши клетки, вирусы, вообще все любые, ну, в данном случае в клетку печени, они передают свою РНК-программу, реплицируются, то есть, удваиваются, причем удваиваются в сотни тысяч раз, буквально за, может быть, несколько часов, и так поражают клетку за клеткой, если подбирают ключ к замку, если все для них есть, если наша иммунная система не успела их атаковать, тут очень важен и интерферон, и другие специфические белки. Значит, так вот, возникают такие симптомы, да, то есть, вот, тошнота, боли в мышцах, это потеря аппетита, боли в животе, это, скажем, вообще гепатит приводит, конечно, к циррозу, потому что при гепатите, ведь, паразитируя в клетках печени, они разрушаются, клетки, и очень серьезно и быстро цепная реакция идет, особенно С, поэтому это приводит к циррозу, большое количество рубцов, а цирроз приводит к рамку, поэтому эта вещь действительно важная, от которой надо лечиться комплексно, методично, системно. Очень трудно подобрать грамотную систему, но можно, и я ее, в принципе, подобрал. Я потом расскажу, это все ниже, так сказать, вот что я включил в систему, в инфопродукт. Значит, смотрите, убить его вообще нельзя, можно только регенерируют клетки печени. По большому счету, если так сказать, вот что это значит. Клетки будут разрушаться, но нам нужно, чтобы, у кого это, не дай бог, заболевание есть, чтобы клетки печени быстрее восстанавливались, чем они разрушались. Если скорость разрушения превзойдет, скорость восстановления, то идет все к циррозу, а дальше, соответственно, к очень печальным последствиям. Если у человека такое есть, никаких, понятно, что здесь вы, наверняка, почти все, сыроеды, но есть люди, которые едят все подряд, которые только пришли, которые не в теме, и только в эти вопросы входят, хотят все это изучить. Ну, уж поэтому для кого-то это само собой понятно, но тем не менее, никаких, не то, что красителей, консервантов, ядов, уксусов, не дают, то есть, кроме воды, ничего, так сказать, это очень строгая диета, поначалу, где и жирной пищи минимизировать, никакой острой, минимум соли лучше исключить. ВС передаются половым путем, передаются через кровь, через капельницы, можно заразиться в стоматологии от алмазного бура, можно повредить слизистые, любые слизистые нашего организма, если хоть капля крови или выходит сукровица, можно через кровь, соответственно, в косметологии запросто. Так вот, С самый стойкий, проблемный вирус, ну, там, Д разновидность, неважно, не будем в этом, быстрота мутаций приводит к тому, что вакцины бесполезны, и это просто как факт. Лекарств не может быть, и прививок, только, понимаете, любая прививка это малая болезнь, уже провоцируется, а там другой штамп, а он еще мутирует, то есть, а прививка любая, с несущими компонентами, такими как силикат алюминия, там, ртуть, то есть, это добивать организм просто. Был один знакомый, который у меня работал сотрудник, у него отец, ему 75 лет от туберкулеза прививку, он заболел туберкулезом и умер, вот и все. Хорошо. Только, вывод какой, только иммунитет может справиться с гепатитами, особенно БС, ну, с любыми, с любыми вирусами, только, имейте в виду, да, через щетки зубные запросто, если чуть-чуть кровь будет, тоже может передаваться, у каждого своя, в гостинице, у каждого ребенка, в своем чехле, понимаете, вот это тоже, это правило гигиены, и поэтому неправильное питание, попадание самого вируса, забитые клетки печени, изначально камни в почках, в печени, они все могут привести к тому, что гепатит возьмет верх над организмом. Особенно, если в организме много накопленных шлаков, токсинов, если пища токсичная, если патогенная, а не симбиотическая микрофлора, паразитируют в кишечнике, вот это все как раз приводит. В общем, нужно понимать вот эти причинно-следственные связи, явления, и тогда многое можно с чем справиться. Значит, а если, извините, есть диетические паровые котлеты, и, так сказать, думая, что это поможет, ну вот, лежат, мучаются, какие деньги платят, какие деньги. Так, значит, я также просто параллельно говорю, что я пролистываю, потому что у меня, я теперь для вас, знаете как, вот по просьбам людей, многих очень люди мне пишут, я делаю так, что это, ну, я вот каждый продукт все совершенствую, совершенствую, чтобы он был более системный. Вот все, что я вам говорю, больше, чем я вам говорю, но не хочу сейчас терять время на тонкости, которые суть не изменят, а просто более глубокое, разобрать, C отдельно там, ремиссии, прочие все дела, да, как там, это вы все самостоятельно сделаете, я вам дал эту информацию, она идет связана в едином логичном виде. Кому лечение противопоказано? Это я тоже даю категорию людей, которые, медики считают, что противопоказано, хотя я тут подчеркиваю внизу, прям красным, что речь идет о химических лечениях, которые вредны, имеют побочные, колоссальные действия, потому что они пишут, что детям там младше трех лет, лица там и так далее. Я пометки делаю, в чем они правы, в чем нет. Поэтому я сейчас это только последнее скажу про гепатиты, что затраты на современное лечение, на год, вот от, например, C от 6 до 30 тысяч долларов в год. Ну, в сотни раз дешевле, в тысячи, в тысячи, в сотни, пролечиться, так сказать, грамотно, сейчас, извините, я отключу телефон, системно, используя мощные природные антибиотики, травы, специальные соединения, минералы мощные. Ведь наши предки всегда использовали то, что есть именно в природе, да и болезни это не было, а уж если были, лечили. И лечатся, и есть примеры тому и много. Ну, в общем, давайте подведем маленький итог по гепатиту. Итак, гепатит, понятно, разрушает печень. Нарушает поэтому работу печени, разумеется. Нарушает все функции, синтез, переработку, накопление, выведение тех или иных питательных веществ, токсинов и так далее. Значит, разрушается и весь организм. И очистка, скажем, необходима и желчного пузыря, регенерация, очистка, промывка печени. Значит, первое, с чего надо начать, это обследование. Потому что, если и гепатит, и, например, паразиты, и простейшие, или еще что, то это одна методика. Надо сначала устранять, если есть на то физическая возможность, конечно, паразитов, особенно, не дай бог, если есть лямблии, или аписторхи, которые просто едят печень. И если несколько факторов соприкасаются друг с другом, да, и то, и то. А врачи-то порой, ну, видят гепатит, ну, что там искать? Вот она, вот и все, вот, вот все остальное от гепатита, а там может быть о-хо-хо. Так, значит, давайте следующий кадр. Пока вы это посмотрите, я вам скажу дальше. Значит так. Но подробнее, вот это все, то есть первое, обследование, как и что, что это я расскажу чуть позже, лечение, методики, и, конечно, программа питания уже, и восстановление функции печени, питание печени, восстановление функции клеток печени. Вода тут играет самую прямую роль, активная, та самая, которую я подробно рассказывал на в тот раз. Потому что ничего важнее жидкости, которая может вынести шлаки, токсины, убить, вода участвует во всех микробиологических, циркуляционных всех процессах. Поэтому это важно. Так, я здесь у меня, у вас вы это не увидите, но, потому что у вас на картинке сейчас что показано? Ну, вот такие, понятно, гепатит, гепатит-стоп. Стоп, это, конечно, хорошо, только нужно понимать, как. Это я так, ну, для шутки, что называется, вот эти таблички, которых сейчас все заполнено, всемирный день, так сказать, борьбы. Как они борются-то как? Говорят просто. Вы видите, что в ядро поступает информация, то есть, соответственно, вирус, потом он реплицируется, но это примитивная, школьная, даже не школьная, карикатурная схема, для самого примитивного понимания. А я вам в инфопродукте дал схему серьезную, где идет трансляция, то есть, например, переписывание, то есть, когда вирусная МРНК переходит, как идет вот эта трансляция, ну, и, соответственно, неклеточный вирус, как он из клетки выходит, как синтезируется, как ДНК, ну, в общем, кому это будет интересно, тот посмотрит уже серьезную схему. Так, теперь, значит, итак, лечение, если мы говорим в общем, оно сводится к чему? К восстановлению иммунитета. И это касается любых вирусов вообще. Это уже только сильный иммунитет способен победить вирус. Для этого организм нужно питать тем, что ему не хватает. Это надо, соответственно, изучать. Но есть вещи, просто аксиомы, которые и так понятно, что всегда не хватает кремния, и он участвует в десятках, это минерал, процессов важнейших в организме, так сказать, селен и прочее, прочее. В программах, методиках там подробнейшим образом все это сказано. Очень важно, чтобы восстановить иммунную систему. Это просто рекомендация. Такая глубокая, сильная рекомендация. Это маточное пчелиное молочко. Потому что более сильного иммунокорректора на свете, ну, наверное, нет. Наверное, нет. И действительно, вот эти три института в Японии только маточным молочком занимаются. Ну, они очень серьезно продвинулись в этой теме. У меня есть кое-какие данные оттуда, но главное, чтобы оно было правильно собрано, заморожено, нигде не подразмораживалось, перевозилось тоже при минусе, и потом вы уже размораживаете, употребляете. У меня, если будет интересно, есть в моем сайте nadgard.com по биопродуктам, там есть раздел, и написано подробная методика, как работать с маточным молочком, как принимать, хранить, все вот это есть. У меня он тоже есть, но это, опять-таки, это перевозится, все ко мне приезжают люди, берут в замороженном виде. Даже вот и бутакова ко мне тоже приезжала, брала, ну, тоже довольно, очень понятно. Вот, хорошо. Никаких, если вирусы, тем более гепатит, животных продуктов. Минимизировать нужно жиры, заменить на масла, особенно льняное, расторопшее, особенно расторопшее, чесночное, салаты можно, но чесночное аккуратно, если желчные камни 7-12 мм, острые, или вот в этом диапазоне, то, помните, чеснок, самое сильное желчегонное средство, и можно спровоцировать выход камней. Поэтому нужно сначала сделать УЗИ, есть камни какого размера, опасны ли они для того, что могут пойти вдруг, я имею в виду камни в желчном пузыре, разумеется. Не смешивать томаты и салаты. Томаты посленовые лучше в этом случае не есть. Вот в этом, если есть конкретные камни, если есть гепатит, но это лучше всего. Я не буду сейчас подробно объяснять, почему, но так томаты не опасны, лучше их есть отдельно. Если есть эти парнии, так, сильно уменьшить потребление соли, специй, ну и пища должна быть, конечно, в этом уж случае, точно органическая, никаких нитратов, пестицидов, каждый дополнительный яд, каждый фактор, он будет убивать, он будет идти в ту сторону, как говорится. Значит, иммунокорректор, очень сильный интерферон, который должен вырабатываться, высвобождаться, врачи вот сейчас искусственные вводят, от животных, но это все неправильно. Значит, я очень интересные вещи про него там пишу тоже, про противобажи, так называемые методики, я расскажу тоже ниже, чуть ниже. Значит, упустим этот сейчас момент. Кому, вот кто вообще в вакцинах хочет разобраться, кто еще не знает, я думаю, большинство знает, но это вот врач-профессор, женщина-червонская, есть такая, вот посмотрите лекции, будет все понятно. У меня в блоге тоже там есть лекции, ее по-моему тоже. Так, сейчас я просто выбираю, чтобы вам сейчас лишнего. Значит, я очень сильный, я вам сейчас просто перечислю, некоторые иммунные, ну скажем, иммуномодуляторы, такие как и природные, и хиноцея, вероника лекарственная, молочай, ряска, кстати, это самое малое водное растение, расторопши, это, ну можно сказать, это номер один-два, вот так вот, расторопши, это солодка, горькая, клевер, красный собираются именно сами в соцветии, это алоэ, конечно, маточное молочко, но это вот просто в общих чертах. Значит, как про воду вы поняли, как пить, с чем, что это вы знаете, да, кто нет, посмотрит ту лекцию о воде. Значит, тут уже пошли сейчас у меня, просто передо мной, травы, варианты, и вот по гепатиту я хочу особо акцентировать, тот инфопродукт, который я вам в конце вот предложу, да, там я очень долго голову ломал и подробно расписал, подобрав, во-первых, из того, что реально достать, то есть, вот если это трава, например, там и хиноцея, клевер, вы можете это. Опять-таки, я ни в коем случае никогда, принципиально, сейчас подтверждаю это, повторяю, не навязываю никому коралловый клуб. Я только потому выбрал коралловый клуб, что я нигде больше не видел рабочие препараты, натуральные, по крайней мере, те, которые я рекомендую и знаю. А, пожалуйста, я всегда говорю, эхиноцея, трава, я описываю, как взять, как смесь, какое количество, как, ну, все поминутно. Клевер луговой, такое-то количество, что сделать через месяц, какие комбинации, в перерывах между чистками, какие тюбажи, с чего начинать, с легких, почему с легких, как подготовиться к ним. Вот это я подробно описываю. Вторая пара трав, расторопша-солодка, корень солодки. Опять-таки, кто не хочет возиться, просто кто не хочет возиться, есть готовые у кораллового клуба. Вот единственное, расторопши, по-моему, нет, я, вот что-то я, или у меня с головой что-то, но по-моему, нет расторопши. Ну, расторопши, значит, купить, я объясняю, как, как семена, как молоть, порошок не покупать, все-все-все рассказываю. Так, дальше. С чем лучше совместить эти травы попарно, и с чем их совмещается с дополнительными мощными средствами, такими там, как коллоидное серебро, как прочее-прочее. Сразу хочу, вот каждую лекцию говорю, уникальнейшее средство фам-детокс. Но когда гепатиты, особенно БЦ, там, это не значит, что человек пойдет, купит фам-детокс, у него все вот прям пройдет, да? Нет, потому что он должен быть в комплексе с эзофираном, в идеале, а не усиливает это воздействие именно селен активный, крем не просто необходим, как, как говорится, как воздух, да? Вот и тогда, но какие горечи, с чем, то есть вот система, она очень сложная, я действительно над этим голову ломал немало, и она там прям вот разбирается на полгода, полгода это, чтобы с гепатитами, ну реально, если вот это все делать, плюс адекватное питание, свежий воздух, чем больше факторов, положительных вы добавите к правильной методике, а я описываю какие-то факторы тоже, в том числе, хотя они для большинства и дому понятны, но тем не менее, мне говорят, нет, вы прям пишите, вот все вообще, я пишу, теперь я пишу, знаете, что я даже делаю? Вот мне даже сегодня были письма, что я не могу найти Silver Max, коллоидное серебро в коралловом клубе, я пишу, я теперь все, я пишу, вот артишок, можно не траву самому, слушайте, что делать, а заменить, есть кораллом клубе, артишок, код, 91 640, в скобках, вот все теперь расписываю так, чтобы просто, ну я не знаю уж, но я еще одну вещь интересную вам, именно впервые я такое предлагаю, когда буду про инфопродукт говорить, я вам расскажу, что я решила сделать, но чуть позже, это будет очень для вас приятно, для всех. Хорошо, вот я, два слова, цитомегаловирус, вот давайте так, если витилиго, такая болезнь, меня кто-то спрашивал, пятна вот эти, вот нарушение пигментации, это темные пятна, где-то там, я не знаю, на коже, это все вирус, в основном цитомегаловирус, его убрать, уничтожить можно, вообще, о нем, о вирусах, вот как у нас, о паразитах, о грибках, будет отдельный вебинар, о вирусах, чтобы мы перекрыли все инфекционные болезни, все паразитические, то есть, нам останутся, что, бактерии, я думаю, мы разберем с простейшими, их не так много уж опасных, ну, не так много основных, и вирусы, конечно, отдельно, но я и здесь пишу, если есть цитомегаловирус, что делать, так, хорошо, я даже пишу, здесь описываю, что делать, если будут в процессе лечения чисток, прочего, дисбактериозы, поносы долгие, еще какие-то проявления, значит, очистки организма, да, либо уж извините, если ведь люди есть в разной ситуации физического состояния, когда действительно это мощнейший идет, так сказать, разлад в организме, вот я пишу, какие совмещать, и как ферменты и пробиотики, да, все, не буду сейчас про это, потому что просто не, я не буду сейчас касаться, значит, подробно детоксикационной функции печени, я дополнительно это дал в инфопродукте, барьерную функцию подробно описал, функцию в пищеварении, очень серьезную, очень, там много всего интересного, ну, давайте дальше идем, вот у нас с вами, теперь, так, это у нас, сейчас, секундочку, какой же у меня номер, сейчас, а, ну, все правильно, и вот, пока вы смотрите табличку, я вам расскажу, значит, я уже говорил, что печеночная недостаточность, это общий такой термин, ну, и вообще, это состояние, если так формулировку дать, это состояние такой печени, когда гибнет вот такое количество клеток, что печень не справляется со своей нормальной функцией, работой, она уже не способна поддержать биохимические процессы на должном уровне и справляться со своими всеми задачами, а вот следствиями уже таких дисфункций являются что? Как мы это видим? Сонливость, усталость, помутнение, рассудка, дрожание конечностей часто, то есть не только Паркинсон, это соответственно, а, кстати, и он, как следствие нарушения работы печени, и там другие еще, это Альцгеймер, там, накопление силиката алюминия, это отеки, это, конечно, и почечная, кстати, недостаточно развивается, ведь тесно связаны почки с печенью, и все, печень страдает на себя, берут дополнительную нагрузку почки, а человек еще и в баню не ходит, и, так сказать, инфекцию не исследует, ну, понятно, кстати, падение уровня сахара в крови, вот, тоже бывает, но сама печеночная достаточность, кстати, в отличие от цирроза, она не нарушает структуру клеток, поэтому она легко лечится, легко изменением образа жизни и питания, но поскольку медики, они бы, как-то легко, потому что, конечно, если вы друзья останете, оставите медикам, я говорю, супы, и, так сказать, можно все, но только все вареное, перетертое, ну, вот и будет тогда, так сказать, ни шатка, ни валка, хорошо, желтуха, желтуха, она у нас может быть механическая, это когда, грубо говоря, да, сразу это проявляется, когда билирубин, вот этот желтый пигмент в крови, да, ну, и понятно, человек желтый, вот вы видели фото, возникает это тогда, когда блокируется движение желчи по каналам печени, оно может блокироваться уже где-то в печени, может блокироваться ниже в общем желчном протоке, вследствие, например, закупорки камнями желчного протока, ведущего, где соединяется вместе с 12-перстной кишкой, или, может быть, при деформациях структуры самих, например, почечных долек, когда камнями они деформируются, или когда фиброзной тканью замещается и проток перегибается, или сжимается, или просто замещается сам один за другим, тогда клетки печени лишаются возможности связывать, выводить из организма вот этот пигмент, вследствие чего вот этот желтый цвет мы и видим. И вот, кстати, сразу еще раз тут повторю, потому что я давно говорил, когда я рассказывал вообще о лечении соков, о том, что Поль Брэк говорил, вернее, извините, норма Нокер, норма Нокер. Морковка, говорят, желтеет, там другая причина, морковь это мощное средство, которое усиливает желчооток, выведение, чистку печени, и, конечно же, просто в кровь выбрасывается за раз такое количество порой, в том числе пигмента, вместе с желчью, когда просто выделительные системы, в том числе почки, не справляются, поэтому не волнуйтесь, есть и пить морковный сок, и это очень даже хорошо и полезно. Я объяснил там методику, когда можно, когда нельзя, и кому, и как. Значит, ну и, соответственно, эти излишки белирубина в крови, они, кстати, очень токсичны. Помните мы про печень, я прям аналогии, например, адреналин, человек нервничает, стресс или что, он должен выводиться, он токсичен тоже, и белирубин токсичен, особенно, кстати, для мозга. Поэтому вот эти вызываются при постоянной печеночной недостаточности очень многие нарушения, поэтому и руки трясутся, нарушение работы мозга, многих функций, нервной высшей деятельности и так далее. Кстати, желтуха, она провоцирует опухоли мозга, например, и еще гниение головки поджелудочной железы, но об этом мы вообще, а вот этом троеугольном камне, я имею в виду желчный пузырь, поджелудочную железу и кишечник, и взаимосвязь. Я кратко коснусь сегодня, скажу вам, в чем суть, чуть позже, но хочу сказать, что в этом инфопродукте, который я в конце вам всем на суд дам, предложу, там я записал не просто подробно, я видео сделал, ну то есть я записал такую аудио полчаса, подробно на эту тему. Так, это будет в приложении к инфопродукту тоже. Итак, значит, давайте пару слов, вот еще что скажу. Печень безусловно оказывает влияние и ее дисфункция печени на сердце. Как? Очень просто. Ведь дело в том, поскольку печень обезвреживает и защищает венозную кровь, которая поступает в нее от органов малого таза. После очистки печени кровь приходит куда? Через печеночную вену. В нижнюю полую вену, а затем куда? А затем прямо в правое предсердие. Дальше желудочек сердца, правый, соответственно, а оттуда идет в легкие, как раз где происходит газообмен, о чем я говорил выше, это как раз малый круг, как называется кровообращение, а от сердца к легким. А из легких, уже богатая кислородом, алая, красная кровь, поступает в левое предсердие и желудочек, тоже, соответственно, левый, и уже от левого желудочка сердца, через аорту, значит, самую крупную артерию нашего организма, а далее уже по другим, более маленьким артериям, она доставляется во все органы и ткани по большому кругу кровообращения, в том числе обратно в печень. И питая печень как раз кислородом, вот эти 20%, как раз те самые, да, крови откуда, от сердца, несут вот эти, значит, эти же продукты, они, то есть, вот эта самая кровь, она и несет в себе продукты распада клеток, и, соответственно, через печеночную артерию. Так вот, застой крови в печени, он что делает? Он препятствует нормальному току крови по венам, приводя к чему? К ускорению сердечных сокращений. А что в результате? А в результате сердце быстрее изнашивается, оно недополучает необходимые питательные вещества. Ну, естественно, не буду уже говорить про бактерии, потому что все стафилококки, стриптококки и прочее, они, вы знаете, что даже перенести ангину по этим причинам, потом часто идет осложнение на сердце. Почему? Да потому что они живут и в печени, и в сердце, и мышцы разрушаются сердечные, то есть, соответственно, вот через 10-20 лет, может быть, после перенесенных ангин. Поэтому правильно надо лечить ангины, и понимать надо, что бактериальные, вирусные, некоторые заболевания нужно лечить очень серьезно и достаточно долго. И здесь, конечно, вот если я сейчас просто вот в двух словах, о чем я уже говорил много раз, есть уникальный препарат, я всегда об этом буду говорить, это коллоидное серебро, сверх раздробленные ионы, атомы, уже там на ионном уровне серебра, это мощнейшая сила, но нужно системно и правильно принимать, смотря что, не дай бог, у кого есть. Так, сейчас я пропущу такую вещь, как инфаркт печени, есть и такое понятие, клиника, диагностика и лечение, это я упущу. Очень интересная информация, ну скажем, я из японской, одну информацию от японцев, вот по тому, что там, как они, какой препарат там нашли, что они пытаются сделать там. Это я упущу. Очень хорошие снимки, подробные, крупные. Я просто что вижу, вкратце вам комментирую, что в инфопродукте, вы уже поняли, что я говорю и то, и то. Давайте я акцентирую, это очень важно, вот это я вам все-таки сейчас скажу, секундочку, я посмотрю, что у нас там дальше, там дальше будет 17-й, ладно, пусть будет этот слайд, а вы послушайте, что, значит, про взаимоотношение почки и печень, да, и влияние. Тем более, в прошлом занятии, мы почки подробно и мочеводительную систему разбирали. Так вот, одной из самых важных, и уж точно спасительной для всех, так сказать, вот людей, кто неадекватно питается, функцией печени является функцией уничтожения азотистых остатков и составляющих эти остатки аминокислот, которые попали, соответственно, в печень током крови от всех клеток нашего организма, да, при их разрушении, из кишечника, если не дай бог, цельные белки, которые все-таки через тонкий кишечник попали, вызывая реакцию антигена-антитела, то, о чем мы говорили, когда человек ест мясо и другие несвойственные тяжелые высокомолекулярные белки, которые не в состоянии наш организм в полной мере разобрать до аминокислот, не в состоянии до 40%, в любом случае даже у абсолютно здорового человека в кровь их поступит. Другой вопрос, что если печень чистая, вдруг такое чудо возьмем, если другие факторы, то кто-то, да, будет жить и долго достаточно хорошо и прочее, и прочее, но факторов сейчас, воздействующих на наше здоровье с вами, куда больше. И поэтому острее чувствуются те вещи, которые наши бабушки, про которые любят говорить всякие любители биштексов, злобные и такие оголтелые, они обязательно это приводят, но они не хотят думать, потому что они вообще анализом не занимаются, они всего лишь констатацией факта желания брюха занимаются и более ничего. Ну, поэтому это, конечно, смотрится смешно и предельно потешно. Хорошо, при разрушении старых клеток и замене их новыми тоже образуются азоты и белки, распадаются аминокислоты. Этот процесс происходит ежесекундно на протяжении всей жизни человека. И из этих отходов печень строит новые белки, о чем я раньше тоже говорил, но сейчас акцентирую особенно. Таким образом, внимание, 95 до 95% всех белков в организме ходят по кругу, по многу-многу раз. Это круговорот азота в организме, про который очень мало кто говорит и понимает. Ну, не нужно нам есть... Об этом свидетельствует большое количество азота в моче, ацетоном, всех азотистых, запах специфический, неприятный, любой, после лификации, после всех. Это же, это белки гниют, мы чрезмерно себя пичкаем белками, это очень трудно разбираемые составляющие, очень много отходов, очень большая энергия уходит на их утилизацию. 5% нам надо извне всего лишь, а что такое эти 5%? Это любые овощи, фрукты и зелени, любые, ну, собственно, комбинации, что были там как бы незаменимые, если у человека пока еще микрофлоры кишечные не работают. Когда заработает, там уже, так сказать, смотрите, как говорится, Серафима Саровского. Дальше. Вот в чем была основная ошибка ученых, кто писал теорию сбалансированного питания, что они не понимали или не хотели предполагать и понимать, глядя на реалии жизни, а главное, на свои желания вкусно поесть, что, так сказать, ведь действительно, знаете, вот бытие точно определяет сознание, да, но часть этих отходов, печень, ведь из части, я уже говорил, формирует мочевину, а это как раз тот самый зон. Но не нужно, в общем, есть то, что не нужно есть, и то, что сама природа говорит, что это чрезмерно и не нужно. Все, значит, итак, мочевина поступает, удаляется почками, и водится мочей. Но ведь не все так просто, на самом деле. Это происходит, ну, скажем, там же еще ураты образуются. Помните, мы про почки, когда говорили, то есть, вот подагра, это белки, это 100% подагра, это от того, что человек ест мясо. И ураты соли осаждают в суставах, где угодно, в почках, то есть, которые очень трудно, кстати, растворимые. Значит, печень еще, кстати, расщепляет ядра клеток, ДНК, РНК, кстати, до мочевой кислоты, учтите, это как раз ядра клеток, расщепленные, мочевая кислота, которые также абсорбируются почками, выводятся с мочой. Вот какая огромная нагрузка на почки. Почему так важно, и я акцентирую сейчас вам так, связь печени с почками, двойную связь. А если нагрузка непомерна, если мясо на столе каждый день, да, если, да хоть раз в неделю, хоть там раз в две недели, ведь, ну, сотни других факторов воздействия ежеминутная на печень, пора задуматься, пора взять себя в руки, пора мысли свои привести в порядок и разум, главное. В общем, не усердствуйте с бобовыми, я вам тоже говорю, потому что там тоже сложные высокомолекулярные белки, не нужны они нам, если нет каких-то особых показаний. Значит, помните, вот это просто, как говорится, как очень наше. Теперь, что еще плохого в потреблении мяса? Сейчас я расскажу очень интересный момент. Когда, смотрите, когда концентрация недоразобранных печенью белков плазмы крови становится слишком высокой, то это приводит к увеличению количества эритроцитов до критических отметок. И параллельно с этим растет содержание гемоглобина в эритроцитах, вдумайтесь, отчего кожа становится красноватой. Вы у многих видели, особенно на груди, на лице есть такие люди. Это есть? Есть. В результате высокой концентрации гемоглобина эритроциты сами увеличиваются в размерах. Кстати, это сразу мы о чем тут? Насчет железа, нехватки там. И уже потом не в силах эти эритроциты проходить в узкие капилляры, ведущие клеткам к микро, на периферию тканям через межклеточное, конечно же, пространство клетки, не напрямую к клеткам капилляры подходит, а к межклеточным пространствам. И в результате кровь становится густой, вязкой, движется-то еще медленнее, тем более эритроциты, если крупные такие, особенно на перифериях тканях. И таким образом образуются тромбы. А это что? Инфаркты, инсульты, это варикозы, тромбофлебиты. То есть, кто-то да скажет, а мясо тут при чем? Обязательно скажут, будут помирать, скажут, а при чем тут еда? Но, понимаете, ежеминутно миллиарды, десятки миллиардов клеток каждую минуту погибают. Если печень функционирует, допустим, на 30-40%, то очень много недостаточно расщепленных белков, мертвых клеток, не переваренных печенью, откладывает, вот внимание, и мы переходим уже сразу к другой, где? В стенках сосудов. Как это происходит? Это один из способов, куда что-то деть, куда отложить, чтобы снизить угрозу инфаркта, инсульта, потому что в крови нельзя допустить концентрацию, их нужно куда-то их деть. Организм всегда идет по пути любой ценой, чтобы главную функцию сберечь, потом он ее теряет, еще последнюю, и так далее, до самой последней. Естественно, такое не может, ну, есть какой-то предел, но где может накапливаться большое количество белков, которые не участвуют в обмене веществ? Это как раз сосудистая система, потому что ее протяженность, если площадь по периметру посмотреть по, это огромная, это организм делают для чего? Знаете? А для разжижения крови. Чем больше уберет белков из крови, тем она будет более текучая. Организм любой ценой пытается сделать кровь более текучей. А если мы воду еще при этом мало пьем, да? Вот смотрите. А если вода и обладает физико-химическими свойствами, например, коэффициент поверхностного натяжения, там, 70-80 дин, надо сами, вот что происходит тогда? Она становится еще более густой, поэтому нужна активная вода. И вот в этом плане, почему я всегда буду говорить, что гидроселл самый простой, дешевый и верный способ, да и под рукой, это не прибор, который не всегда под рукой, а быстро, с теплой водой разжижить кровь, и чтобы кровь потекла в каждую клеточку организма. Ну, по крайней мере, в разы будет этот лучший процесс. Вот так вот. Значит, дальше. Вначале, если продолжить мысль, вот эти лишние белки, они всасываются в стенки капилляров, но каких? Именно на периферии, там меньше скорость течения и преобразуются в коллагеновые волокна, которые, кстати, хочу подчеркнуть, на 100% имеют белковое строение. Они хранятся в мембранах, вот этих вот клеток, в мембранах сосудов, вернее, которые наполняются коллагеном, утолщаются, вдумайтесь это тоже, да, до 10 раз. Что это означает? А только то, что все клетки организма или какой-то его важной части, но неважных их нет, не получают должного количества кислорода и питательных веществ, голодают, нарушается их жизнедеятельность, их очищение нарушается. И, соответственно, замедляется ток и работа не только крови, и лимфа, лимфатическая система, потому что, напоминаю, это канализация нашего организма, она берет начало в межклеточном пространстве и идет, разветвляясь по более крупным сосудам, параллельно нашей кровеносной системе, по всем органам, и вот все, что я говорил, обязательно, кто не смотрел, посмотрите прошлую лекцию «Вода. Почки. Лимфа». Так вот, и все вытекающие последствия, соответственно. Как следствие, клетки быстрее стареют, погибают, чем определено геномом, природой. А если такому голоданию клеток, подвергаются клетки самого сердца, сердечной мышцы, она же мышца, а вот, соответственно, сами понимаете, к чему это ведет. Итак, еще раз, начинается все в капиллярах, но свободного и лишнего белка всегда, к сожалению, бывает больше, чем могут поглотить капилляры. И вот тогда вторым этапом, вторым эшелоном страдают мембраны артерий, именно артерий, более крупного порядка. А я помню, как домашнее задание было в рассылочке, почему именно и атеросклероз называется, почему в артериях, а не в венах, скапливается. А, вот разберем. Так вот, и дальше уже более крупного порядка, да, но это может длиться годами, не сразу это происходит, но я хочу подчеркнуть, когда молодых ребят, вот во Вьетнаме, солдат, патологоанатомы, скрывали там по 18-20 лет, у 90% был, на 60-70% сосуды, забиты, как бы, холестерином, атеросклеротическими бляшками. А это все питание, и безусловно, ну, образ жизни там тоже, но в то время не так, как сейчас, а тем не менее, питание и питание. И вот, и это печень, конечно, забитая печень. Внутренняя поверхность стенокартерий тоже становится, как и капилляров, толстой, грубой, она теряет свою эластичность. И что получается, появляются, появляются трещины, спайки, раны. Вот эта логическая цепочка, о которой я всегда говорю. Почему я так и призываю всех изучать биологию и процессы? Я считаю, что тут лишней информации, если ее правильно подавать, нету. Так вот, что происходит дальше? А вот, что вообще такое атеросклеротические бляшки? Ну, вот об этом мы вообще по теме сосудов подробнее потом поговорим. Я все про это расскажу. И вот я спрашивал, почему ведных нет, да? Почему? Давайте мы это, наконец, оставим вопрос, вы мне напомните, я вам про это просто расскажу. Вот. Хорошо. А сам по себе холестерин не опасен. Сам по себе. Так, камни, ну, в печени, скажем так, камни, ну, давайте камни чуть позже разберем. Кстати, у алкоголиков, вы знаете, да? Ну, кто алкоголик, сердце увеличенное. И, кстати, страшная закупка лимфатических сосудов, она же приводит к чему? К увеличению селезенки. Ну, а дальше гормональный дисбаланс, и все. И щитовидка страдает. Ну, тут, понимаете, цепная реакция. Мы дойдем до этого шаг за шагом, до всего, чтобы была вообще полная ясность, вот как у меня, да, например, чтобы у каждого. Тогда каждый сможет, в принципе, в то или ином мире себя, знакомых лечить и так далее. Теперь, смотрите, теперь давайте варикозное расширение вен несколько слов. Подробно будет, опять-таки, говорю, потому что это же вены, то есть это на занятие кровеносной системы, но все-таки. Итак, давление растет, печень забита, ниже, снизу, да, подводящие вены. Кровь от всех органов через воротную вену ведь поступает в печень. А пропускная способность забитой печени падает, соответственно, что? Давление в сосудах растет. Причем настолько, что капилляры вену уже не могут сдерживать обратный ток крови через клапаны. И в результате вены раздуваются в основном, конечно, это происходит в нижних конечностях, в ногах, там геморрой, я уже говорил, в пищеводе, в мошонке. Это может происходить в других местах, но более редко. Можно, конечно, вырезать участки вен, как это и делают врачи. А они причину устранили, так что лучше, вырезать вены или вылечиться? Ну, я думаю, вылечиться. Так вот, понятно, что страдает весь организм. А люди, что рыба, мясо, яйца, молоко, молодцы. Молодцы. Тут тревогу надо бить. Какое мясо, рыба? Хорошо. Тромбофлебит, это уже более серьезная стадия. Я подробно о нем здесь рассказываю, описываю. В инфопродукте. Теперь дальше смотрим. Вот теперь у нас мы переходим до... Да. Ну и жировой гепатоз. Вот жировой гепатоз. И меня даже люди спрашивали, вот были, значит, кстати, очень неплохие здесь... Ну, ладно, тут еще про гепатит немножко просто воткнули кадр, это бог с ним, да? А вот посмотрите, что здесь видно. Вот такая круглая девушка поедает тоже что-то круглое. То есть, что... Ну, в общем, мы состоим из того, что мы едим. А справа, что из этого в итоге получается. Вот эта белая выпирающая разрезанная такая часть это раковая опухоль. Так. Жир вообще расщепляется на глицерин, жирные кислоты, но в этом участвуют и там... В общем, это... Не буду я сейчас вам про это говорить, потому что у нас более важные вещи, а я подробно про это все равно рассказываю в инфопродукте. Там и я морфологически 4 стадии жировой вот этой дистрофии печени и что это значит и что на первой стадии что такое и истощение организма и прочее, и прочее. Все это рассказываю. Теперь дальше. Что еще в инфопродукте? Так уж сегодня будем... Значит, травяной сбор. Вот я подробно описываю при гипотозе, желтухе и как раз других дисфункциях, то есть, печеночной недостаточности. Вот это все вместе, там есть методы. Я их дал комплексно и дал разделенно. То есть, если только препаратами, кораллуклуба, либо травами, но здесь, в отличие от гепатита, можно разделить там же, чтобы гепатит вылечить гарантированно, нужно комбинировать и без этого результата надежного не будет. так, так, что я еще хочу вам сказать? давайте, ладно, про это чуть позже. А что это тут у меня? А, так, потом я разбираю и подробно даю данные, вот какие. Я привожу очень важные несколько лечебных трав, даже фото их, чтобы было понятно хорошо. Ну, например, там, куркума, там, расторопша, пятнистая, и щавель, курчавый и прочее. То есть, даю описание, как применять, для чего и как, и как комбинировать. Это если уже траволечением. И для чего, и с чем совмещать. Дальше я здесь вам сейчас покажу и немного освежу в памяти, и мы перечислим. Вот, кстати, печеночная недостаточность, вот вы можете пока почитать, желтуха, вот все, что мы, так сказать, ну, инфаркт печени, я говорю, что я дал информацию и не будем сейчас об этом. Давайте, следующее. Это я все-таки хочу гельминтов немножко еще вам сказать пару слов. Ну, вот мы здесь видим типичные вещи. Мощный цирроз. Так, ладно. А вот это вот болезнь. Значит, здесь, конечно, показан львиакокк. Вот. Ну, и там еще одна проблема есть серьезная. Фосциолез. Ну, в общем, смотрите, что в печени живет. Значит, из паразитов там могут жить. Токсокары, собачья аскорида, да, там может жить. Ну, лямбли, это простейшие, да, очень опасная вещь, кстати, и очень трудно вылечить, потому что живет в клетках печени, там уже не выгонишь. Потому что, смотрите, печень с кишечником соединяется только через желчный проток. И туда не пойдут лямбли, аписторхи. Кстати, аписторхи, они просто, вот они поселились, их надо, к сожалению, вот гнать. Ну, можно, но это, если их мало, если повезет, если, если. Вообще, их надо уничтожать внутри. Поэтому там есть свои определенные дозы, комбинации, хорошие. Я, в принципе, говорил в инфопродуктах своих по паразитам, но я акцентирую на этом сейчас внимание, чуть-чуть позже. Но, что еще? Какие паразиты? Анкилостома, да, который даже может в поджелудочной железе, не только, соответственно, в печени. Ну, и, ну, некоторые печеночные сосальщики. Это группа паразитов, которые, собственно, я про биорезонанс тут кое-что написал. Я вообще, знаете, что хочу сказать? Мне писали письма так, люди пишут, а вот вы говорили, что вот этот биорезонанс, я бы никогда не стал прибор именно по разрушению тех или иных там паразитов, например, биорезонансом, если бы был другой вариант. Если, извините, вот этот эхинокок в печени, да, тут два варианта. Если он крупный, что, ну, тут операция, либо можно разрушить его, соответственно, биорезонансом, но что в результате разрушения происходит? Интоксикация мощная, яды, токсины, огромного количества гниющего белка в печень и в кровь, а эта печень и так ослаблена, и здесь нужна тонкую грань, тут нужны мощные сорбенты, тут нужны мощные вещества, средства, которые будут восстанавливать, регенерировать клетки печени быстро, и нужно подготовиться к этому специально, правильно. Это надо учитывать. Так, про паразитов тоже кое-что интересное я дал дополнительно, ну и, пожалуй, я еще коснусь немножко, когда будем подытоживать, я про все про это еще скажу. Давайте желчный пузырь. Ну, что же, это за орган, и какие бывают проблемы, тут вкратце написано, ну, а я вам скажу. Это орган, вообще-то, очень быстро реагирует на пищу, которая попадает, соответственно, в 12-перстную кишку и желудка через финкер проходит 12-перстную, и все, идет анализ. И буквально через 5-10 минут после приема пищи желчь должна выделяться в 12-перстную кишку. Ее вырабатывают железистые клетки печени непрерывно и до полутора литров в день. Но это желчь сначала желчным капиллярам в печени, потом далее по ходам стекает в печеночные протоки, и оттуда идет уже либо в желчные пузырь, если пищеварения в данный момент нет, если нет, то в желчные пузырь, вот это важный момент, а если, ну или же, соответственно, в 12-перстную кишку напрямую, если пищеварение происходит, то прямо через общий проток, минуя желчный пузырь, так идет. То есть там есть два клапана, либо в желчный пузырь, либо сразу по общему протоку прямо в 12-перстную кишку. Весь процесс открытия вот этого сфинктра, сокращения желчного пузыря, это идет синхронно. И этот процесс открытия клапанов, вот этих, да, сфинктеров там, выделения желчи, он контролируется нервно-моральной системой всего организма и происходит полностью автоматически. Но это зависит не от нашего желания, это невозможно, а это зависит от работы соседних органов и самого органа. Как пища поступила в кишечник, срабатывают рецепторы в слизистой оболочке кишечника, и сигналы поступают в центральную нервную систему. Аналогию маленькую, вы пищу жуете во рту, почему так важно жевать долго? Тоже через рецепторы идет сигнал, сначала в центральную нервную систему, в головной мозг, потом через спиной мозг уже к поджелудочной железе. Сколько надо будет потом еще выделить амилазы, уже фермента поджелудочной железы, чтобы, так сказать, процесс пищеварения и именно расщепление углеводов был правильный. Мы 50% делаем ошибку и нагрузку на поджелудочную увеличиваем в плане расщепления углеводов, а ведь это сахарный диабет и прочее. Когда? А когда мы быстро жуем и проглатываем, вот это большая проблема. Вот, учтите, это очень важный момент. Особенно, когда с печенью, с почками проблем или с пищеварительностью. И вот сигнал поступает центральной нервной системы. Оттуда уже по блуждающим нервам поступает в данном случае к сфинктру желчного пузыря и, соответственно, сфинктру желчного протока, вызывая их открытие-закрытие, соответственно. И вот раскрытие сфинктра, он называется сфинктер-одди, это то самое устье, я сейчас расскажу про него, соприкасается с сокращением желчного пузыря и желчь выдавливается в 12-перстную кишку из желчного пузыря. Но вот сфинктер желчного пузыря после опорожнения закрывается, а сфинктер общего желчного протока остается открытым все время, пока идет процесс пищеварения и желчь уже из печени свободно, свободно поступает в кишку. Так вот, как пищеварение прекратилось, то есть перестал человек потреблять пищу сфинктер общего желчного протока, он сразу же закрывается, а сфинктер желчного пузыря открывается, и желчь начинает собираться и накапливаться опять в желчном пузыре, соответственно. Вот, в желчном пузыре накапливаться, а здесь вот находится сфинктер, тот, который выпускает в 12-перстную кишку, у меня видно сейчас, да, вот все, и вот здесь, который перекрывает, чтобы желчь из печени, или она попадет в желчный пузырь, или она пойдет дальше, здесь перекрывается клапаном и здесь перекрывается, вот о чем я вам сейчас рассказываю. Итак, значит, общий желчный проток тоже, как я уже сейчас сказал, имею сфинктер, и он открывается, когда пища поступает от желудка в 12-перстную кишку, и закрывается, когда пища проходит далее, в тонкую, вот и все. Значит, это очень важный принцип, ну, чтобы так было понятно, дальше я здесь помой ему, сейчас я секундочку одну посмотрю, вам это фото дал, про желчь, секретируется, когда клеткам печени, вот такую табличку, не дал, но ничего страшного, она будет у вас в инфопродукте, кто возьмет. Дальше, про рефлекторную связь между позывами, кстати, кровоти, вот и, которые, ну, давайте скажем, что вот есть такая рефлекторная связь, когда между позывами кровоти, вот кровоти, которая начинается, как правило, с боли височной области и чувством тошноты и горечи во рту и после рвоты снимается, как раз контролируется вот этим сфинктром ОДДИ, который как раз в результате чего застойный желчь сбрасывается. То есть, это один из процессов, когда организм пытается это вот таким искусственным путем лишнюю, чтобы не привести к застою к камнеобразованию. И поэтому он отступает сразу, как вырвить человека, облегчение состояния. Ну, у кого-то такое было. Так вот, дисфункции желчного протока приводят и связаны с появлением боли, например, в суставах, нижних конечностях. Ну, и, соответственно, вот, кстати, хруст в коленах, это, ну, скажем, это все соотносится к первой стадии заболевания, связанной с желчным пузырем. Начальная дисфункция желчного пузыря. Многие нарушения в работе желудочного, то есть, желчного пузыря, они связаны именно со стрессами, и это идет воздействие уже на гормональном уровне. Ну, вот, ну, пожалуй, про дискинезию желчеводящих путей, как у нас по схеме, тут по плану помечено, расскажу немного. Дискинезия желчеводящих путей, это что такое? Это заболевание, связанное просто с нарушением моторики желчного пузыря и желчных протоков, и, как следствие, естественно, ну, неправильным поступлением желчи в 12-перстную кишку для нормального пищеварения. Это, по большому счету, это функциональное расстройство вот двигательной функции желчного пузыря, моторики его, ну, и еще, конечно, непеченочных вот этих протоков. Ну, и, соответственно, вообще, в переводе дискинезия как бы означает дословно это нарушение движения. Ну, и, естественно, это просто нарушение в согласованной работе желчного пузыря и сфинктеров. Вот это иногда бывает. И, ну, это бывает из-за того, что сфинктер держит камень, например, и тогда желчь выходит, может, из желчного пузыря прямо попасть в 12-перстную кишку. Я расскажу, как это происходит, это происходит страшная вещь просто. Так вот, вообще, дискинезия очень часто, кстати, вот это то, ну, что очень часто бывает на 70%, по крайней мере, связано со стрессами и длительными стрессами. Когда вот эта работа моторики и посылы нервных импульсов и прочее, значит, нарушается. Это комплексное такое заболевание. Это главная причина. Значит, так вот, это может происходить как раз еще при вот этих постоянных и длительных спазмах сфинктеров, который регулирует отток желчи в 12-перстную кишку. Ну, подробнее вы об этом, в общем, изучите. Я, у меня, опять-таки, я данные эти даю. Ну, а вообще, я скажу, все-таки, вот что надо сказать, что какие симптомы вот дискинезии. Это тупые такие, специфические, ноющие, а бывают стоиострые. Такие, ну, все равно, это боли с приступами, ну, вот в животе, в правом подреберье отдают в правое плечо, в правую лопатку, ну, или около пупка, горечь во рту, при этом наблюдается, тошнота, рвота, это вот, скажем так. Так, потом еще про строение печени, тут логика, вообще логика такая общая, вот смотрите, вообще общая. Первое, это очищение печени и желчевыводящих путей от шлаков, камней и так далее. Второе, это, конечно, необходимо нормализовать выработку поступления желчи в 12-перстную кишку. Потом, нужно устранить воспалительные процессы, лучшее состояние нервной системы, соответственно, поскольку это напрямую влияет. Что приводит к проблемам и к образованию камней в желчном пузыре? Это отсутствие движений, потому что мышцы должны постоянно, если мы сгибаемся, мы должны работать с землей, понимаете, травы собирать, потому что при этих движениях, вот когда работает эта группа мышц, вбок, вправо, влево, вниз, нагибы, тогда давятся мышцами малого таза, значит, соответственно, брюшины, печень мнется со всех сторон, и желчный пузырь, это дополнительная стимуляция, это необходимая естественная работа, поэтому отсутствие движений, активности, это один из важных факторов нарушения работы желчного пузыря, и очень важные факторы, конечно, помимо отсутствия движений, это инфекция пищеварительной системы и печени, а пищеварительная система есть инфекция, она и в печень попадает, и там уже приживется, нет. Кстати, ну, ладно, я про такие нюансы сейчас говорить не буду, что там некоторые животные, высшие млекопитающие, кстати, не имеют желчного пузыря, но у этих животных, правда, очень большая печень, там это лошадь, там, например, крыса, ну, я там даю такие интересные, вот, я бывает, знаете, вспоминаю или нахожу данные, в общем, просто интересные на заметку, что называется, а бывает, что одна строчка, она очень многого стоит, как говорится, то есть, вот, у меня там были очень интересные вещи по папиллом и вирусу, включил сюда, вот, ну, и, кстати, вот, очень важный момент, что при недостатке, например, лецитина, да, это очень важный витамин группе В, относящийся, и щелочных минералов, особенно магния, в составе желчи, например, то аминокислота турин, вот, например, да, и вот тогда холестерин выпадает, просто если не хватает турина, лецитина, то холестерин выпадает в осадок и образуется желчный камень и в желчных путях, протоках и в самой печени, что часто и бывает, лецитина не хватает, поэтому чистый лецитин, не химический, чистый, натуральный, например, коралловый клуб, который в ампулах, можно ампулу вообще проткнуть и в салат выдавить, когда едите, и это очень эффективное средство, помогает печени, очень серьезно, особенно, когда человек жирную пищу ест, те же масла, хотя их надо есть, нельзя не есть вообще жиров, но это отдельная уже немножко тема, так, вот пишет человек, письмо, здравствуйте, мне 32 года попал в больницу с печеночной коликой, УЗИ показало камень 1,9 сантиметра, ну, почти 2 сантиметра, в желчном пузыре, значит, через сутки пришел в себя, ушли боли, от операции по удалению желчного пузыря отказался, правильно, однако, через 2 недели по тупости, вот хорошо человек пишет, по тупости съел яйца, и снова приступ, но ведь врачи советуют есть яйца, потому что там есть таурина много, понимаете, какой идиотизм, понимаете, ну, вот, ну, есть, ну, хорошо, и в человечнее есть, давайте кусок человечины съедим, нет, ну, просто яйца вроде привычные, ну, при чем тут это, ой, какой кошмар, как будто нет таурина, например, там, я не знаю, я не знаю, кедром орехи, да много где есть, много где есть, шиповники есть, так, ладно, хорошо, все, про это не буду, в общем, другими словами, вообще, что такое желчный пузырь, это вообще мешочек, это хранилище, да, но, значит, смотрите, какая штука, дело в том, что там желчь концентрированная, она в 10 раз там концентрируется, потому что вода как бы уходит, и желчь, поступающая из печени, она, там скапливается желчный пузырь, непростая, она концентрированная, а что это значит? Там большое количество желчных солей, и вот как раз, если они концентрированы, то в этом только случае, по аж 8,6, 8,8, ведь если желчь достаточно 7, и такое бывает, 7,5, то тогда какой это дезинфектор, а ведь желчь еще несет функцию дезинфекции, особенно на контрасте, в желудке кислая среда, сверхкислая пища, даже если там инфекция какая-то попала с едой, не уничтожилась, уничтожилась, но она уже придавлена, и попав в 12-перстную кишку, обработавшись, эта же пища, с еще более-менее вялотекущей какой-то инфекцией, сильной щелочной средой желчи, кстати, панкреатические протоки тоже имеют очень высокую концентрацию, там тоже 8, порядка, и уже инфекция должна погибнуть, но только разбалансировка нашей системы слаженной приводит к тому, а мы и первое, и второе, и компот, вы представляете, что происходит, ферментация не идет, кислая среда выходит, это вырабатывает щелочь, много жирной пищи, вирусы в жире могут спрятаться, жир не переварится до конца, вирусы проникнут в лимонатическую систему, вот оно как происходит, так, все из-за неправильного, неадекватного питания, неестественного, почти все болезни печени начинаются тогда, когда желчные протоки в печени начинают забиваться камнями, вот это очень важно понимать, то есть, соответственно, они изменяют, эти камни обмен, понимаете, веществ в печени, они изменяют, ведь кровообмен как раз нарушается очень серьезно, вдолька в печени, но вот, соответственно, и происходит снижение выработки всех необходимых компонентов веществ, так, у меня тут еще и другие очень интересные, важные идут снимки, так, дальше, Давайте вкратце. Функции печени какие? Во-первых, это вещество является пищеварительным проферментом, в жировом, разумеется, обмене. Потом, желчь – это катализатор ферментов поджелудочной железы. Она ускоряет и провоцирует, активирует ферменты поджелудочной железы. Какие? Липаза, мелаза, в большей степени, естественно, липаза. Но и трепстин тоже – тот самый фермент, который призван расщепить полипептидные участки белков, попавших до аминокислот. Это концентрат щелочных минералов и спаситель вот этой нейтрализующей кислоты, которые попали из желудка. Понимаете? А если не хватает, если минералов щелочных не хватает, если концентрация не та, если нет желчного пузыря, вы знаете, что происходит, если нет желчного пузыря? Вот когда говорят, ничего, это всего лишь тогда особая диета, и просто из печени непосредственно желчь будет поступать. Это так-то оно так, там надо действительно очень серьезно с диетой, но там не учитывают такой момент, что кислота из желудка, проникающая с пищей, уже не будет нейтрализовываться вот этой, ну в такой мере, по крайней мере, да, потому что уже нет концентрированной желчи из желчного пузыря. Что тогда происходит? А тогда происходит раздражение слизистой двенадцатиперстной кишки. И теперь внимание, 80% по статистике людей, которые был удален желчный пузырь, продолжая жить, ну практически так, ничего страшного, острого не ешьте, все вареное, вот такие люди имеют от пяти до двадцати лет рак двенадцатиперстной кишки. Вот, поэтому значение желчного пузыря большое. Если его нет, что делать? Нужно просто принимать, как говорится, программу образ жизни, менять чуть больше, чем советуют товарищи врачи, которые просто не понимают порой, что они говорят и советуют. Если воды не хватает организму, что происходит? Концентрация, кровь густеет, желчь густеет, естественно, проблема, да? Застой желчи, камни, опять-таки, коагуляция, бактерии есть, какие-то паразиты есть, коагулируются вокруг них, как помните с уреоплазмой, когда печень, соли. И соли, соответственно, все разрезают, камни в почках, а там в основе уреоплазма, она собирает на себя, она питается кристаллами определенной мочевой кислоты той же, да? Вот так вот это происходит. Все по аналогии организме, да вообще в системе, в космосе все так примерно. И происходит это логично. Так, желчные соли вообще, они превращают нейтральные жиры в эмульсию. И, ну скажем, они разбивают их на мельчайшие капельки. В результате этого, ну скажем, их поверхность многократно увеличивается, как и площадь соприкосновения с ферментами. Вот тогда жиры легко перевариваются, легко впитываются. Тогда появляется активность, ну, повышается, вернее, активность поджелудочной железы, и кишечной как раз липазы. И пищеварение идет спокойно. Ну а далее соли, что происходит? Они же, вот смотрите, еще один круговорот я вам расскажу. Вот эти соли, вот эти магний, все, которые содержатся в составе вот этой вот соли, желчных соли, они стекают вниз по кишечнику. Ну, естественно, они же попадают в кишечник, делают свое дело, стекают вниз и реаксорбируются. То есть, повторно всасываются в нижнем отделе тонкой кишки, заново возвращаются в печень, а затем опять заново в составе желчи возвращаются куда? В желчный пузырь. Понимаете, как все природой устроено? Вот у нас организм функционирует в условиях разумной экономии веществ. У нас много круговоротов. Много. Ох, как мало. К сожалению, врачи понимают, как реально обстоит дело с организмом. Ну, вот так вот. Хорошо. Поэтому, кстати, да, еще факт интересный. Люди, которые страдают за куприкой желчного протока, у них нарушается синтез поступления в кровь витамин А. Нарушается поступление и усваивается хуже, запасается, соответственно. Что делать? Вы знаете, что есть только одно вещество, только одно, которое содержит не б-докаротина, а чистый витамин А. Это хлорелла, водоросль. Поэтому я говорю, ешьте хлореллу детям, потому что зрение, потому что хлорелла, в ней все аминокислоты, там все аминокислоты, там все витамины, там В-12 есть. Вы поняли, что В-12, там кобальт, он замещаться должен через магний. То есть, вернее, наоборот, магний на железо через кобальт. Вот я рассказывал подробно в этом. Поэтому, если есть железо, то есть оно всегда есть. В общем, короче говоря, это проблема высосанная из пальца, с нехваткой железа по большей части. Это проблема в том, что теряется огромное количество железа, крови, эритроцитов. Если лямблии хотя бы есть, господи, в организме, а не у многих есть, глотнули воду на природе, есть лямблии воду, ну пожалуйста, почему? Что, мясо надо есть? Ну, вы поняли, это порочный неразумный круг мракобесия, который порой говорят врачи, не понимая вообще ничего, что происходит в организме. Ну хорошо, все, я даже даю состав, например, процентный холестерина, лицетина и желчных солей, какой должен быть, чтобы желчь была текучей. Я это даю. Будет интересно, все, вот посмотрите, там кратко, но очень четко, без этих лишних. Так, ну а теперь, в случае, вот что делать в случае отсутствия желчного пузыря и прочее? Вообще, вот, на адекватное питание на 100% надо переходить. Первое, любому, вот у кого бабушка, мама, неважно, скажите. То есть, вот обязательно, это во-первых. Потом, вот про камни еще, желчные пузыри. Значит, поймите, что вот камни любые, как мы говорили по печени, как мы говорим про камни в толстом кишечнике, они становятся всегда субстратом, приютом, как бы, для большого количества вирусов. Ну, во-первых, не камни клетка для вируса, тут для бактерий, для них бактерии, для субстрата, это, конечно, для бактерий, грибков. При массовом попадании в кровь, если это явление идет повторно, постоянно, возникает уже хронический гепатит. Острый, начинается тогда, когда гибнут просто целые группы печеночных клеток, целые дольки. Повреждают сосуды печеночной ткани, вот это приводит уже к нарушению кроворощения большого группы клеток. Ну, и, соответственно, дальше уже вверх берут инфекции, и скорость их развития растет, вот это уже быстрые, резкие проявления. Камни желчных протоках, протоках, в самой печени замедляют обменный процесс. Они там тоже есть, но не все УЗИ их показывают. И потом камни бывают очень разные, большой природой, их там 5 видов модификаций. Вот, поэтому в этом плане Морец прав, да прав, то есть действительно, ну почти нет, он даже у 6-летних детей до того сейчас, вот как питание, как все извратили, ну даже у детей, это так оно и есть. Хорошо. Панкреатический. Вот этот проток, панкреатический, соединяется вот с этим протоком из печени идет. Вот это уже общий проток после ответвления, и здесь сфинктер с желчным пузырем, это общий желчный проток. Он соединяется вот здесь с панкреатическим. А если камушек идет, 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 почему я всегда акцентирую 7-12 мм, есть, будьте аккуратны с желчегонными средствами. Вот здесь он встанет, особенно если он колючий, а идет, когда боль, боль адская, потому что вот здесь все иннервировано нервными рецепторами. Печень хоть режь, боли не будет. А вот сюда встанет камень, а вот здесь такое, видите, устье, ну как бы такое сужение, и он может кляпом стать. А тогда что происходит? А вот что. Ну, встанет он, встанет, микроны какие-то все равно проходят, рецепторы подают сигнал, пища поступила, желчь выделяется, печень еще вырабатывает свою же желчь, несет. Что происходит? Желчь-то вот сюда идет, идет под давлением, сюда пройти не может, в 12-перстную кишку и проходит куда? В поджелудочную железу, обратным током идет в панкреатический проток. И что печень, желчь делает в 12-перстной кишке, ой, в поджелудочной железе? А она, как и в кишечнике, она делает одно и то же, она катализирует, она запускает реакцию на активную, ускоренную работу, например, того же фермента. Поджелудочная железа, трепсина. И тогда начинается автоиммунное заболевание, когда клетки свои же разрушаются благодаря вот такому событию. И могут быть некрозы и гнойные, соответственно, то есть разложение самой поджелудочной железы, панкреатиты. И, кстати, это очень часто бывает вместе, холецистит, панкреатит. У моего друга покойного было и то, и то. Пил минеральную газированную воду сладкую, типа Кока-Колы, потом там лимоны какие-то стал, ел только вот эти колбасы, хлеб и все. Вот холецистит, панкреатит острый, разный. Ну, умер, к сожалению, от геморрагического инсульта. Потому что кровь густая, кляп, тромб со смещением мозга аж на 12 мм. То есть это просто, понимаете, это все логическая цепочка. К сожалению, хоть кол на голове тиши, все было бесполезно. Человек просто на себя вот. И так и живут миллионы людей. Но это же не значит, что разумные люди не должны что-то менять делать, должны обязательно. Итак, желчная вот эта колика, это как раз стенки протоков, ведь они рецепторами, я говорю, идет камень, он царапает, как в почках, все то же самое. Так, потом я описываю, не буду сейчас говорить про холецистит, там параметры, там табличка, там какие, ну скажем, возможный патогенный механизм приводит в таком-то, в таком-то возрасте, там при диабете и так далее. В общем, все это описываю. Быстрый, хронический, какой бывает, прочее, не буду сейчас про это вот говорить. Потом вот виды камней, пять видов описываю. А у толстых, кстати, людей наблюдается вообще холестероз. Это когда холестерин уже откладывается, знаете где, в слизистой оболочке желчного пузыря. В результате чего просто происходит нарушение вот его сокращений и, кстати, нарушение очень серьезной работы лимфатической системы. Но это там уже развивается холонгит, это такое особое воспаление желчных ходов, часто, которое вызвано, ну, знаете, с чем уже. То есть там уже, это безусловно, изначально процессы гнойные, то есть инфекционные, вместе с таким ожирением внутренним, да, и образуются кисты. То есть мешочки с гноем. И это, кстати, тоже провоцирует рак, в том числе желчных протоков. Есть и такие, к сожалению, эти. Так, вот лечение. Так, значит, вообще при желчном пузыре, если не удалили, если нет острых, что нужно, строго соблюдать диеты, только на сыроидные переходить. Принимать продукты, богатые витамином В1, С, ПП, А, В12, то есть тут уже, соответственно, хлорелла, спирулина, там тут и зелень, тут, соответственно, кипрей, если есть спорожь, вот лето, сныть и прочее. Ну, то есть вот это все. Особенно В12, ведь он отвечает сейчас за регенерацию, за восстановление и липидных оболочек, вот липопротеидов, там, тут нужно и лецитин принимать, и прочее, и прочее. Но подробно я все это рассказываю, иначе просто мы сейчас еще на несколько часов, да и все это невозможно рассказать. Потому что я тут при остром холецистине, например, хроническая форма холецистида, что делали, абцессы печени, не буду сейчас говорить, бактериальные абцессы. У детей что, как, чему там, какие нюансы. Знаете, что я вам еще даю дополнительным инфопродуктом информацию, когда она подойдет и очень хорошо методики тюбажа, очистки печени, желчных пузырей применять вместе с опытных, если есть массажисты и глотерапевты. Потому что вот я даю систему вам для этого, сами разберетесь ли как, рефлекторная карта стопы. Там подробно все точки, за что отвечают, и еще кистей рук, и прям по ним на удобной такой схемке все видно, что за чего, какие участки. Теперь давайте быстренько повторим, но уже с акцентами акцентируем, и уже мы к завершающему этапу, а потом вопросы. Значит, смотрите. Что может жить в печени? Паразиты какие? Острицы могут? Могут. Токсокары могут? Могут. Соответственно, эхинокок может, да. Печеночные садочники разные могут? Могут. Что еще? Аписторхи и клонархи. Клонархи, вот, аписторхи, это китайская двууская, китайская двууская, господи, кошачья двууская, а есть еще китайская, это клонархи. Передаются сорокобразными, но я про это и рассказывал все подробно, посмотрите внимательно. Я сейчас расскажу, тут есть особенности, если не забуду, скажу. Значит, вирусы, например, витилиго, я рассказывал, цитомегаловирус, значит, бактериальные стафилококки, как правило, простейшие, это, понятно, лямбли, это очень серьезная проблема с печенью, очень. Значит, ну, плюс хронические поражения, там, ядами, алкогольными, там, табачными, медикаментами, радиацией, пожалуйста. Значит, диагностика какая необходима? Во-первых, биорезонанс, вегеторезонансная диагностика, она, она нужна, но она не всегда показывает точно, по крайней мере, на таком серьезном, как почке нельзя доверять, нужно проверить перекрестно обязательно, и проверить как? Во-первых, первое, на форму камней, размер сосредоточенный, где какие, это УЗИ, она покажет форму, размеры, состояние протоков покажет УЗИ, да? Потом, деформации, если есть, какие камни, ну, это, во-первых, это уже 50% дела. Дальше надо провериться по, на иммуноферментный анализ крови, о чем я всегда говорю, на что? На простейших, лямбли, вирусы, глисты, это обязательно. Потом, МРТ-томограмма, можно обследовать все до, буквально там, ну, мелких сосудов, да, капилляров почти. Биохимию надо, биохимию на билирубин, потому что норма, ну, там, ну, 20-21, то есть, и то, не должно быть прямого билирубина, его там, ну, не более двух, а уже не прямого до 20 должно быть, не больше. Это показатели, это вы теперь знаете. Ну, а так, АСТ, АЛТ, норма до 24, это вот эти параметры, АЛТ, АСТ, тоже надо сдать, но в идеале они покажут скорость разрушения печени. Особенно это крайне необходимо при гепатитах делать в обязательном порядке каждые там, ну, там, два месяца-три. Значит, а то и чаще, смотря какой этап. Значит, кровь на гепатит АБЦ обязательно, соответственно, тоже, да, и идти либо на консультацию, если какая-то сложная, либо там, ну, со мной свяжетесь, либо я там кому-то, если вдруг вот уже что, ну, собственно, это уже вот тут решать, как говорится вам. Значит, на коже, вот, меня спрашивали, пятна, красные такие сосудистые звездочки, это что, это глубокие, значит, это уже говорит о том, что глубокие поражения слоев, глубоких слоев печени и вирусов, от вирусов или от ядов, ну, как правило, от вирусной природы. Вот эти круглые глянцевые точечки на теле, это, соответственно, генгиома, я писал про это, она лечится, проходит, и я знаю людей, которые лечились, и проходят родинки и прочее. Но это уже, я говорю, печень основа основ. И если пока печень грязная, это все будет. То есть, пигменты на коже всегда, да, любые, это вот, я говорю. Значит, как правило, это капиллярная генгиома, вот то, что красные глянцы, такие кружочки выпирающие, вот, а если такие звездочки, то это, как правило, вот, ну, это другое уже сосудистые звездочки, это тоже заболевание печени. Теперь про лямблик, слушайте, вот очень важный момент. Вот, на самом деле, вот, честно говоря, вот, лямбли, это лечить долго, да, сложно порой. Но те методики, что я давал, они действуют. Естественно, вот, я говорил, кораллы клуб – это апистоп, но апистоп – это, во-первых, а во-вторых, тут нужно принимать комплекс. Кора муравьиного дерева, горечи, как и с удуванчиком есть, например, кора муравьиного дерева. Есть, если, например, апистоп, обязательно дополнительно, например, кору осины, но можно сочетать это и хорошо со зверобоем, а плюс ко всему с корой муравьиного дерева. Ну, и там пропорции, это я, опять-таки, всё даю. Теперь, так-так-так-так-так-так, помните, что шиповник очень уникальный. Вот настой шиповника, там, во-первых, более 60 минералов, это очень полезно. Многие антивирусные вещества содержатся. Ну, кстати, я в конце даю вам ещё большой видов 20-25 растений по как раз видам действий, самых таких мощных, сильных, действенных. Теперь у меня тут ещё задаёт, женщина задала вопрос, я обещал ответить, значит, вопрос такой, на сыроедении, пишет Юрий Андреевич, а на сыроедении кишечник очищается? Если да, то почему в кишечнике не синтезируются белки у многих сыроедов? Во-первых, просто на сыроедении может кишечник очень долго не очищаться. Во-вторых, если там есть лямбли, как он может очиститься? Или там, если, извините, есть какие-то ленточные, печёночные сосальщики, ленточные, какие-нибудь, скажем, широкий лентец огромный в кишечнике, да, что тогда будет? А потом, не факт, что заработает вот именно симбиотическая микрофлора, потому что есть вирусные заболевания, иммунитета слаблен, потому что и так далее, и так далее. Поэтому это не факт. Этого недостаточно, просто на сыроедении перейти. Нужно ещё понять, что, чего обследовать. У кого-то это быстро раз происходит на раз, кому-то нужно поработать над собой. Но если понять, что, принять правильное действие всегда получается. Значит, теперь, она пишет, что белки, так, у многих сыроедов, у которых нет паразитов, что в кишечнике не синтезируются белки, у кого нет паразитов. То есть, в кишечнике действительно не у всех синтезируются, вернее, только не белки, а аминокислоты. А если нет паразитов и нет ничего больше, вирусы, гриппов и так далее, чистый человек, организм правильно питается, не смешивает фрукты с орехами. Ну, в общем, всё. Конечно, у неё начинает, конечно. А печень очищается. Вот про печень я вам сегодня как раз всё рассказываю. Ей не просто надо помочь, это загадить просто. А вот исправить тут нужно поработать. По внешним признакам я всё как раз описывал. Всё, ей я ответил. Значит так, вот эти все псориазы, дерматиты, я говорил, кожа, когда мы говорили про грибковые инфекции. И как раз, то есть, это два фактора, печень и грибковая инфекция. Тут есть очень сильные, конечно, травы, которые, ну, правда, с ними они и токсичны при неправильных дозах. Это тыщелистник, золототыщник, они сильные. Но понимаете, почему я вот часто рекомендую всё-таки коралловый клуб, там очень точно отмеренные дозы, там собран тогда травы, когда надо. Вот у меня есть два знакомых травника. У меня есть определённые травы, очень хорошие. Но там одна врач, другая просто потомственная, ну, не знаю, она талантливый человек. Но это, понимаете, это вот нужно быть уверенным. Хорошо. Это я сказал. Про тюбажи. Теперь у меня в инфопродукте. Вот это я вообще, я тоже сутки сидел с этим. Как дать так, чтобы, понимаете, чтобы вот, чтобы проблем у человека не было. Когда он начнёт чистить, чтобы вот грелка, ну, нельзя грелку сначала с нулевого тюбажа начните. Когда просто, например, трав номер пять взять, коралловый клуб, просто там валерьяна, можете просто валерьянку расслабить немного. Когда стакан щелочной воды, два, тёплого, выпиваете, а лучше с гидроцеллом, чтобы жидкая была вода, текучая, активная. Ложитесь просто и вначале. То есть, вот есть методы, при котором А, Б, Б, Г, Д, то есть, от малого к большему мы смотрим, чтобы не навредить первый принцип. Вот это вот очень важно. Так. Почему у женщин, кстати, бывают камни чаще, чем у мужчин? А знаете, чем связано? А связано это с дыханием, потому что грудной тип дыхания преобладает, да, и вы понимаете, всё дело в том, что массаж, массаж, вот почему действительно хороший висцеральный массаж органов малого таза, органов брюшной полости, он и мышцы, да, это прекрасная вещь. Но как дополнение это никогда не будет панацеей. Панацея – это обменные процессы, это инфекции, это вот основа основ. Вода, вот всё, что мы говорили. То есть, оно только комплексно можно решить проблему. В конце концов, если вы не там сильно толстый человек, да, вы можете сами себе тут не обязательно быть большим специалистом, если вы можете делать гимнастику. И этого будет порой для многих и достаточно. Так, хорошо. Не буду сейчас по препаратам, хотя единственное, вот что ещё скажу. Ну, телп – интересный препарат кораллового клуба, там 65 минералов. Там такие травы, там в том числе, ну, в общем, да, почти все. То есть, 65 минералов там вот есть. Так, дальше, дальше, взаимосвязи я сейчас упущу. Травы, про медный обмен там ещё подробнее есть. Про горечи я рассказываю. Про лечение холецистида травами. Кто захочет чисто травами, если просто холецистит, да. Но, и ещё хочу вам сказать, очень сильная штука – сок чёрной редьки. Я подробно, ну, он, знаете, в чём его большой плюс? Он как бы разрушает камни внутри без их движения, что очень важно. Вот. И я даю рецепты, как первый день, второй, то есть, вот по несколько дней, как увеличивая дозу, можно, значит, ну, и меры предосторожности, говорю. То есть, чтобы желчный пузырь просто. И уж говорю для тех, кто, ну, через себя перешагнёт, кто всё-таки гарантированный вариант, как с… Ну, растворить можно камни, используя желчные мешки, конечно, это, так сказать, жалко, кур бедных, да. Но, тем не менее, есть такой метод, я его даю. Там я даю ещё другие методы похожие. Ну, теперь, в общем, так, про тюбажи всё, это просто, там, это моя головная боль, я составил от и до. То есть, вплоть до, знаете, даже что? Даже морица сюда включил, потому что, чтобы люди не искали, просто бонусом, ну, но с предостережениями. И с некоторыми нюансами, например, там, что вот при беременности, кормлении, да, не надо по морицу делать вот эти тюбажи очистки. Там, почему, и так далее, и так далее, всё пишу. Так, хорошо. Когда непроходимость кишечника или запоры, как тогда, нюансы какие? Теперь, перечисляй уникальные травы и компоненты для лечения. Почему лецитин? Что в нём? Что и бутуин, и надуванчик, почему его, какие свойства? Там, аркишок, карамалы, расторопши. То есть, я тут поясняю, какие, вот, например, расторопши, там, активное вещество, например, какое, что оно оказывает? Кстати, расторопши, ещё раз говорю, даже отравление бледной поганкой мухоморами, если правильно произвести курс, то есть, оно связывает вещества, оно помогает печени. А знаете, что будет, какая сила, если расторопши с фандетоксом? Но, опять-таки, в методах надо дни расходить и как, я вот это всё описываю. Да. Хорошо. Про другое, про другое, почему у меня тут глаза бегут, бонусы я тут даю, ещё народные методы тут кучу написал, это так чисто. Для того, чтобы, если не найдёте какие-то травы, можно скомбинировать будет по-другому. Так, что его холонгит, там, причина возникновения холонгита, признаки, симптомы холонгита, диагностика тоже добавляю, не буду сейчас об этом вообще говорить. Ну и, так, а, вот письмо, вот это очень важно. А, ну не-не-не, ну в принципе это про биорезонанс, просто пишут, что я якобы говорил, что вот, а я объяснил уже вам, да, просто я это по памяти сказал, а тут вижу письменно. То есть, я только в тех случаях рекомендую, когда другого варианта, или нож, или биорезонанс под присмотром и под конкретно, там очень нехорошие схемы дальше идут подробно поджелудочные, да, и вот пошла поджелудочная железа. Так, я сейчас-то не буду ничего больше говорить, я уже сказал очень важную вещь, да, а здесь подробно, так я еще к тому же полчаса про их взаимосвязи говорю. Ну и, теперь мы идем с вами логически, сейчас, секундочку, да, там будущие темы вебинаров, я еще туда включил, когда, что, какие, примерно планирую. Ну, не когда, а какие, а когда будут оповещения. Вот, и перечисляю растения, и, кстати, знаете, так, что же я хотел такое вам, там очень интересные тонкие моменты есть, насчет какого же, по-моему, персика листьев кто сможет достать, потому что это даже при опухолях печени помогает. Это папилломы растворяются, но, правда, там надо там смазывать состав касторового масла, а еще к тому же курс пропить, про который я говорил, общий, про когда печеночные недостаточности, включая фам-детокс. Можно, но я не хочу перегружать информацией, поэтому я даю так дозированно, я даже больше дал гораздо, чем хотел, вот здесь, в этом инфопрации. 53 страницы, 53 страницы, книга, книга, и все, ну, без лишней фраз, без болтовни. Ну, теперь давайте, дорогие друзья, чтобы перейти к нашей, уже к вопросам, я сейчас вам, так, секундочку, а что это у меня дальше не идет. А, все, сейчас пошло, пошло. А, ну что, про воду расскажем, давайте так, напишите мне в чат, я уже буду смотреть чат, про воду мне пару слов про приборы, я же обещал кое-что рассказать, или пропустим эту тему, или рассказать, напишите там, если нет, кто, ну, да, я понял, а если нет, ну, давайте, 5 минут, 5-10 минут, да, все, расскажу, давайте, расскажу, это много времени займет, и уж это важная информация. Так, в чем важно? Значит, слушайте, я вообще хотел сегодня даже опять извиниться и перенести, вообще сделать отдельный вебинар. Я, наверное, сделаю, ну, такой, естественно, бесплатный вебинар, маленький, где-то на час. Почему? Тема очень сильно назрела, я объясню, почему. Дело в том, что просто фильтры, я еще раз говорю, обратный осмос, копейки, потом коралловый кальций, вы, микрогидрин плюс, H500, вы сделаете любую воду, правильную, хорошую, текучую, там, с щелочную, с хорошей, нормальной минерализацией и прочее, и прочее. ОВП будет минус там какой-то. Но мне один слушатель прислал еще давно. Вот видите, на этой фотографии перед вами правое, то есть нижнее, левое и правое, вот этот приборчик. Справа он стоит в увеличенном виде, а тут на кухне. Что это такое? Это корейская фирма. Я очень долго, я изучил все, что мог найти по этому прибору, и вы знаете, что меня поразит? Он очень дорогой. Я просто скажу, чтобы вы знали, да, не потому что он действительно очень дорогой, но это лучшее, что в мире, скорее всего. Это лучше, чем то немецкое. Помните, что у Добраздравина, кто вот смотрел марафон, когда там женщина, биохимик, про немецкий аппарат, который 150 тысяч рублей или 170 стоил, да, хороший препарат, аппарат, но это гораздо лучше. Тут титаново, сплав титана с платиной, электроды вечные, с вечной гарантией, которые общая площадь, там чуть ли не 50 дециметров квадратных. Так вот, они могут дозировать, PH, вдумайтесь, до десятых долей, от 3 до 12. То есть, можно приготовить воду, которую можно просто залить огурцы, замориноват, холодные, да, без всяких уксусов. Можно раны, любые инфекции никакая не попадет. Можно щелочную любую, какую вам надо в данный момент, если... Я вам потом, я объясню, я сейчас не говорю, как называется, нарочно, почему, сейчас объясню. И вот, когда я не буду сейчас расхваливать, я потом все объективно расскажу. Он стоит очень дорого, он стоит 350 тысяч рублей или 360, очень дорого. Но, я объясню, я бы никогда так вот не говорил, если бы я почти до конца не изучил. Почему почти? Мне осталось... Короче, мне сегодня звонит, вот я до того уже договорился, мне сегодня звонит, прямо перед вебинаром, из Америки, директор этой фирмы, директор, хозяин. Он, мы договорились, он приезжает, дней через пять, мы встречаемся. Нет, нет, он не 4 тысячи долларов стоит, этот стоит 350. Есть подделки, понимаете, в этих подделках нет дорогостоящих составляющих и нету точной дозации. А еще, знаете, в чем проблема электродов, которые показывают на дисплее именно уровень ПАШ и прочие параметры? А там проблема в том, что их надо калибровать. И вот в этом-то и проблема. Это нужны жидкости, реактивы. Даже вот в Коралловом клубе вы покупаете вот этот ОВП-метр, кстати, советую, они сейчас появились. Очень полезно, чтобы вы видели, как меняется жидкость от порошков. Его надо калибровать, но не часто, но надо. Так вот, когда запаянные приборы, когда встроенные электроды внутри, поделите, какие погрешности будут. Только если не будет сверхчистых вот именно платина с титаном электродов, которые... Ладно, теперь слушайте дальше. О чем я хочу с ним поговорить? Во-первых, я хочу с ним поговорить, если какое-то количество людей там... Я ему объяснил суть, я, может быть, постараюсь, как... У них это политика компании, у них единая цена одна. Но я, может быть, попробую цену немного уломать. Теперь смотреть... Ну да, 10 тысяч долларов. Теперь дальше. Я про него подробно узнаю. И тут он мне рассказывает. Мы, говорит, это еще никому не говорили. У нас выходит новый прибор в сентябре. И, говорит, еще лучше, я, говорит, вам привезу. То есть, и смотрите, что мы сделаем, да, товарищи? Что мы сделаем? Он ко мне приедет. Я сниму ролик. Я ему задам все вопросы, все нюансы. А он тоже такой человек, как вот я в своей области. Он досконально привык. Он мне, ну, в общем, видно, что человек неравнодушный, очень серьезно относится к делу. У них там кадры собрал специалистов, там, химики, биохимики. В общем, и вот когда я все выясню, я проанализирую тот немецкий, что 150 тысяч стоит. Я проанализирую этот прибор. Я подумаю, какие возможны для вот наших, там, для членов Коралла Клуба, для подписчиков моего блога, может быть, какие-то... Ну, подумаем. Может быть, я опрос сделаю, кто готов, кто не готов. Я спрошу, что он может минимум сделать, если это возможно. Что за новый прибор? Так, в общем, это, во-первых, выше чуть-чуть, посмотрите выше на картинке, что там на... там фильтр с автопромывом, как я о воде говорил, помните, в прошлый раз показывал, но ни Ханюэлл, ни какой-то. Вот это вот картридж справа, это тонко намотанная пленка, посеребренная, 999-й пробой серебра, чистый, позиционирует фирма, я проверю, что... Значит, сейчас я скажу, значит, что один микрон между ними, а это значит, что бактерии, по крайней мере, почти никакие не пройдут. Бактерии. Вирусы, конечно, могут, но там еще вмонтированы кристаллы, хрусталя и, по-моему, яшмы, и их комбинация делает воду еще структурированной, и к тому же это ОВП снижает, если это так. А стоимость этих приборов уже от размера, от модификации проточности от 50 тысяч до 20... Ну, 20... Есть, конечно, по 100 там какие-то на огромные дома, но это не надо, да? То есть там 12, но это уже деньги. Но, опять-таки, что оно делает? 2-3 параметра из, ну, допустим, 8-9 основных, да, физико-химических свойств. Внизу прибор делает все. Я действительно говорю, я не призываю, это дорого, покупать, не у всех возможно, но это уникально. Но я вам поэтому говорю, смотрите, на данном этапе самый простой, самый дешевый, я этот способ, в принципе, для себя делаю лично. То есть это что? Это, смотрите, это обратно у вас, мы с хорошей. Это можно активировать, у кого есть Никен, там, вот этот активатор, можно, не надо. Коралловый кальций, микрогидрин плюс, иногда H500, гидросел. Все, вы добиваетесь полностью всего. Хочет кто заморозить, разморозить, пожалуйста. Да, и последнее, девятый пункт, это что? Это витализатор. Вот сейчас, кстати, в коралловом клубе они появились. Что такое витализатор? А это вот это устройство, где, помните, я про грубера рассказывал, вот этот подробно, витастик так называемый. Там внутри эталонная вода, там магнитное поле. Я очень долго на эту тему говорил с Бутаковой и даже писал кому-то. Мне ведь кто-то написал, я объяснил. Меня спрашивали, а вот рядом электрические розетки и прочие не влияют ли? Нет, точно не влияют. Если только в сейф экранировать вот так называемую сеть, как же это называется, нехатно, но, в общем, создать, тогда можно обнулить. То есть, не волнуйтесь, вещь хорошая, стоит он разумно, но что-то в районе ста, я не знаю, по-моему, евро, но он же вечный. Вот, он меняет структуру. Это можно проверить, заморозив, и действительно структура меняется. Но это старое изобретение, очень старое, австрийское, ну, немецкое, неважно. И гарантированно проверенное. И вот тогда все свойства меняются. Ну, повозиться придется, хотя не так дорого. Тут сказка. Тут можно, конечно, в этом дорогом приборе делать, там, десятые доли, регулировать. А, вы знаете что? Я потом обязательно выложу, я вообще сделаю раздел по воде, я выложу ролик, где профессионально, подробно он будет объяснять все. То есть, короче говоря, как меняют свойства. Я запишу ролик. И к тому же, вы знаете, что важно? Вот этот прибор делает настолько текучую воду, что если вы возьмете пакетик с чаем заварным, который в обычной воде, холодной воде, я подчеркиваю, вообще ничего не даст желтизну, тут можно поставить 20-30 стаканов в ряд, вот с этой водой уже из этого прибора, и при одном опускании пакетика и вытаскивании будет желтая вода во всех 30 стаканах. Вы представляете? Это что-то, это какая текучая жидкость. А это ведь о чем показывает наглядно? Это показывает то, что у нас в печени, в почках, во всех тканях, эта вода будет брать шлаки токсина и выводить. Вот этот эффект дает гидроселл, вот этот, кораллового клуба. Но, безусловно, не такой, как этот прибор. Короче говоря, давайте с вами договоримся вот как. Я до конца это все проанализирую. Я сравню. Я разобью это на такие... Вот первый вариант, он нам уже известен с вами. Осмос, коралловый кальций и прочее, что не буду повторять. Дешевый, простой, из более дорогих, но менее хлопотных. Первое, второе, третье. И я расскажу вам подробно, хотя бы чтобы знать, это действительно прорыв в области медицины, я бы так сказал, домашней фильтрации, это вот этот прибор уникальный. Все. Про это больше сейчас не будем, но мы условимся. Я обязательно сделаю про это вебинар. Неужели наши... Вы знаете, есть приборы, они не дотягивают. Ко мне приезжали столько людей с такими, знаете, вот привозили, я хотел, ОВП делает, она быстро обратно уходит, окисляется, минералы удаляются, электроны не за что зацепиться. Эта вещь, я объясню, почему она работает. То есть разберу все досконально. Это вообще очень интересный будет вебинар. Давайте на этом пока подождем, теперь дальше смотрим. Вот инфопродукт. Сейчас я вам... А потом мы ответы на вопросы, я вам что-то еще хотел интересного рассказать. Вот смотрите, этот продукт стандартно будет... Ну, он стоит 5 тысяч, но сегодня я сделаю цену. Я, как всегда, делаю, когда идет у нас вебинар, я сделаю, сегодня сделаю 3 тысячи рублей, и эта цена будет сегодня. Но сегодня у нас уже... А, ну еще, господи, еще 23 нету. Сегодня еще есть время, и завтра, целый день, пятницу, будет цена 3 тысячи. Значит, потом, смотрите, с субботы, с 30 августа и по 2 сентября, это до вторника включительно, цена будет уже чуть-чуть больше 3 500. А 5 тысяч, она будет стандартная цена с 3 сентября. Теперь смотрите, что поэтапно дальше. И, кстати, сегодня у нас небольшой праздник, объясню, почему. И именно потому, что этот праздник, условно, я, конечно, шутейно это говорю, я сегодня еще одно предложение интересное финансовое сделаю вам. Вот слушайте, какое. И почему, что за праздник-то? Мы сегодня, можете поздравить, мы сегодня запустили систему автоматического платежа, робокассу, потому что это очень непростая ситуация, а это упростит мне жизнь, моим людям, и вам проще оплачивать. Это автоматически происходит. И я в связи с этим, ну, в общем, сейчас расскажу, что я решил сделать. Вот смотрите, это содержание того сегодняшнего вебинара, что было, что еще осталось рассказать. Вот сейчас смотрите, вот 21 вот этот глобальный, скажем так, пункт со всеми нюансами. Теперь, внимание вот это. Значит, продукт будет 4 в 1, он еще состоит. Во-первых, весь вот этот вебинар, но уже с большим количеством слайдов, с таблицами, схемами, синхронно, вместе с тем, что я говорил, это будет понятно и доходчиво. Второе, много дополнительной информации глубже, то есть вот эти самые разбор методик, но я сегодня акцентировал вам внимание. Так, теперь дальше идем. Смотрите, как это сделать. Значит, методики лечения, третье. Вот методики, самые главные методики лечения заболеваний печени, желчного пузыря, печеночные доставчисти, жировой гепатозы, так сказать, и прочие, циррозов, камней и так далее. Вот эти пункты. Это болезнь печени, лечить гепатит, природные иммуностимуляторы, травы, комбинации, все от рыбов, лебедии там прочее. Лечение жировой гепатозы, лечение желчной камней, любые варианты растворения, без желчегонных, с желчегонными, что, почему и так далее. При абсцессах, что делать, тюбаж, как с ним работать дальше. При беременности и так далее. Нюансы свои. Дальше что мы еще. Подготовка процедуры мочистки. Это очень важный момент тюбажа. И вот прочее. Домашние народные средства лечения и так далее. И свою лучшую программу, которую я разработал, скомбинировал так, чтобы это было гарантировано, особенно при самых проблемных. Не просто там холецистит или что, бескинезия, а когда уже... И это тоже. Но главное при гепатитах. Так, ну и не только. Там обо всем. Теперь, и четвертое еще доп. материалы. Вот кто не дослушал, тому же хуже. Дело в том, что в этот раз я решил, чтобы это был... Знаете, такое я сделал. Это, конечно, я себе делаю плохо, но вам точно хорошо. Кто вот приобретает сегодня-завтра вот этот инфопродукт, я... Ну вообще, кто его приобретает сейчас вот у нас по акции, я смогу лично проконсультировать, если... Ну, скажем, не проконсультировать. Вот я отвечу обязательно на письма. Я эти письма совмещу по этой теме, именно по почкам и желчному пузырю. Я сделаю приложение к этому продукту, к десятому. Это десятый, тут ошибка одиннадцатый. Вот этот, да, новый. И я вышлю всем, кто сегодня-завтра и вот купит этот инфопродукт. То есть это будет еще дополнительный бонус. Более того, если особо сложные случаи, у кого не дай бог что, то я и уже договорился, и могу переключить на Бутакову, потому что у меня... И у меня нет времени, ну и она согласилась помочь в этом вопросе, если какие-то сложные случаи, это действительно надо. Так. Поэтому это будет дополнительный бонус. Четвертый, это док-материалы, которые я потом бонусом буду высылать по этой базе. Теперь же мы можем базу фиксировать отдельно, кто какой продукт покупает, а не вручную все это делать. Так. И вот смотрите, теперь непосредственно, как все это происходит. Вы переходите на сайт. Вы можете даже сделать это сейчас со мной синхронно, чтобы просто показать, что это очень просто все, даже проще, чем... Ну, не сложнее. Вот если вы перейдете на мой сайт, вы увидите вот его, да, то тут, вот здесь, где я мышкой показываю, новый раздел появился. Он называется «Магазин». И вы щелкаете, видите вот это. Посмотрите, что вы сейчас видите у меня. Видите, магазин. Вы нажимаете на «Магазин», и вы попадаете в следующую страничку. Вот продукт номер 10. И так далее. Цена 3000 рублей. Сейчас 3000. Потом будет, ну, я говорил, 3500 и 5000, как всегда. Вы нажимаете «Добавить в корзину» кнопочку. Это все логично. Я просто хочу пояснить вам. Потом тут появится, что вот продукт 3000. Вы нажимаете «Оформить заказ». Дальше попадаете на страничку «Робокасса», где вы точку ставите и разместите заказ. Точечку вот эту, что «Да, подтверждаете», разместите заказ. Размещаете. Дальше вам выскакивает «Оплатить». Вы нажимаете мышкой «Оплатить». Вам выскакивает вот такая картинка, где вы можете выбрать чем. Карты, мегафон, визы, там, киви, что угодно, что у вас есть, что выбираете. И дальше вы выбрали, нажали. Дальше тут вы карту, свой e-mail пишите и нажимаете «Оплатить». Оплатить. Нажали «Оплатить». Появляется у вас… А, извините, это вот секрет. Значит, сейчас скажу. Значит, появляется «Оплатить». Оплачиваете, деньги приходят, автоматически фиксируются от кого что, а вам, соответственно, выходит автоматический продукт. Он уже готов, он выйдет вам сейчас. То есть, он уже доработан. Там есть еще полчаса, я забыл сказать. Вот, путеводитель. Я еще сделал такой, ну, только немножко был так, я говорю, немножко так. Ну, не то, что приторможен. В принципе, вроде не особо я приторможен сейчас. Просто не спал два дня, я рассказывал вначале, кто не слышал. И очень в темпе в таком работаю, с утра до ночи, помимо других дел. Вот, я там сделал для удобства путеводитель. Просто акценты, определенные акценты. Вот. И полчаса есть видео про 3 в 1 вот поджелудочную кишечника. Так, и так вы это покоите. Но, подождите, есть вариант к вам вот такое предложение. Именно потому, что сегодня у нас рыбаказа. Я решил. Есть, вот вы знаете, что вышел продукт по воде. Не все из вас еще его взяли. Стоит он 6 тысяч. Вы видели, он стоит 6 тысяч, там, подороже, чем обычный. Но я сегодня хочу такую вещь сделать. Значит, кто возьмет один продукт и возьмет другой, цена будет всего 6 тысяч 500 рублей. То есть, ну, собственно, почти как один девятый. Это кто его еще не брал. Это будет всего лишь вот эти два дня. Ну, то есть, вернее, один завтрашний вот эта акция. Только один. На завтрашний день. До 23.30. Видите, только сегодня и завтра написано. До 29 августа. До 23.00. Так сказать, есть такая. Тогда вы заходите. То же самое, только, значит, там увидите продукт вот этот. То есть, две коробочки нарисовано. 9 плюс 10. За 6500. И вы также нажимаете добавить в корзину, если вы захотите такой комплект взять. Дальше. Оформить заказ. Точно по такой же схеме. Сейчас я буду уже на вопрос отвечать. Дальше. Робокасса. Разместить заказ. Дальше. Оплатить заказ. Дальше. Значит, так, оплатить. Тут два раза нечаянно, видимо, поставили. Так. А, ну все. А, сейчас секундочку, что это такое. А, ну и вот оплатить. Все. В общем, понятно. То есть, вы можете меня слышать сейчас, даже сейчас, параллельно, зайдя в блог. Если что-то непонятно, хотя уж я думаю, это настолько все, я даже понял, хотя я вообще ноль в этом, вам обязательно ответит сейчас наш программист. Так. Детей лечение. Смотрите, с детьми сложнее, поскольку иммунная система при лимблиозе, все-таки, и они очень, они питаются, то есть, и кровь, клетки печени разрушаются, то тут иногда, если острая, серьезная форма, придется добавить антибиотики вместе с той методой, где карамуран дерева, сильвермакс, обязательно для поддержки печени фандетокс, заферан, все, что я перечисляю там и как, мини-тюбажи, смотря какого возраста делать, тоже можно, я про детей говорю, если что-то будет непонятно, напишите, но иногда, смотря в какой ситуации, но придется, может быть, и некоторые антибиотики рекомендую принять, но с оговорками, а потом, если уж антибиотики, то, если уж острую фазу, придется снять детям, там не так все, там можно и запустить, не дай бог, поэтому тогда придется потом уже пробиотики, и, то есть, то, что это комплекс бактерий живых, ацидофилованные бактерии, бифидобактерии, которые есть очень хорошие в Кораллом Клубе живые препараты, причем, дегистейбл, по-моему, даже в холодильнике надо хранить, так, ну, все правильно, теперь, живо-лино-электроны, заживики, катоды, графит, в качестве аноды, что с этим, понимаете, я вам скажу, это что может дать, кислую щелочную воду, то есть, как бы, активатор кислый, то есть, живая-мертвая, ну, еще говорят, я не проверял, что может быть, ОВП временно тоже окисляется, ну, ну, и все, это больше ничего не даст, поэтому, в принципе, я считаю, что это, это копейки стоит, я понимаю, но это выкинутые, у меня стоят такие, и белорусские были в свое время такие, где керамическая колба, еще внутри, ни в коем случае, ну, я не то говорю, ни в коем случае, если алюминиевый стержень, если графит, прочее там, ну, зачем, смысл какой, вы коралловым кальцием, вы все равно не минерализуете воду, вы ОВП, я не уверен, что надежно уменьшите, я не уверен, что вы, ну, органические минералы, 100% вы не добавите в воду, органит, кальция, органит, где вы форму эту возьмете, ну, вот, в этом-то и дело, я считаю, что нет смысла, так, живой, мертвой воды, вот я про это говорю, нет, я отношусь никак, то есть, никак, абсолютно, я считаю, что нет смысла, хотите щелочную, нам кислую, зачем, внутрь принимать, нельзя, зачем, мазать снаружи, можете зеленкой помазать, пока есть, или там, спиртом рано протереть, а внутрь надо щелочную, а щелочную, в крайнем случае, соду возьмете, ну, какой смысл, никакого, без желочного диета, я говорил, но подробно описываю, то есть, там мало жира, малыми порциями, раз пять в день придется есть, в начале, по крайней мере, пока, печень очищать надо, но когда, восстановите, сильными, хорошими, плюс к тому, вам необходимо будет тогда, сок, но в идеале, я говорю, в идеале, сок годжет, сок, мангустина, вам, скажем, зеленый коктейль с люцерной, в идеале, или люцерну брать отдельно, так, артишок, или коралл, артишок, не важно, селен, цинк, я описываю эту методику, но вот в этом суть, и есть мало жира, масла, масла должны быть, но очень малых количеств, вообще не есть жиры, то и секреция будет прекращаться, застой будет, то есть, тут жиры нужны, в определенном небольшом количестве, но орехи не нужно вам есть, так, яблочный уксус можно добавлять в воду, если вы едите что-то, потому что органический, но сначала подкисляет, то есть, скажем так, не нарушает, не разбавляет кислотность желудочного сока, и в этом смысле, можно яблочный уксус применять, натуральный вполне, аквафор, ну, лучше, вот эти, которые я говорил, как они там, господи, осмос, ну, можно аквафор, в принципе, посмотрите, чтобы не было только картриджа, фосфатов, чтобы там не было. Так, свекла, моча, сейчас, моча, подождите, не так часто пишите, я же не смогу, если моча краснеет, что-то такое, значит, почки нарушены, работа почек, не выполняют они до конца свою функцию, я просто не успел прочесть, так, свекла, чушь, минералами, воде, неорганический минерал, каменное масло, не, значит, смотрите, в любых, вообще, вот, маслах, соках, в растениях, минералы всегда органические, ионные, водорастворимые, прекрасно, если любые БАДы, какие-то, там мало где есть органические, в коралловом кальции, органические, потому что это не, БАД это одно только так, знаете, условно БАД называется, по сертификации, по классикам, реально это что, это коралловый кальций, он, это панцири аргавевших древних животных, кораллов, которые не подверглись термообработке, которые приняли, то есть, это органическая форма, она усвоится, она полезна, она, ну, я же говорю, есть еще кейл, вот этот уникальный, 65 минералов, есть, в конце концов, тот же шиповник, уникальная вещь, которую вы можете пить, и так далее, так, нет, я на курс паразитов сейчас не могу, я же так сделал, там, два, вот не за 10, а за 7500, может быть, когда-нибудь я сделаю акцию, сейчас пока не могу, сейчас пока не могу, я вот сделал по этому, специально, тем более, он такой курс востребованный, по воде, почке, он так связан с этой темой, поэтому я вот, кто может, кто сейчас, вот, как говорится, действительно, возьмите это, правильно будет, два в одно, вот это взять, ну, это я так считаю, потому что, очень глобальная тема, очень сильно связана, так, а, слушайте, знаете, что я вам скажу, я вот специально отложил, все-таки вам подробнее расскажу про кокосовое масло, вот это уникальное, ну, вообще, что это такое, и, вот, я вам объясню, почему, вдумайтесь, сейчас я вам подождите, пока не пишите, смотрите, вот, лауриновая кислота, да, ее, это самый активный природный борец, патогенный, ну, один из самых, из кислот, с, с, жирных кислот, с микроорганизмом, вирусами, грибками, бактериями, это очень хорошая добавка к любой антивирусной, антибикробной программе, потом, оно все в комплексе, послушайте, альвиновая кислота, понижает уровень плохого холестерина, и снижает угрозу, соответствующих, радиосоциальных проблем, каприловая кислота, насыщает, то есть, она в обмене, веществ в кожных, подкожных пространствах, а если сера, чтобы сера еще была, сера, я говорю, горошка, или вот, МСМ с микрогидрином, органическая должна быть сера, она необходима для кожи, каприловая кислота, это стимуляция иммунитета, меристиновая кислота, и улучшение проникновения в кожу, других полезных веществ, уже, то есть, витамины легко проникают вместе с ней, потом, полиметиловая кислота, она способствует обновлению эпидермиса и дермы, и, кстати, стериновая кислота, которая восстанавливает защитные свойства кожи, смягчает, разглаживает, и вот эти все кислоты, то есть, фактически почти все, какие только существуют, жирные кислоты омега, они здесь все содержатся, причем, я вам сейчас дальше скажу, интересующий, отдельно про лауриновую кислоту, в ней больше 50% этой кислоты в кокосовом масле, вот именно в этом, а единственный другой источник лауриновой кислоты, который сравним по такой концентрации, только материнское молоко, а лауриновая кислота, это главный, очень мощный компонент, который укрепляет, усиливает иммунитет, вот это же к нашему разговору тоже, у него выражены очень сильные антибиотики, природные антибактерицидные свойства, скажем так, вот, и вот человеческий организм преобразовывает, опять-таки с помощью печени, в том числе, лауриновую кислоту, монолурин, а монолурин, в свою очередь, это, знаете, что такое он делает? Он растворяет липиды, мембраны микроорганизмов, и как раз вирусы иммунитет легче может убить, особенно если интерферон вырабатывается, понимаете, какая взаимосвязь, и вот бактерии и простейший тоже, значит, такое же патогенное воздействие, он на них уже оказывает. Он уничтожает, конечно, не все виды микробов, но, тем не менее, очень хороший антибиотик. Другим секрет вот этого, скажем, это жирные кислоты, ну, скажем, без дополнительного участия ферментов желчи, вырабатываемых поджелудочной железой, жировые кислоты уже, соответственно, участвуют в процессе, вот, ферментации, то есть, снимается нагрузка с поджелудочной железы. Что еще? Тут чуть-чуть, а вот в косметологии, например, вот, вот просто вдумайтесь, вот, это очень важный момент, избавляет от сухой кожи, да, например, это серьезно, помогает избавлению от прыщей, потому что, опять-таки, вирусные вещи, уменьшает пигментные пятна, однозначно, эффективно, ведь, например, родинки, это, кстати, кладбище вирусов, например, эффективно, очень против морщин, обитлой кожи, это подходит, как средство под макияж, чтобы кожа не портилась, и под кожаные слои, как, подходит, средство, как после бритья, снимает раздражение, однозначно, подходит, вот, даже если есть дерматиты, очень, снижает сразу почесы, боли, ну, не боли, а вот эти зудящие, но подходит, как солнцезащитное средство, снимает, ну, кстати, гигиеническую помаду, да, например, прекрасно, идеальное средство для умывания, отечность век убирает, разглаживает маленькие морщины вокруг глаз, ну, и помогает, кстати, при облысении, да, тоже, если долго пользоваться и втирать, избавляет от перхоти, кстати, потому что противогрибковое средство, кстати, и плюс увлажняет, и питает кожу, там есть активные вещества, которые проникают все-таки, как кондиционер, гель и прочее, прочее, то есть, вот это, это, вот когда я, про это, в медицине я даже не буду говорить, как применяется, сейчас неважно, в общем, короче говоря, не пренебрегайте и дарами природы уникальными, их не так много таких уникальных, маточное молочко, вот это кокосовое масло, ну, вот, это я вам вкратце так сказал, да, вот, жаль, что больше это масло возить, именно вот это не будем, ну, мой товарищ возил, потому что все эти фирмы, понимаете, азбука вкуса там, которые завезли под маркой Био, такое, что, ну, мы, там люди-то свои, в этом, в Таиланде все узнали, как все это делается, а сначала оформляется бумажка Био, это потом, значит, партия провозится, а потом под этот сертификат, он же уже получен на три года, все, гонят все, что угодно, ха из Индии, там, желтые кокосы, там, перезревшие туда, от белки, от дужки, а сейчас химики, знаете, как работают, никто не поймет, вот, а это вообще, вот это масло, которое мы, ну, друг мой возил, это король Таиланда, он соучредитель, то есть, это, а он вообще фанат, это как принц Чарльз, вот, он тоже помешанный, он никогда, то есть, это человек, это дело его чести, вот, и он полгода, мой товарищ, жил на производстве, там, в Таиланде, чтобы вот это все увидеть, понять, такие были перспективы, это с этим связано, сейчас последние продаем, и все, у меня поэтому и акции сейчас на них есть, просто по себестоимости, там, была, он, цена когда-то, когда-то полторы тысячи, но сначала была дороже себестоимость, все таможня, сейчас 500 рублей, вот, продается коробка, 12 штук, то есть, 6 тысяч коробка, ну, пока еще такая цена есть, мы еще запас сделаем, а потом небольшой, ну, уже почти все распродастся, и не будет, а хранится он до 10 лет, если в низких температурах. Так, так, минералы, соли, пещеры, это минеральная вода, нет, нет, не полезно, почему? Потому что минеральная вода, как вообще карбонатные воды, любые вот эти минеральные воды, сульфатно-карбонатные, там минералы находятся в не ионной водорастворимой, а в неорганической форме, в виде карбоната, сульфатов, тот же кальций, да, это неорганит кальция, это другая, он не будет усваивать, это молекулы солей, которые между молекулами воды, они не растворены в нем, в виде ионов, это другая форма, она не может усвоиться организмом человека, она будет вредна, и вот атеросклеротические бряшки, это как раз комплекс кальция, с холестерином, и с белковыми вот этими образованиями, которые заклеивают трещины в сосудах. Так, можно от капсул, а я очищаю, я например, вот знаете как делаю, я беру, например, стакан, когда микрогидрин плюс, я его растам, стакан желтенький, такой ложкой мешаешь, теплой водички и пью, да, я без этих пива. Ну, естественно, сами понимаете, что селена, это просто прессованный минерал, там цинк тоже, кстати, его можно жевать, у меня, например, вот эта младшая дочь, она прям, ну, не терпеть не может, глотать, вот, ну, не застанет, а она просто грызет, и все их спокойно ест, или вот, например, вот, ну, хлорелы, это хлорелы, что там, у меня хлорелу, хлорелы, прекрасно едят, и это очень важно для детей. Сейчас, про орехи в питании, лекции, про орехи, да, про физическую, ну, я когда-то, кстати, говорил про это, правда, это был не вебинар, но, возможно, и сделаем когда-нибудь, но, вы знаете, я вернусь сейчас к такой теме, я обязательно, прям вот, обещаю, помните, у меня были ответы на вопросы, рубрика, я ее обязательно продлю, ну, сейчас у меня сумасшедшее время, когда я еще, помимо всего прочего, я вообще должен был к первому сентябрю, честно, переехать в Пушкинский город с семьей, но не смог, потому что у меня дом, куда я должен был переехать, строители мои еще не сделали, до конца не сдали, задержка, то окна, сейчас стекла, вот их сейчас вчера мой, человек возил в мастерскую, где дерево делают на стекла, ну, в общем, одно, другое, третье, в общем, я надеюсь, это где-то к октябрю, когда это будет, у меня немножко будет проще, потому что я разрываюсь сейчас на 10 фронтов, плюс это, но я обязательно буду вести, обязательно, вот эти вот, кстати, 3 сентября, по-моему, да, будет еще круглый стол, очень интересно организуют, одни люди, очень серьезно взялись за тему, ну, вы видели баннер у меня в этом, я буду там, как участник круглого стола, там будет несколько, 4 группы спикеров по здоровью, по другим темам, тоже по 4 группы, и я буду с Бутаковой, и еще одним человеком, он врач, тоже там, и йог, и врач, и вот мы, будет интересно, по 15 минут каждый будет говорить, потом будет перекрестный, знаете, как, ну, значит, друг другу врачи, задавать вопросы, а потом мы, потом будет уже по итогам, в актовом зале, где-то в Москве, будет вживую, можно будет приехать, ну, конечно, это стоит там каких-то денег, будет, это организаторы делают, 400-500 человек вживую залы, то есть, вот, будем там выступать, ну, это вы все увидите в блоге, у меня там оповещение обязательно будет, так, с Украины, там, можно получить, например, 10, сейчас, секундочку, ушло далеко, что-то, можно получить, сейчас, вы знаете, как, если что-то у вас не получается, какой-то вопрос, я вот Дмитрий тоже вас попрошу, он меня сейчас, Дмитрий слышит, он помощник, он, написать людям, если что-то, так сказать, касается, как оплатить, и что-то вдруг не получается, так, свищи прямо на кишке, вот знаете, вот как раз-то может быть печень, про что я говорил, что кровотечение, помните сегодня, что прямая кишка, как раз там могут быть, вирус варикоз, когда он уже лопается, из-за высокого давления, неэластичности сосудов, вам необходимо, помимо, я не знаю, как и что нюансы, но я скажу общие вещи, значит, во-первых, гинго-билоба, коэнзим-Ку-10, экстракт косточки винограда, есть такой, он пиктогенол, который эластичность сосудов управляет, но печень надо чистить, это крайне важно, только сейчас, вот, увеличить зеленые коктейли, магния больше, кремния, чтобы кальций фиксировался, держался, какие еще вам дать, масло кокосовое, шикарно будет, потому что оно, пройдя пищеварительную систему, ложка-столовая-две в день, оно будет просто обволакивать кишечник, заодно убивая микроорганизмы, патогены, заодно регенируя слизистые, мягкие, да, то есть, вот эти меры комплексные, ну, то, что на ум сразу, как говорится, приходит, там, нет-нет-нет-нет, если дистиллированную воду вы оставили, конечно, не заведутся там бактерии, откуда они там могут взяться, вот, на скачку файла, но файл не скачивается, так, Дмитрий, вот пишет нам, тоже Дмитрий Коробкин, что все оплатил, пришла ссылка на скачку файла, но файл не скачивается, значит, уважаемые друзья, сразу скажу, сейчас Дмитрий наш программист, он с этим разберется, проверит, но, система сейчас работает первый раз, он сегодня наш программист, скажем честно, я несколько раз его у него уточнял, он там, ну, настраивал систему по 2-5 рублей, сам перекидывал туда, все проходит, и все продукты по отдельности, если есть какая-то проблема, вы не волнуйтесь, вы потом, в крайнем случае, если не получите там завтра, да, ну, вы просто напишите, как всегда, мы вам пришлем, но я надеюсь, сейчас все отладят, проблем там, ну, не должно быть, я думаю. Можно ли голодать при дефиците веса? Вот, слушайте, вот я важную вещь забыл сказать, ни в коем случае нельзя голодать, если есть лямблии, либо аписторхи, пока вы их не уничтожили, нельзя голодать, просто аписторхи, просто сожрут печень, понимаете, вот, это ошибка, и у, вот, когда я много раз говорил, я Марвей в горшах не говорил, что, ну, вот, это, учтите, обязательно этот фактор учитывайте, потому что она, ну, как не учитывала это, раньше, вот, система уговорила, но вы знаете, всем подряд, а этим людям, и мне некоторые писали, что они просто ложатся в лёжку, там просто чуть не умирают, ну, бывало, поэтому надо учитывать это. Урчание в животе, очевидно, вздутие, слушайте, ну, это может, а, вздутие нет, урчание, это может быть очень серьезное, ну, это называют дисбактериозом, то есть, короче, отсутствие определенной части кишечной микрофлоры, как вариант, это может быть нарушена ферментация, не хватает ферментов, попринимайте папайю, дегистейбл, ассимилятор, вот эти вот, три хотя бы, можно еще мегаацидофилус, возьмите, и ешьте так, чтобы не смешивать ни орехи с фруктами, ни фрукты с овощами, и попробуйте разнообразить рацион, я, если не хватает по, и нет уверенности в качестве продуктов, вы малым объемом, вот этой хлорелой компенсируете, потому что хлорелой спирулина, если вы будете три раза в день по три таблетки хлорелой спирулина, взрослый человек потреблять, он получит почти все минералы необходимые, и аминокислоты, вот в этом объеме, что необходимо ему в день, то есть, и витамины в том числе, и ему останется, соответственно, только нюансы, типа селен, цинк, наполнять организм кремнием, а кремния есть где, микрогидрин плюс, гидросел, так, панкреатиты, панкреатит, если он хронический, но все-таки голодание, вот именно если нет паразитов, как я же сказал, в печени лямбли этих, это очень, вот когда раньше воспаление было, старые врачи, когда вот панкреатиты острые, все, первым делом это отсутствие питания, промывание кишечника, вот эти тюбажи прекрасно здесь будут работать, которые я советую, смотрите там, да, в методиках, добавляйте, в общем, воду активную, чтобы вымывало, да, обязательно применяйте, значит, поскольку это все равно какие-то могут быть инфекции, ну, например, если не хотите обследоваться там, хотя бы всегда надо обследоваться, но тем не менее, кора муравьиного дерева, с, например, этим, господи, не поддорожник, а как его, адуанчиком, а селен отдельно, селен принимайте три раза в день по три, по две сначала, потом по три таблетки селен и минерала, это мощнейший антиоксидант, вот, но остальное это надо уже смотреть, то есть, или учитывать некоторые особенности там, которые надо спрашивать, так, остается, можно ли воду сырую после фильтра брит, а я вот этот фильтр просто не знаю, остается ли кремний, так вода, понимаете, проблема в чем, в воде, к сожалению, кремния нет, но по крайней мере, в той, что мы пьем в городах, да даже, мало в какой воде вообще, кремний, он есть, понимаете, только в почве, соответственно, в некоторых растениях, которые его накапливают в себе, споры, штамм, а кстати, я тот список в инфопродукте очень большой дал, где как раз перечислены растения, в том числе, которые содержат и кремнии, и другие важные минералы, можно, сейчас, очень устойчивее, так, обертывание, устойчивее, при гепатите С, там, нет, 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 давайте так, не надо, вот это не делайте, но я по гепатиту уверяю вас, я дал очень развернутую там картину, со всеми нюансами, вот прям, ну, я не знаю, чтобы еще подробней, вы лучше возьмите, ну, не пожалеете, не надо рисковать при такой вещи, но вы учтите все, и питание, режим дня, старайтесь засыпать уже часов, ну, в 9, хотя бы 10 вечера, жить по ритмам, по каким-то, убрать вокруг от себя, мощные электромагнитные источники, если этого, я говорю просто это в идеале, водой, учтите воду, все, что я говорил о воде, все, детокс-спа, как вы относитесь, детокс-спа, вы знаете, если, не совсем, если говорить о легких чистках, и о простых, вот как я сейчас своим родителям, я вот, честно скажу, я взял просто, в Карл-ом-клубе купил для родителей кола-ваду, плюс, очень хорошие результаты, им понравилось, сейчас второй курс через месяц пройдут, но уже с фан-детоксом, я включу вот этот уникальный фан-детокс, который регенерирует клетки печени, изофиран, и плюс, ну, еще посмотрю, там, селен добавлю, кое-какие вещи, там, естественно, они у меня воду всюду, и пьют это как надо, ну, прекрасно, мама, например, она там, ну, она, в общем, на 5 килограмм там похудел, все равно не излишне, там был определенный вес, там и так далее, там самочувствие улучшилось, все, это понятно, это легкая программа, она, кстати, содержит в себе, там, набор трав, набор номер 7, поэтому там есть чеснок, но у кого нет, сразу я спросил, у нее там нормально, значит, ей можно, у кого нет, а хочет эту программу, просто убирайте из набора 7 чеснок, чтобы не провоцировать желчеделение, все камни, вдруг 7-12 миллиметров, если они больше или меньше, ничего страшного, очень важный момент, еще для тех, кто новенький, Дмитрий, знаете, что я сейчас прошу вас, своего программиста прошу, вы сейчас зайдите на, у меня в блог, там где ссылочка, а хотя, знаете что, я сейчас сам вышлю, не надо, я пока, сейчас одну секундочку, я, вот, дам мою ссылку по, Коралловому клубу, вот, кто еще не зарегистрировался, но хочет, чтобы иметь клубную цель, так, чтобы иметь клубную цену, иметь возможности от меня какие-то получать бонусы и прочее, войти, как говорится, в клубную программу, у кого еще нет, вот, можете зайти по этой ссылочке, вы, там подробно, пошагово написано, как можно зарегистрироваться, просто нажмете на ссылку, которая там указана, и именно наберете мой, скопируете реферальный код, вставите при регистрации рекламодателя, ну, кто посоветовал, я не помню, как это формулировка, мой реферальный код, там все подробно, пошагово, для тех, кто еще не сделал, но хочет, и, пожалуйста, будет скидка 20%, то есть клубная цена, не та розничная, а именно уже клубная, и плюс еще есть специальные акции, бонусы там устраиваются, и очень много будет информации, мы скоро будем рассылать, вот такой подробный, как я сейчас рассказываю о некоторых препаратах, вы, кстати, я в инфопродукте, там очень в этот раз, прям вот разобрал многие продукты важные, аж, так, это проблема, опять-таки, жирная кожа, проблема с печенью, нужно нормализовать вот эту, разбор жиров до глицерина, жирных кислот, ведь они разбираются, как и печенью, так и микрофлоры, толстого, тонкого кишечника, ну, толстого, тут нужно соблюсти вот этот, ну, как бы это вам сказать, небаланс, неправильное слово, первопричина, это дисфункция печени, вот это вот нужно ликвидировать, то есть печень нужно чистить, ну, а что такое чистка, подробно просмотрите вот еще раз, и лекцию, и то, что у меня инфопродукт, так, привлекать к нашей медицине, вы знаете, вот с этим, давайте так, вы напишите, напишите мне, я вы уже говорили, на, как вы, напишите мне в почту электронную, и, пожалуйста, я вам обязательно дам, я сейчас еще вам скину, вот, ну, это регистрация моя, да, вот это, вот, Coral, это вы потом, да, но, чтобы не спутать людей, вот, Вальдемар написал, я просто хочу сказать, чтобы не спутать людей, вот смотрите, вот где, вот, вот это моя ссылочка, да, где, Юфролов.ру, и так далее, там просто очень подробно, и кратко, с другой стороны, написано, как это легко сделать, нажали на ссылочку, там вторая ссылочка будет, нажали, попадете на страничку Кораллового клуба, официального, главного, головного Кораллового клуба, и там будет зарегистрироваться по реферальному коду только, копируете мой реферальный код, составляете, все, то есть зайдите на мою ссылочку, вы все поймете, там, на мой блог, по этой ссылочке, так, десятый, да, продукт, вы просто заходите, все правильно, вы, я вам даже сейчас, знаете, что я параллельно открою, давайте еще раз, вот, для того, для тех, чтобы кто-то не ошибся, сейчас, так, секундочку одну буквально, я вам сейчас ссылку скину, сейчас, 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 прямо вот в чат, магазин, так, и вот здесь вы увидите, вот, первый, верхний, 6500, это два в одном, предложение, а внизу вот этот продукт сегодняшний, который сегодня и завтра еще будет 3000 рублей, сейчас я вам его в чат скину, вот эта ссылочка, где вы выберете себе или то, или то, соответственно, оп, вот сюда, в шоп, и там вы увидите, наверху 6500, это два продукта в одном, так они 11500, 6500, да, 11500, а так вот, за 6500 сегодня, завтра можно будет сделать, как оплатить из Украины, а точно так же, там же международная система оплаты, Киеве, WebMoney, там прочее, прочее, там много вариантов разных оплаты есть, а, ну понимаете, есть там вещества в посленных, которые, скажем, приводят к минерализации активной, и формированию камней, правда, в сочетании определенных, поэтому отдельно можно, ну опять-таки, что можно, ну томаты можно, но, если у вас желчекаменная болезнь серьезная, или гепатоз, а, гепатит, ну, погодите пока, временно, пока вы не наладите, это все-таки тоже фактор, небольшой, но тоже вносит свои коррективы, я уж так, знаете, пристраховываюсь, а в почке, я подробно все там рассказывал в прошлом, там я, это тоже целые наборы, комплексы трав, с определенными препаратами, которые позволяют растворить камни, которые позволяют их, соответственно, потом уже утилизировать, но там еще инфекционные моменты надо учесть, я тоже про это писал, в инфопродукте, вот как раз в прошлом, номер 9, ой, давайте так, про магничивание воды, я, если это магнитное поле, земли, естественное, если оно передает, как вот при, вот этих вот, Грубер, там, Шоуберг, они, да, они действительно там, передается магнитное поле, через магнитное поле, на специальную по спирали, идущую воду, левовращающуюся закручивание, туда переписывается просто, информация в эталонной капсуле, из, по-моему, кварцевого стекла, по-моему, или там с примесью гематита, какой-то металл, ну, в общем, передается, и это точно, ну, то есть, это, это истина, потому что тут даже промышленные, очень серьезные, Мерседес, там, предприятие работает, там, они воду используют, там, у них там, краски, например, сразу на 10% меньше идет, да, лучший эффект прилипания, то есть, вот, это объективные вещи, поэтому вот это да, а просто магнитные неизвестно что делать не нужно, потому что силовые магниты тоже меняют структуру, и вот так вот, так, при переходе фрукты, ешьте овощи, корнеплоды, да, да, все щелочнее, фрукты тоже не все, безусловно, кислые, безусловно, и, кстати, арбузы очень, поли, вот сейчас, если только, конечно, они, вы сами понимаете, без нитратов, все-таки лишний азот, вот, ну, вы понимаете, что такое азот теперь уже, да, про переходе фрукты, фрукты все-таки немножко, я вообще, честно говоря, сейчас вот, у меня лежит куча, да, персиков, био, там, шикарных, стамани, там, виноград, я почти не ем, вот, ну, вот я ем сейчас, я не знаю, что вы должны, я просто говорю, что вот я, мне кто-то даже спрашивает, что я ем, я когда-нибудь расскажу, но я настолько к этому, ну, как сказать, вот, я ем авокадо, огурцы, там, зелень, вот эту всю, укроп, петрушку, все туда, это фактически бывает, раз в день, бывает два, а капустный салаги, капуста, морковка, там, лимонный сок, там, ну, кедровое масло можно, и вот, немножко каменной соли, гамалайская, например, вот это все жмется, оно получается здорово, вот это вот ем, туда еще можно чуть-чуть меда, да, ну, ну, чтобы кисло-сладкий вкус был такой, если уж хочется, а так, ну, яблоки, я вот из фруктов яблоки ем, нет, ну, конечно, иногда ем, но я понимаю, что если фрукты, то я большой диапазон беру времени до, а главное, после уже, чтобы не есть, если фрукты, так фруктами закончить день, и все, так, ну, в городах проблема, фрукты, конечно, и все, ой, я именно поэтому и занялся биопродуктами, понимаете, то есть, сам начал своего производства одного, потом другого, сейчас у меня уже комплекс, то есть, как бы сказать, несколько хозяйств, а к тому же ведь еще, надежных партнеров разных, я вот сейчас был с женой, вроде отдыхали, да, поехали в Крым, там такой паром, мы стояли на 40 часов, мы плюнули на машине, развернулись, поехали там через Анапу, Геленджик, поехали в Домбай, и вот там горы, Северный Кавказ, это Карачаево-Черкесия, ну, как всегда, я не могу просто где-то отдыхать или что-то, нашли таких интересных людей, там, вот, я говорю, одна у Травников, нашли семью там, других там с медом, пасека 1600 метров на уровне моря, просто чистый мед там, еще что-то, то есть, ну, вот я одно совмещаю с другим, а иначе жизни ни на что не хватит, но у меня уж, ну, это у меня отдых считается. Так, а черные следы на коже, то это, что это значит, если серебро остаются следы, не, ну, это и какое серебро, если вы просто, ну, где, ну, если это на капиллярах под кожей, то есть, короче говоря, как правило, это, да, это может быть, микроциркуляция в капиллярах нарушена, как один из вариантов, сейчас, в крови много мочевой кислоты, так, мочевой именно, да, ну, я говорю, значит, это значит, разрушаются много клеток, так, мучает мигрень, правильно, да, ну, естественно, поэтому и мигрень, что, на строение больше полугода, что делать, я, Ольга, не знаю, сколько вы и какие делали системы чисток, если вес не очень низкий у вас, то это сделать надо, но правильно, тут, вероятно, нужно подойти так, сначала провериться на вирусы, грибки, бактерии и паразитов, пройти биорезонанс, иммуноферментный анализ, что покажет биорезонанс, проверить это, есть ли на самом деле это на МФА, иммуноферментный анализ, а дальше смотреть на что в первую очередь делать, и тогда совмещать подъем иммунитета, благодаря использованию там продуктов питания, добавок тех, типа хлорелы там и прочее, да, и параллельно, например, есть вирусы, значит, вы используете корову муравьевого дерева, коллойное серебро, опять-таки, кстати, при гепатитах, вот я так скажу, вообще это нельзя как бы официально, да, ну, медики не будут делать, внутривенно, вот, Бутаков, например, она под прост, у них шикарные результаты, есть, когда уже там, ну, чуть ли не некроза, но сепсисы, понимаете, и вот, огромные дозы корову серебра, не по чайной ложечке, три раза в день, как я для начала, а потом увеличивая, я там методику написал, а при гепатитах серьезных, при вот таких вещах, чтобы вирус, чтобы в клетку в каждую вошло, чтобы подействовало, там надо до 100 мл в день, а были случаи, когда люди принимали по два пузырька, там, по чуть ли не по 300 мл в день, то есть, в сотни раз превышают дозу, и внутривенно даже кололи, но там надо правильно делать, это медик должен быть, там надо кубик крови взять, кубик сначала серебра, кубик крови, вместе это вколоть, потом там, да, это целые методики, но они очень эффективны, когда у человека утерять вообще даже нечего, просто вот людей поднимали, там, и онкологию, и прочее, можно, знаешь, если вдруг есть камни, не проверялись, а вы знаете, все-таки вы проверялись, это дело серьезное, не рискуйте, потому что встанет в устье, помните, о чем мы, в ампуле, вернее, и что будет, вот не дай бог, да, поэтому проверьте, а потом дюбажи, но есть дюбажи, которые очень легкие, очень легкие, которые я описываю, там, в системе можно без проблем, такие можно, даже если есть, нет камней, потом маленький тест, вот ели вы чеснок, не ели, увеличите, прям вот нюхайте на язык, чуть-чуть, есть ли какие-то ощущения, вот прям по капельке увеличивать, 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 если вы дольку можете съесть, у вас не пойдет, значит, вы можете спокойно дюбаж делать уже с грелочкой на 15 минут, то есть минеральную воду, вот это, ну, я имею в виду, Coral Mine, вот это все, если пошло больно, то можете выпить эту ножпу и в теплую ванну лечь, так сказать, чтобы это снизить, так, будет вебинар связан с особенностями метаболизма спортсмена, наращивая масса, вы знаете, все-таки, наверное, будет, но я, у меня где-то есть такое в блоге, есть, про это уже сказано, как массу нарастить на сыроедение, ну, конечно, с этого времени появились новые данные тоже, я думаю, что сделаем, да, я думаю, да, а вы предложение потом присылайте тоже, не, ну, я уже вижу, я это запоминаю, если от столовой серебра, то есть, а, ну, вот, столовое серебро, ну, если допустить, что оно все идеальное, мытое, на плене, никакого чужерозного, нет, ну, как, если вы долго держите, или как, не совсем понимаю, что же вы в руки паломник взяли, или ложку, и у вас уже там след остался какой-то, тогда возникает вопрос, или это примеси там какие-то, ведь, понимаете, серебро, после тысячи, по-моему, 903-го или 5-го года, оно пошло с большой дозой свинца, а, если у вас серебро 19-го века, ну, я просто по этому поводу тоже знаю, у меня у самого немало серебра, но, и у меня английское старинное, да, то есть серебро стали очень много, чтобы легче стало делать, добавлять свинца, и это может быть с этим связано. Так, аритмии врачи говорят, что это норма, да, видимо, слушайте, врачи уже 25 лет говорят, что аритмии норма, и прочее, а, дыхатель, а потому что, организм, как правило, ну, например, если человек быстро растет, а органы какие-то не поспевают, если не хватает некоторых минералов, если кремния мало, если и так далее, и так далее, то могут быть именно не то и сердечные, и дыхательные, ну, с дыханием тут еще, знаете, что может быть связано? Магния не хватать, например, ведь это действительно, особенно, что подростки едят, вы поймите, что если едят, кофе пьют, кока-колу, если чипсы, я просто предполагаю, ну, допустим, то это мощнейшие окислители, ну, представьте, а что, а где возьмет печень, не нужны, чтобы той же щелочи выработаться, щелочные минералы, они расходуются на процесс нейтрализации кислоты, а если мясо еще есть человек, да еще чипсы, вот вы понимаете, и вот вымывание, вот не хватает минералов, а тут, соответственно, дисфункции, тут и не хватает на дыхательные процессы, на, например, работу мышечную, да, активную, или, например, не хватает перебой неолиновой оболочки, например, B12, ну, как вариант, может быть, допустим, что еще, что еще, что еще, сейчас я скажу, ну, кремния не хватает, да, ну, то есть, тут, сейчас я немножко, действительно, уже немножко не то, что туплю, но так, под конец, не все вспомнил, что мог бы вспомнить, почему в первый месяц реле, после сладких фруктов, ломит плечевой, 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 болезнь, так, это у вас отдает поджелудочная, на нее идет большая нагрузка, даже вода, вот поэтому пить надо медовую воду, все-таки лучше тогда вам именно, не два стакана или там, а полстакана теплой 40-50 градусов, с чайной ложечкой меда не больше, маленькими глоточками постепенно, и если будет даже при этом, то сначала льняную кашу съешьте утром, просто воды выпейте, потом льняную кашу через полчаса, а потом попробуйте с медом, тогда не будет, увидите, тем более, что сладкие фрукты, то есть, это поджелудочная, почему именно она, я подразумеваю, что может быть все-таки слишком много сахаров, может быть вы не очень хорошо долго жуете, амилаза слюны не хватает, очень много вырабатывается амилаза поджелудочной железой, выброс может быть идет быстрый, резкий, ну, собственно, вот стечение этих факторов может, это часто, это бывает у многих, пишут об этом многие, это ничего, вы просто регулируйте, как я вам сказал, уменьшите, доведите, чтобы этого не было, если человек много меда съест, так почти у любого будет, а если натощак, тем более, так, если у вас продукты переходят на, конечно, а, ну, а, а, список где продуктов, понимаете, это вещь, вот это надо, я вот, вот сидел, я сейчас мучился с этим инфопродуктом, про гепатиты, когда я там, методики, как совместить определенные действия растений, сборов с методиками идеальными, лучшими, по коралловому клубу, по, по, это, во-первых, сами препараты, потом, как совместить с тем, что через две недели один процесс начинается, потом другой, потом надо сменить препараты, чтобы вирус не приспособился, понимаете, в чем суть, и вот эта вся логистика, она так выматывает, то есть, вот, это нужен какой-то, я не знаю, типа, действительно, знаете, какой, вот посадить одного-двух человек, типа, стол какой-то такой круглый, да, и вот человек свою ситуацию расскажет, я вот, знаете, как бывает, когда мне звонят, и говорят, можно индивидуальную консультацию, я сейчас стараюсь, ну, не проводить, но иногда беру там, но иногда, время нет, ну, и мы как делаем, я говорю, вы сначала расскажите, что вы считаете нужным, человек говорит, я записываю, фиксирую, я задаю сразу, я понимаю, потому что, говорит, человек, у него, он, говорит, свою проблему и предположение, а я задаю корректирующий, наводящий вопрос, и человек мне на это отвечает, потому как он отвечает, я строю следующий вопрос, я начинаю понимать, причину следствия складывать, а дальше я спрашиваю, там, а вот там, мама вас доношным родила, там, да, а молоком до какого грудным кормили, можно выяснить, а так не все можно, конечно, не просто жалко, потому что просто это, ну, невозможно все очень, так, камни, УЗИ показывает, все, какую диагностику, вроде, на проверку камней, УЗИ показывает на все, нет, УЗИ, да, по камням, но не все камни, ведь, понимаете, самая проблема в желчном пузыре, чтобы они не встали, а потом вы в печени камни растворите, та же система морится неплохая, но она очень, очень, я не советую делать его в начале, тюбажи делают, это будет четвертый уровень морится, или пятый, делайте с нуля, начинайте, но проверьте в желчном пузыре, в печени крупной, если что-то есть, тоже в протоках покажут, УЗИ, конечно, они покажут искривление, если нет протоков, деформации, там, размер камней, все покажет УЗИ, конечно, ну, не все, конечно, ну, 50-60% проблем покажет, нет, я же вам перечис, вот смотрите, может вы позже подсоединились, я сегодня в лекции, 7-8 диагностик, все перечислял, что зачем надо делать, первое УЗИ, потом там, МФА, там, томограмму, там, я же все-все-все перечислял, и для чего объяснял, ну, посмотрите еще раз, она будет утром лекцией, вы просто, чтобы сейчас мне уже, ну, лучше ответить на новый вопрос, чем, так, эмаль зубов, висплазе эмали, так, значит, вот слушайте, это, если у взрослого человека, это одно, у детей, как правило, закладывается внутриутробно, тут уже, ничего не сделаешь, потом будут нормальные зубы, если вы будете правильно кормить, и кремний, поймите, тут важно кремний, удержать кальций можно с помощью кремния, магний, обязательно, зеленые коктейли, хлорелла, хлородофилус, вот есть в коралловом клубе, очень хорошая вещь, бурая водоросль, можно, значит, обязательно, вот этот коралл майн, гидроселл, это микрогидрит плюс, это вот все, во-первых, во-вторых, чистите зубы, ну, все, что я про зубы гигиену говорил, чтобы не закислять, если какие-то соки, не пейте фруктовые соки, в крайнем случае, через соломинку и зубы сразу чистите, но вы проанализируете, что вы едите, вдруг вы закисляете свой организм, ведь это же все от этого. Недостаток ферментов? Ферменты – это белки, смесь с минералами, не хватает какого-то минерала, не построится фермент, гормональный какой-то сбой или нарушение, например, а из-за печени может быть гормональное нарушение щитовидной железы, поэтому человек худеет, даже вот правильно все ест, а он худеет, а потому что это контролируется в том числе и щитовидкой, если дисфункция, а потом, допустим, ну изначально-то это дисфункция клеток печени, то есть надо с печени, понимаете, вот есть кишечник, туда поступила пища, а потом она пришла в печень, то есть вот поэтому кишечник – печень, кишечник – печень, да почему вот у человека плюс 39-40, ему промывают кишечник, раз, два, три, все, температура сходит, то есть говорят, а что делать, когда острый, или панкреатит, или обязательно промывать кишечник, если человек вообще может как-то хоть повернуться, или это все понятно, что форма острая может быть, магнезию может принять, чтобы его принесло, хорошо, прекрасно, поморются там, ну магнезия, он правильно говорит, потому что есть методики касторка, это хорошо, если нет, извините меня, камней, да, вот 7-12 миллиметров, касторка хорошая штука тоже, к тому же, ну и магнезия прекрасная штука, но опять-таки, это уже, тюбаж более такой продвинутый, начать надо с малого, не рискуйте, бывали случаи, не надо, так, у вас появится язык, губы, оба вокруг губ, щепит язык, он из рук, и хлопит заложен, нос, простудами не страдает, нос заложен, это слизь, это лейкоциты, погибшие и какие-то инфекции, это лимфа, лимфатическая система, то есть канализация организма забита, она забивается когда, когда межклеточное пространство загажено, то есть идет сначала кишечник проблема, потом печень в той или иной степени, у детей не всегда бывает, что печень загажена, потому что все-таки там регенерация еще более активная идет, от клеток печени, но тут же еще от минералов, от микроэлементов зависит, насколько печень, ведь для этой лаборатории, которая 500 функций выполняет, нужно очень много минералов, витаминов, и это надо учитывать, так что тут, я сразу скажу, для ребенка сколько, 8 лет, два раза в день подвес, сначала хлорелы, две спирулины, давайте фандетокс, в грудном возрасте уже можно, это просто уникальный стрел, фандетокс обязательно сыну, но изучите, анализы возьмите все, вот все, что я говорил, сделайте, веган сразу, значит тогда, так-так-так-так-так, зеленое золото еще, дайте ему зеленое золото, то есть вот если совместить зеленое золото, плюс это, но щипет язык, это могут быть грибки, грибки могут быть всегда, если лимфа, а почему собственно сопли, это же лимфа, это часть лимфатической системы, как раз выходит оттуда, ну гнойный уже, так что все понятно, в принципе, да, могут быть грибки, вот это вот, я же как раз про это вот рассказывал, в лекции про грибки, там это вот очень у вас характерная вещь, похоже, что так, трескать с кожи, ногтей, больших пальцев рук, во-первых, не хватает омега-3, жирных кислот, некоторых витаминов, может быть даже группы В, но по крайней мере, знаете что, это могут быть еще тоже грибки, потому что это очень характерный признак, вот, что еще, что еще, еще что-то сейчас, а, витамин Е, витамин А, это значит чистый витамин А, и он вообще большой дефицит, это хлорелла, хлорелла вообще уникальная вещь, это просто почти эликсир, а, и еще вам, вот, масс, я бы сок Годжи посоветовал, по 50 миллилитров, каждый день в течение месяца, при низком давлении помогает контрастный душ, нет, контрастный душ он помогает, он активизирует, безусловно, конечно, работают с сердечно-сосудистой системой, но, понимаете, это низкое давление, тут значит однозначно печени, и может быть почки, все-таки тоже забиты, ну, по крайней мере, не то, что забиты, а имеют дисфункции, это ведь все фильтры, это фильтры, это осмос, это как раз проблему с осмотить, двигаться надо много, обязательно надо очищать и печень, и почки, вода тут на первом месте, препараты на втором, в зависимости от того, что у вас. Кофе, шоколад, принесли, так, слушайте, кофе, вот идиот какой же, кофе, оно закисляет страшно, 5, там, 5,5 pH, это значит, щелочные минералы будут уходить, кофе само является канцерогеном, когда его жарят, а шоколад, если он еще сыроедческий, там можно, да, но опять-таки не смешивать, а если с орехами, это вредно, все-таки это нехорошо, ну, не вредно, но плохо это, неправильно, кофе ни в коем случае, есть много трав, которые, так, при низком давлении, могут поднять, посмотрите, там, даже я писал, вот в продукте, да есть это, да господи, найдите, какие травы повышают, это вообще проблем нет никакой, по физическому работу, бег трусой, она повысит, скрабы, кофе, нет, на тело, как скраб, кофе можно использовать, да, 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 демодекоз, вещь серьезная, я где-то про это уже говорил, я сейчас, конечно, не помню, потому что данные, я же не все наизусть, конечно, могу помнить, это сложно, но лечится, 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 я не помню сейчас, как, это надо поднять, я может быть, когда про простейших буду, вы напишите, я просто эту закладку уберу, я коснусь, найду данные, противить искал и проб, имеют противопоказания? Нет. Почему? Нет, не имеют, можно, можно больше, это если качаетесь можно и больше вообще я бы рекомендовал противить и и вместе если хотите мышечную массу с хлорелой ну кто хочет накачаться там овес можно прорастить ну собственно и физическая активность ну если с печенью там все в порядке а вообще когда люди очень почему спортсменов есть свои плюсы определенные пока они пока они чрезмерные нагрузки делают а потому что у них выведение система лучше работает за счет огромного количества мышечных сокращений всех групп мышц то есть вот в этом их большой плюс они очень себя загаживать неправильное питание мясом большим кто вот этим занимается но у них детоксикационные свойства лучше потому что активизируется работа иммунности но у них же клетки сгорают быстрее они живут меньше потому что у них надо клетка она там должна три года прожить она там проживет год понимаете вот какая ускоряются обменный процесс они гонят они себя на износ только ради того чтобы больше не было но это глупо конечно ну ладно так глазу как будто отмерзшие клетки колни но может быть глазу там бывают и тексакары разные бывают что это тут я так не могу поэтому никакого нет то такого описания гарантированно сказал но поизучайте это вопрос сейчас не могу конечно лучше извините прям так вот перекрестное строение теряю вес вот нет ну можно можно но нет вообще знаете что подождите в ледяной воде если с почками какая-то проблема пилонефрита еще что-то ни в коем случае нельзя ни в коем случае то есть сначала давайте проверьте почки обследование все ли нормально нет ли камни в почках кстати на узи тоже проверяют в желчном прочее все это изучите потом уже так ладно пчелу жалю не вещь хорошая можно пиявки тоже вещь хорошая она дополнительно и банки вещь хорошая это все а только эта циркуляция это можно этими методами дополнительно улучшить микроциркуляцию на периферии в тканях да конечно конечно к тому же чего не пчелопродукты вообще еще уникальная камень а маточный лачкод номер один так если почках так так медицинский нет нельзя так понимаете вам лучше кальций вообще из растений только и ни в коем случае крахмалов никаких вареных есть понижению в п электролизом полезно ли вы знаете ну если эффекта добились то ну она быстро окисляется опять то есть я считаю что останавливается я считаю что не все-таки я я бы не стал применять пластины для овп то есть я имею ввиду эти живая мертвая вода ну в принципе можно но я не вижу никакой причины все равно вы воду не насытите минералами вы не сделаете ее текучей понимаете это очень важно чтобы она была текучей водой вот я чем рассказывал уникальную вещь с пакетиками но я вам потом все это покажу пока не берите в голову а имеет а вы знаете что тут вот мне вот вот во многих книгах и в таблицах вы найдете что морковка овп минус 50 да наверное видели такое а я вам скажу так не написала одна клиентка она брала мою органическую морковь она ее делала сок и решила замерить его по минус 400 вот так вот то есть очень сильно зависит где на каких почвах как выращена продукция данного свеч без хирургического конечно можно кора так это масло масло чайного австралийского дерева на коралл клубе сюда чайное дерево кора муравьиного дерева вместе с этим селена много три раза в день по три сейчас естественно с водой все что связано и там надо смотреть еще какие свечи где как то есть там еще можно его меня так сказать на него накладывать повязки определен я вот очень подробно когда про кожу я там вот про все эти повязки прочее но что за свечи какой природой тут надо смотреть можно нету если внутренние органы опять-таки надо знать чем и как де конечно можно гарантированно можно это как раз ерунда я вам скажу что честно скажу что апистархоз сложнее вылечить чем свечи без хирургического бишня да 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 так простатит нас а естественно только поймите что простатит это не все-таки уже смартфон но это инфекционная характер за это может быть тюриоплазма изначально это могут быть попавший мочевой пузырь допустим и до кишечная палочка в патогенных формах своих тут нужно однозначно и артишок тут нужно макро муравьиного дерева селена в больших дозах значит кора белого дуба вместе с этим надо еще смотреть антивирусные а сильвер макс больших дозах начиная ложки увеличивать дозу дай доведя до трех столовых ложек в день три раза и курс месяц потом менять надо смотреть а как минимум даже больше на тенториум тенториум понимаете я раньше нет никуда так послушать маточное молочко нельзя сохранить виду нельзя его высушить она все теряет практически только заморозить только на пасеке довести в замороженном виде брать шприц в инсулиновых шприцах и брать шприц перекладывать в холодильник и три раза то есть раз в три ну каждый день по треть шприца кубика под язык и рассасывать 15 минут вот только так можно получить тот эффект который должен а тенториум он я не знаю как сейчас но он на прополисе своем на водной основе был прекраснейший препарат потом смотрю просто галимая химия я чувствую эти все даскать менеджеры нифига не понимают не чувствуют я верну полная ну гадость выяснилось давно я уже знаете на одной выставке случайно увидел тех ребят у которого вот они кто поставлял им сырье а потом они стали брать как они мне рассказали отказались от их качественного китайская и видимо химия какая-то и он прям химический стал то есть вот например но это я про этот препарат у них очень хорошая мазь была например то есть короче сейчас вот я не я боюсь когда люди так начинают работать я боюсь что это уже я перестал с ними работать свое время просто перестал я сейчас не доверяю доза смотрите доза фан детокс нет нет передозировки вы не сделаете не это безопасное это уникальное средство не сделает но не надо в два раза можно увеличить но больше смысла просто нет по по книгам чудо паш зале я эту книгу не читал но паш фактор очень важный фактор кислотный да вот это кислот щелочной баланс равновесие все среды организма щелочные имейте ввиду кровь 743 паш панкреатического и вот этого права 8 все кроме кислого желудочного сока и там влагалища среды у женщины потому что это тоже функция дезинфекции там кислая среда остальные все должны быть челочные и и тут даже говорить не о чем это сама природа нам подсказывает так мат молочко нет нельзя законсервировать миду остается 10-15 процентов максимум и то если прополиса в нем в этом меде много полезных свойств а так вообще ничего не остается только это можно заморозить это единственный природный способ консервации полный там даже извините сперматозоиды услышали до морозит и они потом можно оплодотворить там крупно-рабогатый скот что угодно там кого угодно так вот это единственный способ сохранить днк р рнк и вот вот эти вот белки иммунные белки иммуноглубилина альбумина вот это понимаете в чем уникальность этого молочка и его нельзя глотать вы съедите мед и во что произойдет в кишей в желудке все белки свернуться все белки разберутся на аминокислот потом разберутся в общем короче говоря это должно почему под язык а потому что это всосется в кровь эти мельчайшие аминокислоты эти иммунные низкомолекулярные белки и вот тогда не иммунитет запустят вот так в этом суть хитрость такая это не так уникальный сквозь силовой вид спорта что думаете я понимаю в бодибилдинг и это больше энергетиков надо там опять-таки на надо это смотреть в общем я думаю что сейчас конечно об этом говорить не надо конечно все подобрать любую диету можно подобрать правильно так сидеют волосы это стопа это это нарушение медного обмена меди в печени и плюс к тому ну в общем это главная причина то есть чистить печень надо необходимо резко сидеют это сто процентов нарушение медного обмена ну и посмотрите свеклу ешьте чернику голубик у землянику там тоже много меди органина натуральный ионный посмотрите я даю вот в этом продукте я тоже даю где там медь содержится я сейчас перечислил но я не все помню но посмотрите в каких продуктах из растительных медь но все равно почки чистить на нарушение обмена они сами не просто недостаток минерала пилонефрит камбер нельзя вылечить без антибиотик можно глауэрометалтамид нефрит пилонефрит полинефрит все это можно вылечить сто процентов можно это я говорю в своем инфопродукте номер девять то что я сегодня как раз и предлагаю с гигантской скидкой за шесть пятьсот два уникальных продукта по почкам как раз вот это все что вы пишете и вода вот все что вообще и там лимфатическая система и вот то что сегодня печень там поджелудочный желчный пузырь как вариант этот комплекс будет цена завтра еще до шесть пятьсот а ну или три тысячи сегодняшний в общем вы поняли посмотрите там разделивать признаете где это что так и камни в почках нельзя без антибиотика не почему можно можно я же можно растворить камни в почках можно растворить я привожу ну скажем методики как это сделать своем инфопродукте номер там это комплекс мер комплекс вечерний жор признает что 80 нет не только дело в том что желчный если вы приучили дело в том что жилочи может активизироваться и работа печени активизируется ночью вот почему и чешется ночью у кого есть проблемы вот есть вот такие вот я рассказывал ведь каждый нюанс который я говорил он важный это все тоже она активизирует свою работу отвечает желудочный который наоборот сокращает поэтому если вы натренировали что-то хочется обычно сладкое поэтому хочется людям вечером ну или что-то углеводисты но или вот где жир есть старайтесь вот хотите яблоки поешьте а так не на нет ну как папа так если вам что-то такое надо вы все-таки напишите это уже просто на почту индивидуально там по паразитам что чего просто индивидуально посмотрим я сейчас немножко это не до того выпадают волосы что дует питать так селенцин кремний магний это есть магний если не можете много есть зелени хорошей то есть магний коралл магний в коралловом клубе это будет правильный и прекрасно плюс зелё холорелла и спирулина три раза в день по три плюс к тому посмотрите нет ли еще проблемы с грибками кожные грибки и это тоже может усугублять есть еще для я когда-нибудь по волосам дам вообще отдельную такой мини вебинар потому что это очень важная тема и тут еще есть очень хорошие внешние меры как воздействие внутренние я вам сказал и воды много должно быть много воды 30 грамм на килограмм в день веса плюс от хлорелла спирулина вот это все обязательно и кремния то есть это микро гидрит плюс гидросел обязательно должно быть много кремния такси нету к сожалению такого прибора такси воспалить но есть супер лабораторные дорогие нет бытовых лифа власти паха говорят бритья нет это может быть если туда инфекция попала в это и потом там уже пошел процесс если лимфа из лимфоузлы увеличены то соответственно посмотрите вот это инфопродукт номер девять там все сказано какие варианты как нужно делать какие средства есть в том числе антивирусные антигрибку он там это грибки лев это в основном грибки вирусы по лимфе могут передвигаться но они в ней не живут там грибки либо могут паразиты быть но это надо обследоваться ему на ферментный анализ дать крови на определенных паразитов на брус сначала можете сходить биорезонанс вам там определяют 20 видов вы их проверьте потом по фа и это уже точно покажет что есть чего нет но в любом случае если лимфоузлы там воспалены это корам муравьев дерево коралл сильвер макс коллоидное серебро вот этого больших количествах силен это вот база база а дальше что тут все от нюансов зависит ломит плечи вот это тоже самое либо в арбузе много нитратов но это много сахаров если вы много съели то удар по поджелудочной железе значит она работает с дисфункцией это может быть еще связано с тем что есть камни желчного протока которые стоят то есть камень не полностью перекрыл капсулу прошло если рассказал а может быть половину или частично он так стал и выделяется и и например меньше чем надо соответственно идут вот реакции или так сказать она уже не может выделять большое количество или она пытается выделить но вывести не может и тем самым идет вот процесс вот этот вот который выражается в этой отдаче это нервные импульсы через передаются через эти места где как раз может болеть нет не это не панацея и вообще панацеи такой нет что просто настойка чего-то нет 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 тем более нет конечно не так нельзя да варикозное расширение вот в этом да на это хоть и тема но она поскольку это от заболевание печени от просто ее непроходимости и то это конечно варикозное на ногах это как раз сюда это нужно чистить это желчные протоки могут за их желчи камни желчном зале может быть застой желчи желчных пузырях может быть камни обязательно не есть это стопроцентно в самой печи не микро камни хотя бы это точно есть обязательно по поводу оплаты есть вопросы по оплате но вы если это можно вы сюда его напишите там дмитрий сейчас посмотрит ответит либо вы напишите на почту уж ну мы ответим вам а почту вы знаете где взять там моя почта есть там я думаю везде по крайне мере где вот регистрация на коралловый клуб она там есть так что вы легко там можете ее взять и написать при лечении рептокока нет смотрите и это уже знаете все таки вот с коками с бактериями я вот это будет отдельная лекция это такая тема серьезная но частично я коснулся этого в сегодняшней теме потому что бывает что причина что в печени тоже это может быть поэтому я сегодня тоже немножко в продукте это сказал но там очень сильный метод который в принципе их может но вообще это отдельная тема потому что смотря где они модификации как а цели связан дам тоже трещина на пятках это сто процентов грибки это сто процентов грибки и лимфатической системы ну скажем дисфункция и грибки потому что если лимфа застаивается там грибки это будьте уверены сразу а это прям четкие признаки а это вот а номер девять про грибку а стоп номер восемь да про грибковые инфекции инфопродукт номер восемь про грибковые инфекции вот трещина на пятках я вам виктор говорю этот грибков на основе один как один компонент он один из методики например очистки он используется он имеет свои действия разные фитонцидные прочие там эти грибковые но это не сильный препарат кора белого дуба враты сильнее например и опять-таки одна она не не панацея такие вещи грибки это комплексная методика лечения очистка препараты дополнительно подпитка организма грибки это очистка лимфы понимаете это уже надо очистка лимфы смотреть а это вот инфопродукт номер девять там как раз есть трещина пятка в спальню я же говорю да голени причины что делать что делать это грибковые инфекции комплексная методика от грибков надо пройти плюс на пятки где зудит местные компрессы плюс ванны я там рассказываю с какими травами как делать еще ванны это методика компрессы ванны принятие трав внутрь принятия препаратов кораллов клуба внутрь их комбинации это грибковый это может быть кандидоз разновидность даже плюс специфические грибки кожи пяток стоп у меня такая отдельная там тема есть инфопродукт номер восемь так что это вы возьмите я рекомендую инфопродукт номер восемь белки глаз на козу загородную на коже пятна а это печень конечно может быть это проверить если я говорился обязательно проверьте это будет правильный подход может ну в общем проверьтесь по крайней мере чтобы знать признаки лимбриоза могут быть ну это не исключено конечно вот да долголетие там есть я планирую метаболизма там много нюансов чем больше время проходит тем больше я сведений собираю конечно будет это интересно в бинар то есть это будет что варикоз потоки желчный до желчный пузырь и клетки печени самой кожа сохнет на пятках но это да но это могут быть грибки еще тоже пигментация на коже от солнца печень и слеза а если разная да пигмент да это с печенью если любая пигментация это печень она она забили она за пигменты ответственно конечно это печень перегиб желчного это сложнее но можно тут уже нужны хорошие методики хорошие специалисты по массажем висцеральному массажу да типа головы там но это подход то надо понять почему перегиб давит ли мышцы туда не давит насколько проходит циркулирует желчь если там камни что то есть комплекс надо изучить и конечно это возможно в принципе если не какие-то экстренные там а когда ем арбуз на завтрак шипит потом но смотри там кислота вы туда добавили сахара и китло кислотность может повышаться а может быть в арбузе что-то содержит назад назад лучше его конечно арбуз на завтрак все-таки не есть на завтрак чуть-чуть жира вот масла которые содержатся в льняной каши идеальный вариант ну конечно сначала воды встали в туалет сходили воды попили компенсировали хорошие активные подождали потом льняную кашу можно там с ягодами подождите потом уже можно тогда арбуз и не будет такой эффект но опять-таки может быть он действительно какой-то схеме не понимает можно так 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 карта сбербанка проходит да ну и вот отлично ну я говорю то есть у кого что тут и не ну будет вопрос пишите но там не должно быть системы проверили сегодня так выпадали ресницы до сих пор а а это может быть клещ специфический как раз вот сегодня по моему ним говорил кто-то спрашивал я уже подзабыл это клещ ресницы выпадают если просто вот ресница волосы не выпадают нигде больше волосы него часто он именно там живет то есть вот тот который как раз по моему спрашивали даже то есть такая специфическая это я буду про это наверное я может быть коснусь если мне еще несколько раз напомнить потом про но и когда буду про какой специально же них не делать вебинар так я их простейшим отнесу по родинкам так вирус да без родинки сто процентов печень и именно вирус цитами головы распопиломы вирус конечно можно ли каким способом выводить можно нет внешне другие там определенные травы маме киши определенных трав но это очень хорошие очистки должны быть голодание очистки голодные год два три может уйти но можно у меня знакомый есть который полностью и родинки все полностью под ноль отпали сами родинки все просто гарантированно вирусы вот хранящий панкреатит в данной сети постепенно было до сих пор прошло большим годом но вот видите как у кого-то более вот панкреатит да конечно значит вот у людмилы там не было других стечений обстоятельств каких-то которые у другого есть у кого вот сразу арбуз поест и уже так сказать болит под ложечкой или где-то отдает вот какую ну или сладкая метод жировиков а жировики слушайте точек вот очищаете печень жировиков не будет это я вам гарантирую сто процентов жиры не совсем так вы утром понимаете ну как сказать на завтрак нужно фрукты фрукты фруктом рознь сильная которым арбуз это вообще по моему сейчас вот винограде глюкозой по моему арбузе чистая глюкоза это все-таки удар идет хороший поджелудочный я бы не рекомендовал арбуз утром а какие-нибудь там другие фрукты ну надо подумать какие там персики ну можно например ну ладно это как бы так правильный сон да но это я рассказывал уже не один раз так а трех укусов чуть не умер вообще да бывает бывает у некоторых такие реакции на некоторые белки это все белки вот укусает осада в кровь попадает белок определенные ферменты их пчелиные это же белок он антиген поэтому такие реакции идут у кого-то печи сильнее лучше справаука сразу показатели у кого раздувает плохо человек лежит сердцебиение печень кранты это печень очень загажена вот кто вот сразу показатель да да парадонтоз а парадонтоз это вот это конечно нехватка минералов очень серьезно хлорелла это вот все что я вам говорил там выше да сперлина парадонтоз вот я говорю парадонтоз это комплекс мер ну соответственно тут нужно наладить минеральный баланс да и и еще могут быть какие-то специфические вещи но это просто надо подумать ой да вы что ни в коем случае никакого хлеба вообще не должно быть в рационе а тем более если утром можно ли все-таки белки нужно типа яйцо но я же сегодня говорил яйца ни в коем случае есть нельзя зачитывал даже какой приступ у человека был именно потому что яйца стал поймите яйцо но по крайней мере белок да желток ладно еще белок это стопроцентный антиген тяжелейший это будет нагрузка кадаверин трупный яд будет другие яды трупные образовываться гной естественно в результате реакции антигена антитела хлеб и крахмалы вареные хлебобулочный изделия рис вареный картошка это склеивают клетки печени и они рубцуются это приводит к циррозу например норма нокер заработал цирроз печени себе именно употреблением крахмалистых он много ел и потом установил и как и потом очистить смог все-таки и цирроз у него победил он цирроз печени так что все лечится но я вам скажу хлеб никакой хлеб я просто это вам рекомендую я понимаю что вы видимо человек не в теме коли эти вопросы задаете еще может быть первый второй раз ну недавно может ну вы не все вам вот я очень рекомендую у меня в блоге посмотрите лекцию от 18 июня чтобы от этого года от 18 июня это для начинающих для тех кто посмотрев ну вот мировоззрение поменяет просто вы поймете все эти нюансы вам будет немножко проще это и смотреть так сказать кожа на ладони это я говорю это это все-таки грибки дерматит это грибки это 100% грибковый инфопродукт возьмите во-первых по грибкам посмотрите мой вебинар он у меня в блоге есть во-вторых я рекомендую взять номер 8 инфопродукт по грибкам и вы все вылечите при дефиците В12 да но понимаете дефицит В12 это очень сильно преувеличенная вещь он во-первых и не должен быть такой высокий у сыроедов потому что ему просто не нужно такой большой вот обмен тканей то есть там другие нюансы он есть в хлореле В12 вот есть так не помню в шиповнике нет но в хлореле точно есть где-то еще я про это уже много раз в разных правда лекциях но много вот в прошлой лекции очень подробно он так да ну понятно плюс вот смотрите кожа трескает заживает это грибки это я вас уверяю что это грибки но плюс к тому да может не хватать омега 3 жирных кислот витамина Е витамина А вот это можно дополнительно потреблять это улучшить это порой вот так человек начнет потреблять то есть у него расходуется грибки что же это поедает а и вот ну лучше будет но я говорю грибковые инфекции точно есть ну трансфер фактор ну фактор фактор трансфер фактор я сейчас уже про это не помню хотя в свое время разбирался сейчас не могу определенного сказать так плазмахирург его вырезать я бы пока не советовал я считаю что можно вполне справиться безоперационно если нет сильной прогрессии а вообще то очистка организма добавление вот я говорю сильных антибиотиков натуральных там даже вот и чеснок если ко мне нет и бодвина это извините кора муравейного дерева и прочее сильвер коллоидность сребро так ну хорошо вот я говорю сохнет трескается во-первых омега-3 во-вторых вот кстати очень хорошо кокосовое масло и внутрь и снаружи лимон очень хорошо растворяет камни но там есть нюансы там лимон и грейпфрутовый сок поэтому вот марва гонян применяет и то и другое но еще раз говорю что там есть свои нюансы камни тоже разных типов бывают так а так это были бы свечи которые успешно будем чистить ну да и разумеется да но просто вот одному повезло у него просто могли учесть а могли не учесть определенные нюансы вот такие как например определенные камни определенного размера могли не учесть состояние поджелудочной железы и с одним проблемой с другим все отлично человек да поэтому я стараюсь делать уже так чтобы предусмотреть и то и другое но давайте так дорогие друзья уже действительно и поздновато и я говорю не спал двое суток больше уже пошло в таком темпе да фактически я два дня ну я не два я неделю в таком темпе работаю а сейчас то совсем трудновато и то ничего так еще да уже ноль часов поэтому смотрите значит у вас действительно есть сейчас я вот хорошая возможность приобрести ну со скидками возьмите я или вот нынешний продукт очень серьезный продукт очень важный очень полезный будет или возьмите соответственно вместе два вот ну можно и через PayPal можно хорошо можно напишите мне если у вас другого варианта в Германии на почту электронную скиньте что вот и мы вам выставим через PayPal хорошо можно вот ну что ж давайте тогда на этом закончим какие будут вопросы еще пишите потом если уж что там в крайнем случае лишь я рад был я надеюсь вам сегодня помочь и вебинар все таки я считаю состоявшимся и что он очень важный ну и соответственно вы уже выскажите сейчас свою оценку и так сказать если есть за что поблагодарите нет за что нет ну и до новых тогда встреч да и наверное и вот я вас благодарю за сегодняшнее присутствие за да спать действительно правильно надо спать уже вот я вас тоже всех благодарю за внимание за то что вы ждали все когда вот такая была проблема со связью ну и конечно будем я надеюсь теперь чаще все таки я хочу моя главная цель максимально многое максимально все темы осветить и закрыть хотя бы проблему инфекционного характера паразитического закрыть по органам и систему органов и потом уже разбирать отдельные проблемы тогда уже будет я могу люди сразу как сегодня грибки я туда целое это туда я вижу то и все если грибки нет вот ну в общем все давайте на сегодня я уже видите немножко конечно устал вот всего вам хорошего я тогда отключаюсь и до новых встреч благодарю вас за внимание что так что это не никто не возможно не